Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Татьяна Устинова. Вечное свидание. Маруся распахнула обе створки, пристроила локти на подоконник и подперла руками щеки. Хорошо. Лето хоть закончилось почти, но все равно солнышко пригревает, пахнет укропом. Судя по всему, тетя Лида собирается сегодня помидоры закатывать. У соседей музыка играет негромкая, приятная. Где-то ветки жгут, дымком тянет. На скамейке под окном стояла корзина с яблоками. Сверху пристроен пыльный кабачок. Маруся перевесилась из окна, громко засопела от неудобного положения, покопалась, выбрала яблоко получше. Угнездилась на подоконнике с ногами. Романдическим образом. Подумала, с какой стороны приняться, и надкусила. Яблоко оказалось сочным, хрустким. Сок потек по подбородку. Такие яблоки бывают только в августе. Или в начале сентября. Ни ранние, мягкие, слабые, с рыхлой мякотью. Ни поздние, крепкие, твердые, как будто суховатые. С этими августовскими не сравнятся. Маруся жевала яблоко и любовалась тетяным садом. Тетя очень любила цветы, но сажала их не как все на клумбах, а прямо в траву. Получалось очень красиво. Зеленая лужайка, а посередине вдруг островок желтых роз. А дальше георгины на высоких и твердых ногах, а за ними астры, краски, как на картинах импрессионистов. И еще какие-то розовые цветы, которые тетя называла «разбитое сердце». Они вправду были похожи на розовые сердечки. В университете, где Марина преподавала французский язык, девчонки наклеивали на тетрадки точно такие сердечки, только непременно блестящие. — Встала? — прокричала откуда-то тетя Лида. — Наконец-то! Умывайся, завтракай и выходи. Я укроп срезаю. Сегодня будем помидоры закрывать. Маруся вздохнула. Ей не хотелось закрывать помидоры. Она со всех сторон наглядела остатки яблока, подумала, и огрызок тоже сжевала. Во рту стала горько от коричневых блестящих косточек. Так вкусно бывает иногда съесть яблоко вместе с огрызком. — Отец обещал приехать, — продолжала невидимая тетя. — Ты ему не звонила? Будет он? — Я звонила, — сказала Маруся себе под нос. Он меня отчитал за то, что я не постирала шорты, и теперь дома пылище. А я постирала. Просто у нас всегда пылище. — Что ты там бормочешь? — Ничего, — громко сказала Маруся в сторону кустов смородины. — Тетя, а Гриша встал? — Гриша твой уже давно в Егорьевск уехал за досками. — Никакой он не мой, — опять себе под нос пробормотала Маруся. — А? Громче говори, тут не слышно. Завел мотоциклетку свою и уехал. Ты у нас одна здорова спать. Гриша увязался в отпуск за ней. И теперь тетя то и дело попрекала им Марусю. — Гриша то, Гриша сё. Гриш такой деловой дохватки, а тебе бы только в гамаке валяться. Маруся никак не могла взять в толк, что такое с Гришей случилось. Страстью к хозяйственным работам он вроде бы никогда не отличался, а тут вдруг отличился. На весь день он находил себе занятие. Маруся его и не видела совсем. То он колодец чистит, то погреб проветривает. А сначала вытаскивает оттуда бочки и ящики, то вдруг взял сколотить загородку для компоста. Тетя Ледовся стенала, что у нее пропадает великолепное натуральное удобрение. Картофельные очистки, огуречная ботва, гнилые помидоры, капустные листья, скошенная трава, труха, остающаяся после чистки грибов и прочее. А из всего этого вышел бы отличный перегной. Гриша выразил готовность сейчас же соорудить ящик для отличного перегноя и, пожалуйста, укатил в Егоревск. А до него не близко. Значит, приедет не скоро. Вот тебе и друг детства. Маруся-то надеялась, он специально поехал, чтобы она не скучала на даче. А он, оказывается, поехал, чтобы ящики колотить и грядки копать. Еще она немного надеялась на романтическую историю. Пусть это и смешно. Друг детства и романтическая история несовместимы решительно. Но у нее никогда не было вовсе никаких таких историй. И хотелось хоть какую-нибудь, малюсенькую, кособокую. Хоть бы и с другом детство. Тем более лучшая подруга наша выходит замуж. И прожужжала Маруси все уши, что, мол, пора, пора. Маруся и сама понимала, что пора. Двадцать пять лет, а дело не с места. Но откуда же взять кавалеров, если нету их? Нет и все тут. Те, что нравились Маруси, не обращали на нее никакого внимания. Те, которые время от времени предлагали свидание, были сомнительны. И с ее точки зрения никуда не годились. Что уж говорить о папе? С папиной точки зрения ни один кавалер не мог быть достоин Маруси. Не родился еще достойный. Папа мог вынести только Гриша на присутствие в жизни дочери. Да и то только потому, что Гриша был порядочный. Инженер, аспиратуру окончил. Денег никаких, зато благородная работа в научном институте. Кроме того, Гриша присутствовал в Марусиной жизни с рождения. И даже папа-ретроград понимал, что друг детства не опасен для дочки. Маруся сердито вздохнула и затопала босыми пятками по чистым доскам пола. Решено было в отпуске ни о чем таком неприятном или невозможном, например, о женихах или о том, чтобы зарплату прибавили, не думать. Но думалось, то и дело. В тесной кухоньке, где готовили в основном зимой или когда надолго заряжали дожди, а в хорошую погоду только на улице, Маруся положила себе в пиалу простокваши, взяла горсть вишен из кастрюли, пересчитала отмытые до блеска трехлитровые банки. Их оказалось двадцать семь. Сразу соскучилась, вышла в сад и уселась на лавочку. Съела вишню, выплюнула косточку и пересела в качалку. Так, чтобы видеть лес за штакетником. Когда делили участки и тянули жребий, дедушке достался самый плохой, у кромки леса. И бабушка потом долго убивалась. Зачем она сорок лет назад вышла за дедушку замуж, если он такой неприспособленный? Даже участок нормальный не может обеспечить. Прошли годы, и оказалось, что дедушкин участок самый лучший, самый прекрасный. Двумя сторонами участок глядел в лес. Сразу за забором начинались березы, высокая трава, в которой качались желто-фиолетовые соцветия Ивана де Марье. Попадала земляника, и с июня начинались белые грибы. По одному-два, но набрать на суп самый первый, самый вкусный, можно было всегда. За березами невысокая горушка, на которой стояла деревня, сваливалась в лес, и тропинка выбегала к речке Северке, очень быстрой, и даже в июле совершенно ледяной. Гриша каждое утро бегал купаться, а Маруся ленилась, и за пять дней еще ни разу не сходила. Маруся ела простоквашу и вишни, смотрела, как качаются березы, слушала, как шумят с едва уловимым металлическим брызжанием, думала, вот и кончилось лето. А она Маруся и не заметила. Теплые дни наверняка последние, и вот эта вишня тоже последняя, поздняя. Следующие ждать и ждать, целую осень, зиму и весну ждать. Все время приходится чего-то ждать. Следующего лета, прибавки к зарплате, большой любви. Все время получается, что самое настоящее впереди. А нынешнее так, ожидание, бессмысленное, как сидение в очереди, все время получается так, что когда будущее становится настоящим, оно оборачивается ненастоящим. И нужно снова сидеть и ждать. Нового года, интересной работы, большой любви. Маруся нахмурилась. Решено было в отпуске ни о чем таком не думать. А думалось все время. И отпуск вот-вот кончится. А она еще ни разу не сходила на речку. За углом дома заговорили громко, раздраженно. И Маруся поняла, что явился Валерик. Сосед, с которым тетя то и дело ссорилась. С Валериком то и дело ссорилась вся деревня. Когда-то эти участки были деревней, а потом из нее все уехали. Кто в Москву, кто в Егорьевск и в Искресенск. А землю раздали дачникам. Марусе нравилось, что у них дача в деревне, а не в садовом кооперативе посреди чистого поля. — А я тебе сказал, снимай! — кричали из-за угла. — Или я сам кран вызову, а они живо открутят! — Да угомонишься ты когда-нибудь или нет? — возражала тетя тоже очень активно. — Сколько рассказано! Я плачу! Плачу я за свет! И за этот тоже! Маруся поставила пиалу в траву, поднялась и пошла спасать тетю от нашествия татарского ига. У забора тетя Лида в бейсболке, мятой майке и обрезанных по колено джинсах потрясала укропным веником перед носом плотного моложавого мужика, грудью налегавшего на штакетник. Казалось, еще чуть-чуть, и под его весом штакетник завалится. Мужик пылал от негодования и был красен, как рак. Саня, деревенский оболтус, слезший с велосипеда, наблюдал с той стороны улицы, но не приближался. — Я еще когда говорил? Чтоб ты эту фиговину свою отвинтила! — наддавал Валерик. — Да иди ты к черту! — энергично отвечала тетя Лида. — У меня без фонаря на участке темень, хоть глаза выколи. — А мне плевать, чего у тебя на участке! И мужик еще сильнее навалился на забор. — Я за твой фонарь должен платить, я? — Тетя! — окликнула Маруся негромко. Лида оглянулась и махнула на нее рукой. Уходи, мол, не встревай. И продолжала перепалку. — Да ты глаза-то свои разуй! Ты посмотри, куда кабель идет! В дом он идет, вон изоляторы белые. К счетчику он идет, не ворую я электричество. — Откуда я знаю? А может, он фальшивый? — Кто фальшивый? — Кабель этот твой. Может, он для виду сделан, а не по-настоящему. — Да ты с ума, что ли, сошел совсем? Фальшивый, зайди и посмотри. — Не стану я смотреть. А фонарь твой завтра я скручу и вон в овраг кину, так и знай. — Да я вам тебе заявление напишу за хулиганство. — А это, пожалуйста, а это сколько угодно. На меня кто только не писал, и теперь они все знаешь где, знаешь? Вот тебе они заявления. — Гаркнул Валерик и сунул тете Лиде под нос здоровенную фигу. — Карга старая курица драная, мозга нет, а туда же заявление она напишет. Климакс у тебя? Таблетки принимай, а то в одном месте свербит, небось. Тетя размахнулась. Маруся взвизгнула и кинулась к ней. Их листануло Валерику укропным веником сначала справа налево, потом слева направо. Сухой укропный зонт зацепился за Валеркина ухо и повис. Семечки обсыпали потную Валеркину физиономию. Он взвыл, кинулся на забор и схватил тетю за волосы. Маруся подлетела и стала толкать его в плечо. Валерик не сдавался. Тетя молча боролась, а племянница вопила. — Отстань от нее, отстань сейчас же, уходи, пошел вон! На дороге неожиданно громко засигналила машина. Валерик выпустил Лиду. Маруся сильно его толкнула. Он сделал шаг назад и неловко сел в куст шиповника. Машина проехала мимо. — Звони участковому, — велела Маруся, тетя тяжело дыша. — Хулиганство и разбой. Звони немедленно. Маруся выхватила из кармана телефон и стала в него тыкать. Она так перепугалась, что руки тряслись. — Но ты попомнишь, — выговорил Валерик и выбрался из куста. — Ты у меня, Лидка, в ногах валяться будешь. — Сожгу! — заорал он уже с дороги. — Спалю к чертовой матери! — Давай, давай отсюда! — Негодяй, подонок! — пробормотала она, подхватила с травы бейсболку, нахлобучила и сморщилась. — Должно быть, пол головы выдрал, придурок! — Тетя, я не знаю, как звонить участковому. — Да не надо никому звонить, — сказала Лида, морщась. — Он сейчас проорался, теперь недели на три отстанет. — Ах, паразит! — Да ну так нельзя! Он же на тебя напал. — Да ничего он не напал. — Подумаешь, за волосы схватил. — Что он сможет, участковый, беседу провести? — Не станет он никаких бесед проводить. У него другие дела навалом. Вон на переезде таксисты с маршруточниками подрались. И все, как один эти гость с юга. Где участковому наши дрязги разбирать? Тетя Лида оглядела свой веник, сняла с забора застрявший пучок укропа, вздохнула и покачала головой. — Такой характер поганый, — сказала она задумчиво. — Никому житья не дает. — Фонарь наш ему мешает. — Электричество мы воруем, велители. — Как же! — Все через счетчик идет, а ему не имется паразиту. — Пацанов с поля разогнал. — Они там в футбол все лето гоняли. — Нет, втемяшилось этому, что шумят очень и пыль от них. — Да ладно бы просто разогнал. — Так он с ворот сетку срезал, а сетку Прокопенко на свои деньги покупал. Он мужик серьезный, не то что Валерик, пустобрех. — Да кто он такой, Валерик этот? — А шут его знает. — Они не ездят почти, а как приедут, так сразу свара у нас начинается. — Сама-то только на выходных бывает, а он тут торчит, всех жизни учит. — Шлагбаум какой-то собирается ставить, чтоб по дороге проезда не было. Мол, мимо его участка все машины идут, выхлопные газы, для здоровья вредно. — Нет, ты можешь себе представить? — Из Москвы приезжает, и здесь ему газы. И сидел бы в Москве, там, небось, никаких газов нету. — У тебя с той стороны волосы вырваны. — Лида потрогала голову и опять сморщилась, больно. — А может, и напишу заявление? — Вдруг вспылила она. — Да чего, дошло. — Рукоприкладство, да еще оскорбление. Маруся негодовала изо всех сил. Сочувствовала тете и очень убедительно говорила, что нужно непременно обратиться в полицию, так нельзя оставить. Попутно она сердилась на Гришу, который уехал и не знает, что на них тут напали. Хотя, с другой стороны, если вдуматься, Гриша вряд ли смог бы помочь. Он человек мирный, интеллигентный, в очках, несколько трусоват. Но стоял бы рядом и повторял «прекратите безобразие» и Маруся бы в нем окончательно разочаровалась. Пока еще не окончательно, в смысле компостного ящика вместо романтических прогулок, а после сцены с Валериком наверняка разочаровалась бы окончательно. Конечно, он очень помог ей, когда она решала головоломную задачу, связанную со странной смертью странного человека в планетарии. Этот человек умер почти у нее на глазах, но впоследствии все ее ожидания и надежды потерпели крах. Гриша, уже почти была ставшей ее героем, как-то сдулся, вроде резинового тигра Васьки, с которым они в детстве плавали в северке, и сколько его не заклеивали, он все равно сдувался моментально. А Маруся очень хотелось героя. Не придуманного, не слепленного из разных, хорош как артист, умен как писатель, шутлив как телевизионный ведущий, а подлинного, натурального, чтобы все в одном этим, одним единственным, чтобы можно было гордиться. Подавая тете длинненькие крепенькие помидорчики, которые та сосредоточенно упихивала в блестящую банку, Маруся громко вздыхала, специально громко, чтобы тетя спросила, о чем она вздыхает. Тетя долго не спрашивала. Рассол перекипал в большой кастрюле, пахло уксусом, укропом, смородиновым листом. Уже готовые закатанные банки стояли вверх дном вдоль стены, и еще пустые громоздились на столе под чистым полотенцем, и Маруся все вздыхала. — Ты не огорчайся, — в конце концов сказала тетя Лида. — Я понимаю. Валерик, кому хочешь, настроение испортит. Ты, главное, не бойся его. Стань приставать, сразу мне скажи. Или Гришу своему. — Никакой не мой, — перебила Маруся. — Тетя, а почему ты замуж не вышла? — Я? — удивилась Лида. — Вот ты спросила. — Не получилось у меня в это все дела? — А почему у тебя не получилось? — Ох ты, Господи, не знаю. Не у всех получается. Сначала мне никто не нравился. — Мне тоже никто не нравится, — быстро подумала Маруся. — А потом уж и я никому не нравилась. — Ну почему? — Почему? — Ты же симпатичная. Ты все умеешь. Я вот даже кашу варить не умею. А ты все. Даже баню сама топишь. Кашу варить научу. А замуж берут не за то, что баню умеешь топить. Тетя, как следует, утрамбовала очередной слой помидоров. А потому что любят. А когда любят, не имеет значения, умеешь ты кашу варить. Или, может, стихи писать. Когда любят, ничего не имеет значения. Ну, по крайней мере, так принято считать. — А тебя никто не любил? Совсем никто? Тетя поправила на голове косынку. Перед помидорами она туго повязала голову, и Маруся велела повязать. — Наверное, никто, Марусенька, — сказала она и улыбнулась. — Раз так замуж и не взяли. — А что такое? Почему ты спрашиваешь? Замуж собралась? — Меня тоже не берет никто, — буркнула Маруся. — Ты еще молодая девочка совсем. У тебя все впереди. — Да, впереди. Мне двадцать пять лет, а у меня никого нет. У тебя Гриша есть. Маруся даже ногой топнула. — Тетя! — При чем здесь Гриша? Мы с ним плавали на тигре в северке. Помнишь, у нас такой надувной тигр был, его звали Васька. Он потом быстро порвался, потому что мы на него с берега прыгали. — Помню, — сказала Лида и улыбнулась. Улыбалась она замечательно, нежно, и лицо сразу становилось молодым, почти девичьим. — Гриша замечательный человек, и... — Да я знаю, он хороший, — опять перебила Маруся. — Ну, не то. — Не то, — усомнилась Лида. — Совсем не то. — А так за тобой ухаживает. — Это он за тобой ухаживает. За досками уехал, чтобы оборудовать твой компост. А со мной он дружит. Ну, подумаешь, один раз поцеловались. Ну и что? — Поцеловались. И ничего? — спросила Лида и взглянула племяннице в лицо. — Ничего-ничегошеньки. Маруся вспыхнула, как будто и обдала паром из кастрюли с рассолом. Быстро отвернулась и поволокла на стол очередной таз с намытыми помидорами. Нет, как ничего. Конечно, тогда ей вдруг показалось, что Гриша и есть. Самый настоящий, единственный. И целоваться с ним было немного страшно. Но так прекрасно и от него хорошо пахло. И он был очень близко. И его ладонь держала моросину шею. И весь он был приятный на ощупь. Пугающий, чужой и вместе с тем абсолютно свой. И это сочетание было самым опасным и притягательным. — Понятно. — Почему-то сказала Лида, рассматривая ее. — Ты только не тяни особенно, Маруська. А то ведь он сейчас ждет, а потом появится какая-нибудь рыжая бестия и уведет. И не вернешь. — Тетя. — Ясное дело, принцу надо. — Заключила Лида и опять принялась за помидоры. Беда с вами, с девками. Начитались глянцевых журналов. А там сплошь принцы. Один поет, другой на театре представляет. Третий в хоккей играет. Пятому двадцать один год, а он уж миллионер. И все миллионы своей головой заработал. А это что, плохо? — Должно быть хорошо. — Только так не бывает. — Как не бывает? — Тетя, но ведь они где-то есть, все эти люди. И они такие интересные. У них жизнь самая настоящая. Маруся восторженно улыбнулась. — Они все успевают, все могут. И деньги зарабатывают, и путешествуют. И за девушками ухаживают, и подарки им дарят. И в искусстве разбираются. Машины водят, самолетами управляют. — Я таких не знаю. — Конечно, не знаешь. Я тоже не знаю. Они где-то не здесь, в другой жизни. А мы тут прозябаем. — Мы тут живем, — возразила тетя. — И, между прочим, неплохо живем. — Плохо, — мрачно сказала Маруся, которая поклялась себе ни о чем таком в отпуске не думать. — Скучно и глупо. И самое глупое, что вся жизнь пройдет, а ничего хорошего так и не будет. — Ну, хорошо. И она швырнула на стол полотенце. — Вот, допустим, выйду я замуж. И что? Всю жизнь ипотеку выплачивать? В очередь на детский сад биться? На работу двумя троллейбусами и метро? А по субботам в пробках страдать, чтоб на эту дачу приехать и тут компостную кучу огораживать? — Да, — согласилась тетя. — Перспектива так себе. — Ну вот, — возликовала Маруся. — А я хочу не так. Я хочу, чтоб интересно, чтоб дух захватывало, чтоб каждый день новое и радостное, чтобы каждый день праздник, — договорила Лида. — Ты только в голове держи на всякий случай, что праздники тебе устраивать никто не обязан. Да еще каждый день. Или тогда ты сама себе устраивай. Никого не привлекай к этому вопросу. Эти, которых в природе нету, про которых журналы врут, они же работать должны день и ночь от зари до зари. Кокеист тренируется, артист репетирует, миллионер деньги кует, а потом стережет, чтоб не пропали. Не до праздников им. А подарки? Ох, Маруська, бриллиантовое кольцо — отличный подарок, но зонтик тоже неплохой, особенно когда дождь льет, а у тебя зонта нету. — Причем тут зонт? — А мне однажды кавалер зонт подарил. Я на остановке под крышей пряталась, а дождь, ну, проливной просто и не кончается. Вот я прячусь и думаю, как домой побегу? А он со мной вместе из института вышел. Вроде бы провожал он меня. Вот мы стояли-стояли, а холодно, осень уже и такая поздняя, седая. Маруся слушала очень внимательно. И я все сокрушалась, что мне домой надо скорее. Мама с работы придет, а я посуду не помыла, влетит. Он слушал-слушал, а потом побежал через дорогу. Там напротив галантерея. Я так удивилась. Тетя засмеялась счастливым смехом. Думала, он меня бросил. Ему совсем в другую сторону надо было. А там как раз автобус подошел. А он вернулся и принес мне зонт. Такой шикарный, складной. Они тогда только-только в Москве появились и стоили дорого. И не во всяком магазине их продавали. А нам как раз стипендию дали. Вот он на этот зонт почти всю стипендию потратил. Зато я домой пришла, как принцесса. Под зонтом. Даже у мамы такого не было. Она у меня время от времени его брала поносить. Я ей давала. Это же мой собственный зонт. Тетя замолчала и стала заливать огненным рассолом очередную банку. — А куда он потом делся? — осторожно спросила Маруся. — Тот парень, а не зонт. — Убили его, — ответила тетя будничным голосом. — Девяносто первый год. Тогда таких историй сколько угодно было. На футбольном поле, прямо за институтом. Сняли куртку. Кожная куртка у него была. Часы, деньги какие-то забрали. Зачем-то он в тот вечер через поле пошел, не знаю. Кругом хулиганили, а он пошел. — А ты его любила? — ужаснулась Маруся. — Я не успела, — сказала тетя с силой. Я принца себе подыскивала. А он обыкновенный парень был, даже не очень симпатичный. Тогда всякие кооператоры появились, первые коммерческие палатки, магазины. И многие как-то моментально разбогатели. Жигули стали покупать. Это такая шикарная машина была. Жигули восьмой модели. А он обыкновенный студент. Только и делал, что учился. Никаких тебе палаток, никаких жигулей. — Маруська! — вдруг громко сказала Лида. — Ты смотри, у нас соль вся вышла. — Как это я не рассчитала? — Беги скорее за солью. На последнюю партию точно не хватит. — Тетя. — А потом? Тебя уже больше никто не любил так, как он. — Марусь, давай быстрей. Возьми на всякий случай две пачки. — У тебя деньги есть? И Марусь поняла, что расспрашивать дальше не стоит. Она задумчиво развязала косынку, сняла с крючка цветастый рюкзачок, купленный по секрету от отца перед самым отпуском в ЦУМе, знак шикарной жизни и дань глянцевым журналам. Пересчитала в кошельке сотенные бумажки. Три тысячи лежали отдельно под молнией. Сунула ноги в шлепанцы и отправилась в магазин. Идти было всего ничего через две улицы. — И Гриши нету. Что ты будешь делать? Маруся должна немедленно рассказать ему о тете. Она ведь никогда не знала, что в тетиной жизни когда-то случились такие трагические события. Нужно, чтобы Гриша тоже узнал. И сказал Маруся, что делать. Пусть все это случилось сто лет назад, просто раньше, что Маруся не знала, и тетя должна была справляться сама, одна. А теперь Маруся как-нибудь ей поможет. Тут слезы навернулись Маруси на глаза. Так жалко стало убитого парня и ту девочку с зонтом, которой тетя была когда-то. Воображение, которого Маруся было не занимать, моментально нарисовало картинку. Дождь, осень, автобусная остановка и новенький зонт из галантерей напротив. С тех пор прошла жизнь, которую тетя провела в одиночестве. То есть у нее всегда были Маруся, и Марусин отец, и бабушка с дедушкой. Но больше никто и никогда не дарил ей зонтов на автобусных остановках. Из-за углового дома доносились раздраженные голоса. Кто-то почти кричал. И Маруся решила было повернуть обратно. Она терпеть не могла скандалов, особенно публичных, на людях. Но тогда за солью побежит тетя. Помидоры же не бросишь. И Маруся, потоптавшись немного, отважно двинулась вперед. В конце концов, ей нужно в магазин, и скандал не может иметь к ней никакого отношения. У дверей магазина разорялся Валерик, ясное дело. Он животом наступал на маленькую женщину, похожую на кудлатую баллонку. Женщина отступала и закрывалась от него пакетом, из которого торчал длинный городской батон. — А я тебя предупреждаю серьезно, Наталья! — кричал Валерик. — Еще раз замечу твоего пацана возле машины, шкуру спущу. Сначала с него, а потом с тебя. — Да они играли там! — тоненько восклицала женщина. — Чего он тебе сделал? — Если б сделал, я его к гаденыша в колодец головой сунул. Нечего ему возле моего дома шастать. — Да как им не шастать? — Если твой дом на поле выходит, а они там играют. — А мне положить, где они играют? — Я поле колючкой обнесу, чтоб туда не совался никто. — А оно что, твое поле это? — А твое, что ли? Маруся подумала, что сейчас Валерик ее увидит и набросится. Непременно набросится. Стало страшно и захотелось убежать. На той стороне улицы притормозила машина, и из нее выбрались супруги Прокопенко. — Бог мой, опять шум! — сказал у супруга плачущим голосом. — Опять Валера! — Как он мне надоел! — поддержал супруг. — Они оба были высокие, дородные, положительные и оба в очках. У нее очки были в золотой оправе и широкие, а у него в роговой и узкие. Когда-то они купили у Гришиных родственников их участок. И, несмотря на то, что они ни в чем не были виноваты, участок продавался, они купили только и всего, Маруся их недолюбливала. И тетя Лида недолюбливала. Эти люди не могли, не должны были оказаться на том самом месте, где много лет прожили Гришины бабушка и дедушка. Они не имели права сносить беседку и сооружать на ее месте теплицу. Они вообще ни на что не имели права, потому что были и остались чужаками. Гриша никогда не ездил в деревню, чтобы не вспоминать и не видеть, как в доме его детства живут чужие люди. Вот в этом году в первый раз поехал. Маруся думала, чтобы за ней ухаживать, а оказывается, чтобы ладить тете забор и сооружать компостный ящик. — Что вы шумите? — досадливо сказал супруг Прокопенко, приближаясь. — Ну, что вам за охота? — Никакого покоя от вас нету, — поддержала супруга. — Покой на том свете всем обеспечен! — с места в карьер накинулся на супругов Валерик. — А здесь все по справедливости будет, по-моему, ясно вам? Прокопенко насупился. Хотел что-то сказать, но Валерик не дал. — Шпану вашу я разгоню к чертовой матери! С поля турнул, под окнами у меня никто орать не будет и пыль поднимать. А если опять к воротам сетку приладите, я ворота эти к вам во двор приволоку, и тебя, интеллигент, башкой в них суну, понял, нет? — Замолчите немедленно, — дрожащим контральта сказала супруга Прокопенко. — Держите себя в руках! — Подумаешь, цац какая! Сама себя держи, если мужик твой тебя держать не умеет. — А щенка твоего, — он обернулся к маленькой женщине, — утоплю и пикнуть не успеешь. Маленькая женщина бросилась на него и стала молотить пакетом, как давеча тетя Лиду укропом. — Посмей только тронуть, — визжала она. — Убью! Убью! Валерику только того и надо было. Возле магазинного крыльца моментально завязалась подтасовка. Дурацкая уличная подтасовка, в которую оказались вовлечены все, кроме Маруси, которая стояла, прижав к лицу кулаки. Супруг Прокопенко пытался оттащить Валерика от маленькой женщины, но тот изловчился и ткнул жилистым кулаком ему в глаз. Свалились в пыль очки, на крыльцо выскочила продавщица и завизжала, и вообще все женщины визжали на разные голоса. — Ох ты, мать честная! — изумленно сказал кто-то рядом с Марусей. Она не поняла, кто именно. Затарахтел мотоцикл, что-то загремело, и возле дерущихся оказался Гриша. — Гришка! — закричала Маруся изо всех сил и бросилась к нему, но он не обратил на нее никакого внимания. Незнакомый мужик в грязной футболке, заправленной в камуфляжные штаны, схватил Валерика за шиворот, а Гриша за правую руку, так что Буян моментально оказался обездвижен и вниз головой. Несмотря на такое свое положение, угрозу он продолжал выкрикивать. Маруся смотрела на Гришу во все глаза. — Боже мой, боже мой! — стонала супруга Прокопенко. Рукав от платья у нее был почти оторван. — Что за кошмар? Ужас! — Пусти! — вопил Валерик и дергался, как жук, которого насадили на иглу, чтобы поместить в коллекцию. — Убью! Супруг Прокопенко шарил в песке, искал свалившиеся очки. Маленькая женщина громко плакала, продавщица на крыльце ругалась, на чем свет стоит. И солнце светило августовским желтым светом, и лежали на дороге плотные тени, и плыли по небу белые облака с синими днищами, и пахло травой и листьями, и такая красота была вокруг, что безобразие происходящего вдруг по-настоящему ужаснуло Маруся. — Ты бы язык свой поганый придержал! — негромко посоветовал Камуфляжный Валерику и сделал движение коленом. От этого движения Валерик всхрюкнул, захрипел и обмяк. Как по команде, Гриша и Камуфляжный его отпустили. И Валерик лицом бухнулся в пыль и остался лежать. — И руки бы тоже не распускал! — продолжал Камуфляжный, наклоняясь над ним, как над упавшим ребенком. — Хочешь бузить? Вали в город, и там бузи! — Справились, да? — отплевываясь от пыли, проскрижетал Валерик. — Давай на одного! Я вам попомню! Всем попомню! — Спасибо вам, товарищ! — негромко сказал супруг Прокопенко. — И вам, молодой человек. Очки у него на носу сидели криво, щека из царапана. Он нагнулся над Валериком и погрозил ему толстым розовым пальцем. — А сетку футбольную мы непременно поставим, и дети продолжат свои футбольные занятия. — Я тебе продолжу! Я тебе продолжу! — забормотал Валерик, поднимаясь на четвереньки. Камуфляжный присел перед ним на корточке. — Ты чего-то недопонял? Валерик шарахнулся от него, пробежал немного на четвереньках, а потом поднялся, придерживаясь рукой за ствол липы. — Вы меня еще не знаете, — сказал он из-за липа. — Сволочи! Все на одного! Я вас всех поодиночке передавлю! — Вали домой! — посоветовал камуфляжный. — Марусь! — вдруг удивился Гриша. — А ты чего здесь? Или он к тебе тоже приставал? — Нет-нет! — заспешила Маруся. — Я за солью. Мы помидоры закрываем, а тут он. Он еще утром на тетю напал, а на меня нет. Гриша внимательно осмотрел ее с головы до ног, как будто хотел удостовериться, что с ней все в порядке. Потом зачем-то пнул кедом кучу песка так, чтобы песок полетел в сторону Валерика. Тот уходил по улице, оглядывался и все что-то говорил. — Сеанс окончен, — объявил камуфляжный. — Расходитесь, девочки и мальчики. — Может бы ему набить, а не так отпускать, — задумчиво сказал Саня из-за своего забора. Он подошел недавно и наблюдал только окончание баталии. — Сволота такая! Ладно бы с бабами базарил, как он утром с Лидой. А то ведь на дороге колючку разбросал. Я шину утром пропорол. — Это чтоб не ездили мимо него! — Что вы говорите? — ужаснулся Прокопенко, и камуфляжный посмотрел на Саню, как показалось Марусе, с изумлением. — Нужно колеса смотреть. Может, и мы наехали? — Я и говорю, — продолжил Саня, — что разобраться надо по-взрослому, а не так. Башку открутить, да и все дела. Мало ли чего он еще наделает, в колодец отравы кинет. — А может, — перепугалась Прокопенко супруга. — Ладно, граждане, не паникуйте раньше времени, — громко посоветовал камуфляжный. Оглянулся на Гришу и неожиданно сунул ему пятерню. — Константин! — Григорий. — А это Маруся. — Ясное дело, Маруся, — с необидной насмешкой сказал камуфляжный. — Эх, Маруся, нам ли быть в печали? — Я не в печали, — пробормотала та. — Оно и видно. Вы из Крайнего дома, что ли? — Мы у тети гостим, — сказала Маруся. — А этот гад на нее сегодня напал. За волос ее схватил. — Парень, а ты как допустил? — Да я в Егорьевск ездил. И Гриша с досадой кивнул на свой мотоцикл. В коляске были привязаны доски. Как будто дело было только в том, что он ездил в Егорьевск, — подумала Маруся. Как будто, окажись Гриша на месте, он бы смог их с тетей защитить. — Впрочем, он же схватил за руку этого ужасного Валерика. Никто не решался, а он схватил. И Маруся покосилась на Гришу. — Может, и защитил бы. Или нет? В Сельпо они купили три пачки соли, а камуфляжный Константин — бутылку водки. И Гриша пригласил его заходить. Тот пообещал. — Гриш, — зашептала Маруся, когда они вышли на улицу. — Зачем ты его к нам позвал? — Тетя в обморок упадет, а, не дай бог, еще папа приедет. И этот припрется. Что мы будем делать? — Садись, — велел Гриша. — Поедем. — Нет, я так дойду. Ты езжай. Перепугалась Маруся и, словно опасаясь, что Гриша может насильно ее затолкать на сиденье, побежала по улице. Маруся терпеть не могла этот самый мотоцикл с коляской. Вот просто ненавидела его. А Гриша обожал. Заобожал он его сразу же, как только выкатил из сарая, где мотоцикл куковал с начала девяностых. Когда-то на нем ездили Марусины дедушка и бабушка, и это было сказочное, быстроходное и, главное, очень удобное средство передвижения. Бабушка ехала за дедушкиной спиной, а маленькую Марусину тетю сажали в коляску и накрывали кожаным фартуком. Гриша выкатил на свет кособокое пыльное чудовище с этой самой коляской, покрашенной в кастрюльный синий цвет, восхитился и дня два приводил его в порядок. Маруся и тетя Леда были убеждены, что чудовище давно померло от старости, и реанимировать его нельзя. И отговаривали Гришу, но не тут-то было. Гриша установил, что карбюратор заливает, а свеча не дает искру. Долго возился, покупал запчасти и привел все в порядок. И даже сгонял на велосипеде на заправку и привез канистру бензина. Когда мотоцикл в первый раз захрипел, задергался и зарыгнул облако синего дыма, а потом взревел и застучал двигателем, и Маруся и Леда выскочили во двор и уставились, не веря своим глазам. — Он еще послужит! — Перекрикивая мотоцикл, проорал Гриша. — Такая техника! Это настоящее все! Ижевский завод! С тех пор Гриша повсюду разъезжал на этой самой технике и все призывал Марусю разделить его восторг. Но она не соглашалась ни в какую. Это было такое убожество, такое унижение. Мотоцикл с коляской! Ладно бы просто мотоцикл, пусть старенький, пусть какой угодно. В журналах то и дело печатали фотографии изумительных юношей рядом с потрясающей красотой мотоциклами. Юноши были изящными, утонченными, ухоженными, а мотоциклы — брутальными, мощными, хищными. Иногда совсем не новыми, они назывались ретро-мотоциклы, и ими владельцы особенно гордились. В Марусин университет студенты-москвичи частенько приезжали на мотоциклах и на скутерах, лишь недавно вошедших в моду. И это было так шикарно, так по-европейски. Но вот это, кастрюльного цвета убожества, да еще с коляской. И чтобы Маруся на него села, и чтоб все увидели, что она едет на мотоцикле с коляской, никогда в жизни. Гриша не понимал и, кажется, обижался. Тетя Лида съездила с ним в дальний лес за грибами и вернулась счастливая. Пешком до того леса было не дойти. А мотоцикл довез, да еще бодр лес в грязь объезжал поваленные деревья. Ни разу не застрял, и грибов они привезли целую коляску. — Как в детстве! — восторгалась Лида. — Гриш, ну какой ты молодец! Будут тебе вечером пироги с грибами. Пироги с грибами были и Марусины, самые любимые. А на мотоцикл она так ни разу и не села. И не сядет. Когда она зашла на участок, Гриша уже тянул из коляски доски. А тетя Лида спрашивала у него, как там дела в Егорьевске, и заезжал ли он на мясную лавку. Гриша отдал пакеты и спросил, что было нужно от нее Валерику. Лида махнула рукой. — Фонарь наш ему мешает, — сказала она с досадой. — Он считает, что мы государственное электричество воруем. — Даст ему кто-нибудь по голове, — сказал Гриша, принимаясь вновь за доски. — Серьез. — Да кто ему даст, Гришенька? — Никто связываться не хочет, все боятся. Такой скандальный мужик не перевели, Господи. До вечера они закрывали банки. После помидоров пришел черед. Перцев, как выражалась тетя Лида. Перцы долго не заканчивались, и Маруся уже падала с ног, когда Лида объявила, что банок больше нет, и она сейчас быстренько соберет ужин. Маруся понимала, что должна помочь тете с ужином, но у нее совсем не было сил, и ноги на самом деле не держали, подкашивались. Она накинула на плечи платок и вышла на улицу, где Гриша в сумерках продолжал стучать молотком и пила то и дело взвизгивала. — Марусь, — сказал Гриша, заметив ее, — кинь мне переноску, темно уже. — Может, хватит? — осведомилась Маруся. — Достоишь трудовую вахту завтра. — Тут и на завтра работы достаточно. Маруся вздохнула и приволокла тяжелую уличную переноску с толстым черным шнуром. Гриша воткнул вилку в розетку, и над сараем загорелась лампочка. — Давай хоть на речку сходим, — предложила Маруся. — Днем, когда жарко. Последние дни такая жара стоит, потом дожди зарядят, и все. — Днем я занят, — сопя ответил Гриша. — Давай с утра. — Утром холодно, — жалобно сказала Маруся, и он опять застучал молотком. Маруся забралась на плетень, сидеть было жестко, но уж очень она устала стоять, и стала смотреть на Гришу. Вокруг лампочки велись толстые мохнатые мотыльки, тыкались в доски сарая со смачным звуком. — Хочу на море, — неожиданно сказала Маруся. — Почему все ездят на море, а я никогда? — На море дорого, — ответил Гриша не сразу. — Особенно в сезон. Там сейчас не протолкнуться. — Почему никому не дорого, а мне всегда дорого? Он вдруг засмеялся. — Должно быть, потому что ты мало зарабатываешь. — А ты? — Ты много? — И я мало, — согласился Гриша и взялся за пилу. — Но у меня все гораздо проще. Я знаю, что не могу ехать на море, зато еду под Егорьевск, и мне отлично. — А мне плохо, — пробормотала Маруся. Пила визжала, и он не мог ее слышать. Неожиданно перекрывая шум пилы, что-то ахнуло неподалеку, громыхнуло. Марусе показалось даже, что молния сверкнула, хотя небо было высоким и чистым. Лампочка над сараем взорвалась и погасла. И по доскам что-то хлестнуло, как будто песком или мелкими камушками. Хлестнуло и осыпалось. Маруся в недоумении оглянулась. И тут бабахнула еще раз. — Ложись! — закричал Гриша бешеным голосом. В один прыжок оказался рядом с ней и столкнул ее с плетня на землю. Она повалилась, ударилась боком и сразу заплакала. Так стало больно. — Тихо! — придавливая ее к земле, приказал Гриша. — Тихо! Ничего не было видно и слышно. И Маруся едва могла дышать. — Пусти меня! — схлипывая, сказала она и попыталась спихнуть его. Мне больно. — Марина! — закричали от дома. — Гриша! — Что случилось? Где вы? — Мы здесь! — крикнул Гриша в ответ. — В дом идите! Дверь закройте! — Что? — Гриша вскочил, дернул Марусю за руку, поднял и поволок. В темноте она натыкалась на доски и бревна, потеряла шлепанец и ушибла палец. Внезапно сошедший с ума Гриша влетел на крыльцо террасы, затолкал в дом Марусю и Лиду, моментально погасил везде свет и приказал. — Идите в дом! Обе! На улицу не выходите и свет не зажигайте! — Ну что случилось-то? Он мельком оглянулся. — Два выстрела. — Из дробовика или из мелкашки? Он сейчас должен перезарядить. — В дом идите! Тетя ахнула, подхватила Марусю, втащила в коридор и прихлопнула тяжелую зимнюю дверь. — Господи помилуй! — бормотала она. — Господи помилуй! В доме было совсем темно и очень хорошо пахло. Маринадом, смородиновым листом, чистотой и чем-то вкусным. Ужином пахло, спокойствием, августовским вечером. И только тут Маруся вдруг перепугалась. — Тетя, что? — Стреляет кто-то, отрывисто сказала Лида. — Я с кухни услыхала. — В нас стреляет? Лида быстро погладила Марусь по голове, как маленькую. — По дому стреляет, как будто это могло Маруся успокоить. Должно быть, из леса. — Хулиганы? — Да кто ж знает, девочка. Должны быть хулиганы, конечно. Нормальный человек, разве встанет из темноты по окнам палить? Скрипнула дверь, слабо осветился проем. И в коридоре показался Гриша. Волосы у него на голове стояли дыбом, как у Незнайки. — Больше пока не стреляет, — сказал он. — Лидия Витальевна, нужно двери запереть, и окна, наверное. — Сейчас, Гриш. И свет не зажигайте. — Марусь, он в тебя не попал? — Нет, — сказала Маруся. — Не знаю. — Наверное, нет. — Неужели, Валерик? — громко спросила Лида из комнаты. — Вот ведь мозга нет, считай, калека. — А у него дробовик есть? — Да откуда я знаю, Гришенька, чего там у него есть? — Но у нас сроду никто по окнам не стреляет. — Участковому нужно звонить или идти к нему. — Сам я не справлюсь, — сказал Гриша мрачно. Лица его Марусь не видела. — Я в темноте не вижу ничего. — Куда ты собрался? В какую темноту? — возопила Лида. — Не пущу. — Никого никуда не пущу. Еще не хватает. — А если у него не дробовик, а обрез? — Дробью стреляли, это точно. — Да какая мне разница, чем там стреляли? — Двери запрем, утро дождемся, а там уж пойдем. Хоть к участковому, хоть к министру обороны. И никто никуда не пошел. До полночи сидели на кухне, свет не зажигали, только лунища лезла в окна, громадная, желтая, и от нее было почти светло. Лида положила им в миски гречневой каши и по хорошему куску мяса. И они ели кашу с мясом и прислушивались. В деревне лаяли собаки и больше никаких звуков не доносилось. Кое-как пристроились спать. Гришу Лида насеновал не пустила, устроила в большой комнате на диване. Маруси была уверена, что ни за что не заснет. И заснула тут же, едва натянула на себя одеяло. Снились ей огромные мохнатые мотыльки, бившиеся в стену. Она отмахивалась, но их становилось все больше и больше, а потом они начали гудеть утробными голосами все громче и громче. Маруся закричала от страха и проснулась. Солнце светило вовсю, было жарко, и она вся взмокла под одеялом, натянутым на голову. Не было никаких мохнатых насекомых. За стеной дома гудели голоса. Маруся вскочила, сморщилась от боли. Палец-то она вчера ушибла, да еще как, и выскочила на крыльцо. Во дворе у них шумела толпа, так ей показалось про Соня. В центре толпы громко говорила тетя, рядом с ней топтался мужик в фуражке и давешняя маленькая женщина по имени Наташа, что отбивалась от Валерика батоном, и про Копенко супруг что-то басил, и еще кто-то. Гриша, Маруся поискала глазами, сидел на чурбаке, как ни в чем не бывало, и кидал в самоварную трубу шишки. Из самовара валил белый дым. Солнце пронизывало дым насквозь. Как всегда, когда она чего-то не понимала или боялась, Маруся первым делом подумала несуразное. Что-то он с утра взялся самовар ставить. «Да вон племянницу мою чуть не застрелил!» закричала тетя, завидев на крыльце Маруся. «До смерти нас перепугал! Марусенька, иди сюда, девочка!» Маруся терпеть не могла никаких публичных выяснений отношений. Боялась и ненавидела. С тех пор, как отец однажды устроил на улице скандал из-за какой-то ерунды, глупости, и вокруг собралась толпа, и все смотрели и обменивались мнением, и кто-то жалел Маруся. Она тогда еще маленькая была, а кто-то наоборот отца. Как только нужно было что-то говорить или делать на людях, на Маруся нападал столбняк и отупение. Она не могла ни говорить, ни шевелиться. На студентов, которым она преподавала, это странным образом не распространялось. Студентов она никогда не боялась. «Подойди, Маруся!» «Я сейчас», пробормотала та и отступила в дом. «Я сейчас, только умоюсь». Она долго умывалась и причесывалась, и потом еще тянула время, выбирая из двух юбок и одной футболки, чтобы такое надеть, и в конце концов дождалась, что громко топая, в дом вошел Гриша. Она не видела его, но точно знала, что он вошел. Дверь в ее комнату была распахнута, но он постучал в косяк. «Маруся, ты решила засесть здесь навсегда?» «Я выхожу, Гриш». Он заглянул. Она снова причесывалась и мотала головой. Щетка застревала в волосах. «Этого нашего дебошира прикончили, как его, Валерика, да?» сообщил Гриша. Маруся уронила щетку. Щетка загрохотала. Участковый пришел спросить, не я ли прикончил, а все остальные следом пришли. «Как это?» тупо спросила Маруся. Гриша поправил на носу очки и почесал ухо. Лида утром пошла к участковому, сказала, что в нас из дробовика стреляли, а он ей сказал, что Валерик убит. Дробовик рядом с трупом валяется. Вот участковый проверяет, что мы все делали после того, как в нас стреляли. Может, решили Валерика убить? «Ага», протянула Маруся. «А самовар ты зачем поставил?» Он пожал плечами. «Чаю хочется, а завтракать, по всей видимости, мы будем еще не скоро». «Гриша, ты никого не убивал», дрожащим голосом сказала Маруся. «Ты всю ночь нас стерег?» Он усмехнулся. «Откуда ты знаешь?» «Ты спала без задних ног, при этом страшно храпела, не давала мне заснуть». Маруся вспыхнула. «Я не храпел, я никогда не храплю». «Гриша!» закричали с улицы. «Маруся!» «Не переживай ты так», сказал Гриша. «Все обойдет, стучно тебе говорю». И вышел. От его шагов зазвенели подвески чешской люстры, которой тетя очень гордилась. Маруся стала на четвереньки, залезла под кровать, вытащила щетку, которая завалилась, повертела ее в руках, раздумывая, сунула на столик и тоже выскочила на улицу. «Стало быть, вы все были дома и никто не выходил», говорил дядька в фуражке. «Ну, поверим на слово, а там поглядим. Граждане, что вы столпились? Расходимся по домам, расходимся, ожидаем вызова в отделении на местах». «А что с ним случилось?» тихонько спросила Маруся у маленькой женщины. «С Валериком застрелили?» Она пожала плечами. «Да говорят, по башке дали и сразу насмерть». «А где дали-то? Дома у него и дали». Илья Семенович участковый пошел разбираться после того, как Литка к нему прибежала, а он того, давно готовый, ударенный по голове в комнате лежит возле стола. «А чем? Чем ударили?» «Да откуда же я знаю?» Вдруг возмутилась женщина. «Не я же его ударила!» И вдруг добавила. «Димка в колодце!» «Наташа, перестань!» вмешалась тетя. «Никого он не утопит!» «Его самого вон как!» «А с вас, юноша, я подозрений не снимаю!» строго сказал участковый Гриша. «Вы это поимейте в виду!» «Да ладно, что ты говоришь, Илья Семенович? Мало ли кто его шибанул!» «Да это не наши! Наши все тут годами живут, и никто никого!» разом заговорила тетя и маленькая Наташа, а Прокопенко супруга отчетливо зафыркала, выражая негодование. «Тихо!» гаркнул участковый. «Что за птичий базар?» «Лидия Витальевна, веди меня, буду лампочку разбитую изымать, и дробь тоже. А вы, граждане, по домам расходитесь, из Егоревска вскоре приедут из убойного отдела, всех опрашивать будут». «Убийство!» сказал Прокопенко себе под нос. «Да чего докатились?» «Жалко!» вдруг сказала Наташа тонким голосом. «Человек все же живая душа». «Да ну!» махнул рукой Саня, которому Виталик испортил шины. «Какой он человек! Погонь мелкая, а не человек!» «А все равно жалко!» Постепенно все соседи разошлись, и Гриша с Марусей остались одни. «Завари чай, Марусь!» «А?» «Сейчас, конечно!» Не переставая думать о случившемся, Маруся живо собрала на поднос чашки хлеб, колбасу, поставила на огонь воду, чтобы сварить яйцо и вернулась во двор. Из-за угла показались тетя и участковой. Он нес в руке полиэтиленовый прозрачный пакет, в котором что-то болталось. «Сядь, попей с нами чайку, Илья Семенович?» предложила Лида. «Глядя, пакет у тебя порвался». «Как ему не порваться, когда там стекляшки?» обиженно сказал участковый, как будто Лида была виновата, что там стекляшки. Он аккуратно пристроил пакет на поленицу, снял фуражку, зачем-то дунул в нее и боком присел к столу. «Одно другого чище», пожаловался он. «То торгмен с киргизами точки не поделили, то дачника по башке шарахнули. Знал бы я, что такая работа собачья остался бы в армии на сверхсрочной, чего лучше. Сыт, табут, одет всегда при начальстве, а ему виднее начальство-то». «Может, наливочки?» предложила Лида. «Как раз во вкус вошла. Вчера процедила и в холодильник поставила. Малиновая». «Куда там наливочки? В одиннадцать только...» «А-а-а!» И участковый сплюнул в песок. «Тащи!» «Где наш не пропадало?» Лида метнулась в дом и вынесла длинногорлую зеленую бутыль и две узкие граненые рюмки на ножках. Участковый покосился на бутыль. «Ты налей и спрячь», велел он. «А то ведь я ненароком того норму превышу». Тетя налила в обе. «Ну, за упокой, что ли, души?» Участковый опрокинул наливку, нашарил на тарелке бутерброд и откусил сразу половину, как отрезал. «И чайку-чайку», подсказала Лида, «у меня чай хороший, вон, ребят привезли из Москвы, дорогой, английский». «Чай не водка, много не выпьешь». «Что получается», вдруг сказала Маруся. «Валерик залез во враг, стал стрелять по нашему дому, а потом пошел к себе и его там убили. Так что ли?» «А кто его знает как?» сказал участковый с набитым ртом. «Должно быть так. Стол у него был накрыт, гостей каких-то видать ждал, а может и не ждал, может раньше гости были. И накрыто так, деликатно». «Что значит деликатно?» не поняла Маруся. Участковый повел толстой рукой с зажатым бутербродом. «Ну, красиво, вот как у вас прям, чашка с блюдцами, портвейн сладкий, конфет в коробке. Может, жена его должна приехать, кто ее знает». Маруся смотрела на него очень внимательно и пыталась соображать быстро и хорошо. «А из чашек пили?» «А что уже из них еще делать-то? Пили, конечно». «Ну, ледуйся, давай вторую и пойду я. Этих гавриков и зубой наваждать Егоревских-то. Чует мое сердце, замордуют они меня». «То есть из чашек пили, из тарелок ели, да?» уточнила Маруся. «Так точно», вздохнув, согласился Илья Семенович и опрокинул вторую. Сожаление и боль отразились на его лице. Должно быть, тетя заметила, потому что ловко налила отставленную рюмку до самых краев, поднялась и унесла бутылку в дом. «Святая женщина», прочувствовано сказал участковый, «Женился бы, если б не та марка моя». Гриша жевал круг колбасы, положенный между двумя половинками огурца, хрустел и улыбался. Чему он улыбался? Марусе этот самый участковый совсем не нравился. «То есть Валерик сначала стрелял в нас, а потом с кем-то пировал?» «Иль наоборот», подсказал Гриша, «сначала пировал, а потом стрелял». Участковый согласно покивал. «А сейчас у него дома никого нет?» «Труп там его собственно есть», сказал участковый. «Пока что кори из Егоревска не явится трогать ничего не магии». «А когда его убили?» продолжал спрашивать Гриша. «Да я ж тебе не медицина, я точно не скажу. Но давно уж, должно быть, вечером, не поздно». «Да его кто угодно мог убить», энергично жуя сказала Лида. «Мало ли, нет, не из наших, конечно, но он ведь такой говенный мужичонка был. Небось, многим людям кровь портил, не только нам. Может, из Москвы приехали, да и нападали ему как следует». «Следов борьбы нету», сказал участковый. «Может, картошки разжарить?» предложила Лида. «У меня холодное есть». «Под картошку-то опять выпивать придется, а я на службе», посуровил участковый. «Ну, оставайтесь на местах, ребят, деваться некуда, теперь всем показания давать надо». Он повздыхал, напялил фуражку, предварительно в нее дунув, забрал с поленницы пакет и ушел за калитку. Маруся обратила внимание, что обут он не в форменные ботинки, а в зеленые резиновые шлепанцы без задников. «Гриша», начала тетя, как только участковый скрылся, «ты ни о чем не переживай и не беспокойся. Мы точно знаем, что ты всю ночь был дома и никуда не отлучался». «Особенно хорошо Маруська знает», улыбнулся Гриша. «Я никогда не храплю». «Нет, конечно». «Гриш, мне не нравится, когда ты надо мной издеваешься». «Кто над кем издевается?» спросила Лида. «Кто храпит?» «Мы были дома, мы спали, и никто из нас никуда не выходил». «Лидия Витальевна, понятно, что я не убивал этого человека, но нужны какие-то доказательства, а у нас никаких доказательств нету, кроме Маруськиного храпа. «Я не храплю». «Какие доказательства?» вскинулась Лида. «Еще не хватает. Ничего мы не должны никому доказывать». «Это только так кажется». «Гриш, сказала Маруся, может, нам в Москву уехать?» «Гениальная мысль». Он налил себе чаю, отхлебнул и сказал, «Лично я никуда не поеду». «А если они к тебе будут приставать?» «Кто?» «Да эти». «Вот это правильно!» вдруг с чувством сказала тетя, и Маруся от неожиданности выронила ложку. «Вот это верно, сынок!» «А про доказательства я не подумавши сказала. «Чего это мы будем ни с того ни с сего от людей бегать, когда мы ни в чем не виноваты?» «Он-вон в Маруську стрелял, я чуть не умерла со страху». «И ты тоже хороша!» укорила на Марусью. «Давай, говорит, уедем! Отец мне все уши прожужжал, какая ты великая сыщица, а ты сразу хвост поджала!» «Тебе папа так сказал?» спросила пораженная Маруся. «Что я великая сыщица?» «Да не то, что сказал! Сказал! Он то и дело про твои подвиги толкует, и про аналитический ум!» В это Маруся уж никак не могла поверить. Отец считал ее дурехой и Маруся сочувствовала ему, понимала, что не удалась ни в каком отношении, никаких надежд не оправдала. Он шторы постирал, а в доме все равно пылище. Она постоянно мечтала стать необыкновенной, красивой и умной, как профессорская внучка Агриппина, с которой Маруся недавно познакомилась. Агриппина была ловкой, деловитой, острый на язык и красавица необыкновенная, как из журнала. Такой дочерью папа наверняка бы гордился. Нет, тетя говорит что-то невозможное. Должно быть, она неправильно поняла отца, да и вообще странный какой-то разговор у них получается. Тетя Лида предлагает им с Гришей приняться за расследование, что ли. И это тетя Лида, образец здравомыслия. Надо с людьми поговорить, продолжала тетя образец здравомыслия. Наверняка кто-то что-то видел, слышал, но, может, внимания не обратил. Пока еще эти из Егорьевска приедут, мы что-нибудь дораз узнаем. Маруся неуверенно засмеялась. Тетя, ты, оказывается, авантюристка. Да где мне? Гриш, кто вчера Валерику по зубам двинул? По зубам никто, сказал Гриша. А в солнечное сплетение мужик какой-то незнакомый. Константин, подсказала Маруся. Тетя подумала немного. С метеостанцией может? Или из лесничества? Оттуда иногда в магазин приезжают за водкой, за хлебом. Продавщицу Зинку можно спросить, она тут всех знает. Расспросить можно, задумчиво сказал Гриша. Только вряд ли мы что-нибудь узнаем, Лидия Витальевна. Если это свои постарались, нам все равно никто не признается. А если кто-то из города приезжал, этого не установишь. Дом Валерика на дороге самый первый. Если была какая-то машина, дальше его дом она не поехала. Хорошо бы узнать, чем его стукнули, вступила Маруся. Ее сыщицкий азарт, немного струсивший поначалу, теперь оживился и стал понемногу выбираться наружу. Прикладом дробовика, из которого он по нашему дому стрелял. Или еще чем-то. Эх, надо было у Ли Семеновича спросить, посетовала Лида. Он мужик хороший, только на вид бестолочь. Он бы мне сказал по старой дружбе. Если у Валерика стол был накрыт, значит, он ждал гостей, правильно? Маруся поднялась и стала ходить по траве, слегка прихрамывая. Паля цена вчера сильно ушибла. Или гостя. И что получается? Допустим, гость приехал, и они стали ужинать или чай пить. С портвейном, подсказал Гриша. Ну да, с портвейном. А потом Валерик подхватился и помчался в лес из дробовика стрелять. А гость ждал, пока он постреляет. Или гостья, опять подсказал Гриша. Ну да, гостья. Потом Валерик вернулся к столу, и этот гость или гостья его убил. Так? Чепуха какая-то, заключил Гриша. Точно чепуха, подтвердила тетя Лида. Глаза у нее блестели. Теть, ну ты-то что? взмолилась Маруся. Ты же такая осторожная, когда я если мне покоя не даешь, каждый раз с меня слово берешь, что я в тамбуре не поеду, и у окна не сяду, и в тамбуре опасно, и у окна опасно, а сама что? А что я сама? воинственно спросила Лида. Разве я не человек? Человек, да еще баба. И знаешь, какая любопытная? А тут такое дело. Убийство, да прямо у меня под носом. И от Гриши нужно подозрение отвезти, мало ли, чего они там надумают, егорьевские цыщики. Маруся еще немного походила по траве. Давай твой палец с пластырем заклеим, предложил Гриша, наблюдая за ней. Или бинтом замотаем. Гриш, давай лучше в магазин сходим. Шут с ним с пальцем перебила Маруся. Тетя, что нам надо? Соли полно, хлеб Гришка вчера привез. Сахару надо, моментально отозвалась тетя. Килограмм три возьми, не меньше, компоты будем крутить. Бутылку водки надо, я бы наливки еще зарядил, у нас груши пропадают. Тортик вафельный возьми, только если свежий. Гриша ушел в дом и вернулся с йодом и пластырем. Через плечо перекинуто полотенце. Он налил в таз немного кипятку из самовара, добавил холодной воды из колонки и поставил таз перед Марусей. Тетя Лида наблюдала. Суету на ногу. Зачем? Ампутировать буду, буркнул Гриша. Больной на стол. Маруся села на лавку и опустила ногу в таз. Гриша крепко взяв за щиколотку, побултухал ее ногой туда-сюда, вынул, поставил на край и тщательно вытер полотенцем. Надо йодом сетку нарисовать, посоветовала тетя Лида. А рожу можно нарисовать? Он помазал Марусин палец, заклеил пластырем и вознамерился было забинтовать, но она воспротивилась. Гриш, у меня нога не в одни босоножки не влезет. Наденешь кеды? И в кеды не влезет. Мои наденешь? Да ну тебя! Не нужно мне никакого бинта. Но он все равно забинтовал, конечно. Втиснувшись в кеды, Маруси поняла, что так значительно лучше и совсем не больно. Но говорить об этом Грише не стало. Во-первых, он сказал, что она всю ночь храпела, а во-вторых, обращается с ней как с подружкой по пионерлагерю, а не со взрослой девушкой. Во всем виноват тигр Васька. Вот что. Тигр Васька, на котором они плавали в северке и который очень быстро порвался. У Гриш тогда были синие трусы с белой полоской, а у Маруси розовые с оборкой. Никогда ничего романтичного не получится у людей, которые в синих и розовых трусах плавали вместе на тигре. Гриша нацепил рюкзак, а Маруся пересчитала в потайном отделении кошелька бумажки. Их было и осталось три. Может, на мотоцикле поедем? Тем более, у тебя палец болит. Ой, Гриш, давай лучше пешком, а? Смотри, красота какая! Последние теплые дни, а потом... Знаю, знаю, потом дождей зарядят. Лида проводила их до калитки, посмотрела вслед. Они шли вдоль улицы, очень высокий и худой Гриша и крепенькая Маруся, едва достававшая ему до плеча, и громко разговаривали. Лида вздохнула, вернулась в дом и разыскала свой мобильный телефон, засунутый за ненадобностью на этажерку за горшок с гиранью. Она набрала номер, послушала, и лицо у нее стало серьезным. Я все сделала, сказала она, когда ответили. Как и договаривались. Хотя на это много времени ушло, и вообще не так получилось, как мы планировали. Посмотрим, что из этого выйдет. Слишком опасно. Значит, мы хотим доказать, что ты никак не мог убить Валерика, рассуждала Маруся на ходу. Нет, ну это и правда смешно. Но ведь они не знают, что ты ни на что такое не способен. Кто они и на что я не способен? Ну, эти из Егоревска, специалисты по сыску. И Маруся состроила уважительную мину. Они же не знают, что ты убить в принципе никого не способен. И нам нужно... По-моему, перебил Гриша, убить способен любой человек, в принципе. Маруся сбоку взглянула на него. Похоже, он не шутил. Гриш, ну что ты говоришь? Ты хочешь сказать, что способен на убийство? И я тоже, и тетя? Думаю, что да. Я даже уверен, что да. Если кто-то станет всерьез угрожать жизни моих близких, и я смогу придумать, как это сделать, чтобы меня не поймали, я убью. С ума сошел? Или ты шучишь? Не сошел и не шучу. Я утверждаю, что налет цивилизации, как это принято называть в твоих журналах, гораздо тоньше, чем кажется. Мы себе льстим, когда называемся цивилизованными людьми. Я не более цивилизован, чем первобытный человек, который защищает свою пещеру. Если в нее лезет другой первобытный человек, чтобы занять место по суше, размозжить голову моему ребенку, изнасиловать мою жену, а потом столкнуть ее с обрыва, я отдам ему дубиной по голове, чтобы он ничего этого не сделал. Объяснять ему, что он неправильно себя ведет, я не стану, мне будет некогда. Маруся смотрела на него, чуть не открыв рот. Он передразнил ее. То, что я умею читать, считать и гоняю туда-сюда формулы, ничего не означает. Вернее, это означает только, что я умею читать, считать и знаю физику. Во всем остальном я по-прежнему ужасающе первобытен. И точно это знаю. То есть, ты ничем не отличаешься от тех пяти кантропов, которые подрались на переезде? Помнишь, тетя рассказывала? Отличаюсь, конечно. Пяти кантропы дрались не за жизнь близких или свою собственную, а за кусок тухлого мяса. У меня хватит мозгов придумать, как добыть это мясо, ни у кого не отнимая. Ты рассуждаешь странно. Возможно. Но цивилизация терпит крах по всем статьям, разве ты не видишь? Каждый день телевизор смотришь и не видишь. Все поучения великих гуманистов, вроде Руссо или Гидро, пошли прахом. Их или извратили до состояния импотенции, или выбросили в сточные канавы. Ценность каждой человеческой жизни, помилуй Бог, где она? Кому сейчас это интересно? Интересно жечь, резать, взрывать, чтоб кровь рекой, чтоб трупов побольше, чтоб в интернет выложить, как головы режут. Вот это да. Вот это интересно и зажигательно. Гришка, что ты придумал? Ничего не придумал. Я вижу, как меняется мир просто на глазах, Маруська. Если бы моему деду сказали, что университету будут закрывать и на их месте открывать медресе, он бы страшно удивился и ни за что не поверил. Ты помнишь моего деда? Помню, конечно, запнувшись, сказала Маруся. Вот и получается, что 50 лет назад мир был гораздо более цивилизованным, чем сейчас. А что будет еще через 50 лет, даже представить страшно. Они помолчали. И мы сейчас идем не искать доказательства, что я не убивал Валерика. Продолжил Гриша тихо и четко. Мы собираемся установить истину и узнать, кто убил человека. Потому что мы одни из последних, кого это еще интересует. Кто конкретно убил конкретно этого человека? Не важно, плохо он был или хорош. Просто мы когда-то читали гуманистов, и нам втемяшилось в голову, что человеческая жизнь ценность сама по себе. Ни в планетарном масштабе, ни в политическом аспекте, ни в рамках соглашения ОПЕК о ценах на нефть. Мы из той уходящей цивилизации, и нам важна человеческая жизнь. Ну, ты наговорил, пробормотала Маруся. Я-то до гуманизма не додумалась, Гриш. Мне просто любопытно, как и тетя Лидия. Кстати, про тетю я вообще ничего не понял, сказал он. Зачем ей понадобилось, чтобы мы затеяли какое-то доморощенное расследование? Ей понадобилось? Ну, конечно. Ты вообще в Москву собралась уезжать, а она тебя остановила. Может, она знает, кто убил? Или догадывается? Или ей нужно что-то проверить, и она хочет, чтобы проверили мы. Гриш, зачем ты все это говоришь? То крах цивилизации, то тетя. Я и так вчера перепугалась и ногу сильно ушибла. Болит. Не болит. Нормально все. На пыльном пятачке перед магазином никого не было. Хлеб еще не привозили, а за водкой слишком рано. По дороге гоняли на велосипедах мальчишки, разгонялись, доезжали до песка, и там отчаянно вилялись, стараясь удержать руль. Некоторые проскакивали песчаные кучи сходу, другие с трудом, а третьи валились, поднимая тучи пыли. В поле за магазином Прокопенко супруг в синих тренировочных штанах и майке алкоголички топтался возле железного остого футбольных ворот. Гриша посмотрел на него и приостановился. Марусь, ты иди за сахаром, к Прокопенко. Ты не знаешь, как его зовут, а то неудобно. Виктор Павлович, по-моему, спроси у продавщицы, откуда взялся вчерашний Константин. Я сама знаю, что спрашивать, фыркнула Маруся. Ей не хотелось, чтобы Гриша разговаривал с Прокопенко, и она видела, что Грише тоже не хочется разговаривать. Нынче супруги Прокопенко жили в доме Гришиного детства. И все давно стало по-другому, изменилось навсегда, и ничего с этим нельзя поделать. Но Гриша много лет не мог себя заставить приехать в деревню. Трусил, не хотел бередить раны. Они давно должны были зажить, эти самые раны, но вот не заживали что-то. Маруся поднялась на магазинное крылечко, помедлила, оглянулась на Гришу, который шагал через поле, высокий, как журавль, вздохнула от жалости к нему и вошла. Странное дело, продавщицы Зины за прилавком не было. Все было как всегда, полки, уставленные винными бутылками, водочными бутылками, пивными банками, а также банками с сизым сливовым вареньем и желтой кабачковой икрой, горчицей и хреном в тюбиках. Почему-то здесь горчицу и хрен отпускали исключительно в тюбиках, как на космической станции. Дальше в навал шли чипсы, разнообразные печенья в мятых пачках, каменные пряники, баранки, карамельки в пакетах, за ними баллоны с растительным маслом, трехлитровые банки с березовым соком, а в углу большая бочка с малосольными огурцами. Зимой к ней прибавлялась еще бочка с квашеной капустой. И огурцы, и капуста у них в сельпо были очень вкусными. Их охотно брали, даже в Москву везли. Здравствуйте! Громко поздоровалась Маруся и прислушалась. Никто не отозвался. Вряд ли Зина куда-то ушла или уехала, позабыв запереть магазин на две деревянные перекладины. На одной из них всегда висел огромный, как из рыцарских времен заржавленный замок. Здравствуйте! повторила Маруся погромче. В окно, забранное решеткой, ей было видно, как по улице носятся мальчишки. Она еще немного постояла, потом подняла перекладину и подошла к двери во внутреннее помещение. «Зина!» позвала она и шагнула в темный коридор, уставленный ящиками из занозистых досок и мешками коричневой дерюги. Поперек одного из мешков шла черная надпись «Сахар-песок 50 кг». «Зина!» «Вы здесь?» И Маруся заглянула в первую же дверь. За дверью оказался крохотный кабинетик без окон, залитый синим электрическим светом. За столом в кабинетике сидел сосед Саня в наушниках и, притоптывая ногой, рассыпал по пакетам чай. Завидев Маруся, он вытаращил глаза, выдернул из уха наушник и спросил, чего надо. «Мне Зину надо», сказала Маруся. «Я за сахаром пришла». Сосед Саня немного подумал, как будто не сразу сообразил, кто такая Зина и при чем тут сахар. «Да!» вдруг воскликнул он, словно вспомнив. «Так пошли, я продам». Запирая дверь в кабинетик, он объяснил, что Зинка попросила его подменить. У ней ребенок в лагере тут недалеко и что-то за температуре вот она и сорвалась. А мне говорит, посиди, Саня, за меня, все равно на меня верняк жалобы накатают. Такой народ. Чуть что не по его сразу жалобу. А сейчас работу потерять кому охота. «Так что ты говоришь, сахар у тебя?» Маруся сказала, что три килограмма. «Развесной были в пачках?» Маруся согласилась на развесной. «Я раньше на заправке работал», говорил Саня, вешая сахар. «Там, конечно, водку и селедку не продают, а все больше жвачки и сухарики, а все одно торговля». Маруся попросила еще бутылку водки, которую Саня снял с полки со всякими шутками, что пить, мол, здоровью вредить и всякое такое, а Маруся объяснила, что водка нужна для наливки и решила взять еще полкило шоколадных конфет. «Саша, а вы не знаете того вчерашнего человека, который Валерика приструнил? Я его раньше никогда не видел. Вот дела с Валериком этим, да? Главное дело, орал, орал, всех, мол, убью, сожгу, в колодец головой сону, и тут ему конец пришел. так, так что это человек? А я свежий? потом по грейдеру. А он тебе зачем? — Да незачем, — сказала Маруся беспечно. — Просто мы тут столько лет, а я его в первый раз вижу. А он и есть недавний. Он раньше где-то под Владимиром, что ли, работал, или под Нижним. Главдело участковый наш, Семенович. Мне говорят, приедут спецы из Егорьевска, всех опрашивать станут. Так ты первым делом расскажи, что Валерик тебе шины пропорол. А я дурак совсем. Я им про шины, а не меня на нары, да? Может, его Костян и порешил, а меня на нары? — Да они разберутся, — сказала Маруся, который надоел Саня. — Знаю я, как они разбираются. Я что, не сидел по малолетке, что ли? Им главное палку-галку в ведомость. Закрыто, мол, дело. А кто там по правде виноват? Какая разница? Маруся отсчитала денежки, подождала, пока из кассового аппарата вылезет чек, и сняла с перелавка тяжелый пакет. Этот Лесничий и Валерик были хорошо знакомы? Да почем мне знать-то? Вроде и в офисе не были. Костян? Редко бывает, говорю же, и к нему туда не наездишься, в глухомань, тьму таракань. А жену Валерика вы знаете? И где она сейчас? К Сане-то? Конечно. Она приезжает редко. И сейчас в Москве должно быть. Где ей быть? Они сами с Москвы. Тут половина с Москвы. А другая половина с Егоревска. Зинка вон, с Воскресенска. Зимой там живет. А что она тебе далась? Жена-то? Наверное, нужно ей позвонить, на ходу придумала Маруся. Она, может быть, не знает, что несчастье произошло. — Да и без нас есть кому звонить, — махнула рукой Саня. И телефона у меня нету. У Наташки есть, которая из того дома, а не соседи. У ней точно есть. Маруся выбралась из Сильпо с непонятным чувством облегчения, как будто опасности избежала. Хотя Саня был приветлив и ничего такого не говорил и не делал. Гриша ждал ее на лавочке, и как только она вышла, сразу поднялся и взял у нее из рук пакет. Он всегда носил ее сумки и пакеты, и Маруся это раздражало. Впрочем, сейчас его помощь была очень кстати. — Ну что про Копенко? — Ничего не видели и не слышали. Мне кажется, я его оскорбил. — Как? — Ну, стал спрашивать про Валерика, а он мне сказал строго, что с такими отбросами общества ни он, ни его супруга не могут иметь ничего общего. — А ты? — А я сказал, что речь идет не о том, что у них было много общего, а об убийстве. — А он? — А он сказал, что слышать ничего не желает. От магазина они почему-то повернули в другую сторону, не к тетиному дому, а к краю деревни. — Зины нет, — начала доклад Маруся. Она уехала к сыну и попросила подежурить Саню. — У которого Лада Гранта ему Валерик шины пропорол, — перебил Гриша. Сань сказал, что вчерашний мужик в камуфляже из Новоегоревского лесничества. Сюда приезжает нечасто, и с Валериком, кажется, был незнаком, или почти незнаком. Кстати, про шины Саня рассказывать полиции не хочет. Говорит, что его сразу на нары определяют. Разбираться никто не станет. Валерик шины попортил, а Саня его за это убил и все дела. — Это как раз подход пятикантропов, — сказал Гриша и улыбнулся. — Не человеков. — Гриш, мне твоей сегодняшней философии тошно. — Самому тошно. — А что делать? — Жену зовут, видимо, Оксана. Или Ксения. Саня сказал, — Ксане. — Телефон ее есть у Натальи, а не соседи. — Я сказала, что, наверное, ей нужно позвонить. — Да ей, скорее всего, уже позвонили. — Я же должна была что-то сказать. Тут Маруся остановилась и уставилась на ворота. — Гриш, зачем мы сюда пришли? — Мы ведем расследование, — быстро сказал он. — Я Шерлок, а ты Джон. — Наоборот, — поправила Маруся. — Ты что, хочешь залезть в этот дом? — Если ты будешь вопить, весь план сорвется. — У тебя есть с собой стамеска, револьвер, газовый фонарь, и две маски из черного шелка. Он сбросил на землю рюкзак и осторожно потянул на себя калитку. Оглянулся и подмигнул Марусе. Ну, просто невозможно идти. — Гриша! — Гриш! — зашептала Маруся. — Здесь человека убили. В этом самом доме. Его наверняка охраняют. — Кто его охраняет? — в ответ зашептал Гриша. — Его может охранять только наш участковый Илья Семенович. А он у твоей тети угостил с наливкой. — И что? Гриша пошире приоткрыл калитку, оглядел двор и снизу вверх кивнул Марусе. Она подлезла ему под руку и тоже заглянула. Двор был пыльный и тесный. Трава вся желтая, с уцелевшими островками зеленой. Должно быть, на островки иногда попадала вода, когда поливали грядки. Чахлые яблони почти не давали тени, и плотно в ряд теснились сарайи, сколоченные из разномастных досок. Под стеной дома пристроена широкая доски в четыре лавка, некогда покрашенная в зеленый цвет. Краска давно облупилась и кое-где совсем облезла, кое-где скатывалась в длинные струбья. На лавке на боку, прикрыв лицо носовым платком, чтобы не лезли мухи, мирно спал участковый Илья Семенович. Фуражка лежала рядом. — Охрана на посту, — сказал Гриша тихо. — Дверь открыта, но в дверь мы не пойдем. — А как мы пойдем? — Разумеется, в окно, Джон. Окна по такой жаре наверняка открыты тоже. — Гениально, Шерлок! — прошипела Марина со всем возможным сарказмом. Гриша аккуратно прикрыл калитку, подумал немного, отбежал недалеко, сломал палочку сосинки и подсунул ее под вертушку. — Это чтоб не сразу открылось. — Пошли. — У Валерика со стороны поля сетка. Мы там перелезем. Осторожно, стараясь не шуметь, они обошли дом. Гриша сунул рюкзак в небольшую копну сена, завалил травой со всех сторон и с сомнением посмотрел на Марусю. — Что-то я ерунду какую-то придумал, — сказал он и прищурился под очками. — Давай ты подождешь меня здесь. А еще лучше домой к тете я не пойду и ждать тебя здесь не стану, — отрезала Маруся. — А если ты сейчас затеешь дискуссию, я пойду и разбужу Семеновича. — Ты способна на такие подлости? — ужаснулся Гриша. — Ты понятия не имеешь, на что я способна. — Гриша, друг детства. С которым они вместе прыгали на тигра Ваську и однажды разбили зеркало на дедушкиной Волге, взял ее за подбородок, повернул и поцеловал. Маруся пискнула. Гриша разжал пальцы. Маруся не отстранилась. — Вы славный товарищ, Джон, — сказал Гриша, оторвавшись от нее. — Я всегда знал, что на вас можно положиться. Он стесняется, — поняла Маруся, глядя ему в лицо. Ему неловко, и он несет бог знает что. — Как мы полезем? — спросила она, рассматривая его. Он наклонился и задрал сетку. Получился лаз. — Вы полезете так. Маруся легла на живот, в колкую и жесткую траву, и стала неуклюже протискиваться под сеткой. Гриша держал сетку и подпихивал Марусину попу. — Отстань от меня, — сказала она, оказавшись на той стороне. Щеки от ползания по земле, поцелуя и его руки на ее попе были красными, как свекла. — Влезь сам давай. Но он в дырку не полез. Он отпустил сетку, взялся рукой за железный столб и одним движением перемахнул на эту сторону. Маруся пощупала свои щеки. — Хорошо, что собаки нет, — сказал Гриша и пошел вдоль дома, рассматривая окна. — Ну, конечно, все открыто. — Может, ты все же здесь подождешь? Там мертвый человек, ничего хорошего. — Я с тобой. Он кивнул, как будто принимая ее решение. Толкнул оконную раму, и она неторопливо отворилась. Одну ногу сюда, другую на подоконник, поняла? Я к тете сто раз в окно лазала. И действительно перелезла довольно ловко. Следом за ней в комнате оказался Гриша. Они стояли у окна и оглядывались по сторонам. В доме было тихо, слышно только, как капает вода. Когда копали колодец и ставили насосы, Валерик громче всех кричал, что водопроводы, теплые сортиры нужны только идиотам, и он платить не станет, потому что знает, что деньги все равно украдут. Почему я об этом вспомнила? Всегда в минуты опасности или непонимания в голову лезут сплошные несуразности. Комната была большая и какая-то будто заброшенная. На диван накинута пленка, видимо, накрывали на зиму и забыли, на все лето. На подоконниках почему-то чашки. Скатерть накрывает только половину стола, а на другой, ненакрытой, навалены старые газеты, пыльные журналы с закрутившимися углами страниц. А сверху на журналах пристроена жестянка с гвоздями. Шторы с оторванными петлями свисали неровно, языками. На полу вдоль стены батареи бутылок. Покойник, накрытый простыней, лежал у стола, и тело под тонким слоем ткани показалось Марусе маленьким, скрюченным. А при жизни Валерик виделся ей здоровенным мужиком. — Только ничего не трогай! — прошипел рядом Гриша. — Сама знаю. Один стул был опрокинут. Видимо, на нем сидел Валерик, когда его ударили по голове. Маруся обошла стол с другой стороны, старательно отводя глаза от накрытого тела. Хорошо, что крови не видно. Второй стул стоял так, как будто сидящий отодвинул его, встал, но почему-то больше уже не садился. Может, потому что человек встал как раз за тем, чтобы убить Валерика? Он отодвинул стул, взял какой-то предмет. Кстати, что это за предмет и где он? Ударил и ушел. А мертвый Валерик остался? На столе накрыто было на двоих. Все правильно рассказал участковый Илья Семенович. И накрыто... Деликатно, это точно. На разномастных тарелках залоснившаяся колбаса, сыр с масляными заветренными краями, серый сельповский раскрошившийся хлеб, коробка конфет, двух не хватает, две граненые розовые рюмки, точь-в-точь, как у тети Лиды, и бутылка портвейна почти пустая. — Смотри, — прошептала Маруся, и Гриша оглянулся. Он что-то рассматривал на комоде. На одной из чашек были явные следы губной помады. — Его что, убила женщина? — Совершенно необязательно, — быстро ответил Гриша. Разумеется, портвейном и конфетами он угощался с какой-то женщиной, но это не означает, что она его убила. Вдруг послышался какой-то шум, нарастающий хрип. Маруся метнулась к окну, зацепила стул, тот загрохотал. — Тихо, тихо ты! Хрип перерос в шипение, и большие часы, висевшие в простенке, пробили двенадцать раз. Маруся вытерла пот со лба. Гриша стоял, не шелохнувшись, прислушивался. С улицы не доносилось никаких звуков, кроме обычных деревенских. Где-то пела радио, мальчишки играли в мяч, должно быть, возле сельпо. Прокопенко-супруг, по всей видимости, вновь натянул сетку. Кто-то поехал на велосипеде, прозвонил в звонок. Маруся стыдно было, что она так струсила. — Гриш, смотри, тут еще окурки! — он посмотрел. — Явно курили двое. — Если пили двое, возможно, что и курили двое, — согласился Гриша. — Ты лучше ко мне подойди, читай, только руками не трогай. На комоде валялись какие-то счета, надорванные конверты с автомобильными штрафами, листы бумаги все разного размера. — Вот смотри! — Маруся стала читать, сильно выгибая шею, потому что листок лежал криво. — В прокуратуру Российской Федерации было старательно выведено на линейке. Листок был в линейку. — Довожу до вашего сведения, что гражданин Васильев К.Д. был неоднократно замечен в противоправных и противозаконных действиях, наносящих реальный урон народному хозяйству с материальной стороны дела. Кроме того, гр. Васильев К.Д. также неоднократно замечался. Больше текста на листочке в линейку не было. А слова «реальный урон» были дважды подчеркнуты. Маруся прочитала еще раз. — Эх, найти бы его компьютер, этого Валерика, — сказал Гриша задумчиво, — и посмотреть быстренько, что там есть. И все стало бы на свои места. — Гриш, это же Кляуза, да? — Это черновик Кляуза. — И кто такой Гр. Васильев, непонятно. — Непонятно, — согласился Гриша. И непонятно, где именно он совершает противоправные и противозаконные действия. Валерик, видимо, собирался дальше это указать. — Но нам от этого не легче. — Гриш, а женщина? — Если тут была женщина, куда она потом делась? Или она убийца или сообщница? Так получается. Он покивал. — Надо посмотреть, что на кухне. И Гриша скрылся за бамбуковой шторой, на которой были нарисованы пальмы и яхты. В этот момент за окнами зафырчал мотор. Быстро приблизился, скрипнули тормоза и хлопнули двери. Гриша возник из-за шторы. Маруся замерла. Послышался еще какой-то шум. Хлопнула калитка. — Здравия желаю, товарищ капитан. Хриплым сосна голосом пролаял участковый. — Здорово, Семенович. Что-то у тебя на участке каждую неделю происшествие. Не так, видать, разъяснительную работу ведешь. Вот впаяю тебе взыскание, будешь знать. — Воля ваша, товарищ капитан. — О, будь моя бы, Воля, я б сейчас на северке пескарей ловил. — Ну, веди и показывай потерпевшего-то. — Быстро! — одними губами сказал Гриша. — В окно! Маруся ласточкой перемахнула подоконник. За ней бесшумно выпрыгнул Гриша, схватил ее за подол и сильно потянул. Она почти упала на сухую твердую землю под стену дома. В доме топали тяжелые башмаки, громко разговаривали люди. — И окна распахнутые! — сказали у Маруси и Гриши над головой. — Да, видать, сквозняком распахнуло, товарищ капитан. А может, и были открыты. — Жарынь, какая стоит, спасу нет. Да вы не беспокойтесь за окна, никто сюда не полезет, что вы. Деревенские все покойников до ужаса боятся. — Да где тут у тебя деревенские, когда все до единого дачники? — Тоже верно, товарищ капитан. — Ну, докладывай, что ли? В девять ноль ноль без малого я постучал в дверь. Мне никто не ответил. Я зашел. И вот тебе, пожалуйста. В доме продолжали ходить. Защелкал фотоаппарат. — А что тебе понесло сюда в девять ноль ноль без малого? — Жалоба поступила от гражданки Александровой Лидии Витальевны. Покойник, то есть Валерий Петрович Сыркин, по ее словам, обстрелял ее племянницу из дробовика. Подтвердилось. — Так точно. Стреляли в них. Лампочку разбитую и дробь я изъял при понятых. — Не было никаких понятых. Под стеной подумала Маруся. — Придумал ты понятых, Илья Семенович. — Но мы с тетей тебя не выдадим. — Дробовик? Вот он. Я без всякой экспертизы вам скажу, товарищ капитан, что из него стрельнули не позднее вчерашнего вечера. — Так, может, это твоя Лидия Витальевна или племянница ее и долбанули потерпевшего по черепушке-то со страху? Маруся стиснула грешу на руку. — Никак нет. Такое невозможно, — твердо ответил Илья Семенович. — Можете проверить, их там в доме трое человек, и они после стрельбы заперлись на все замки и всю ночь глаз не сомкнули. Сама Лидия Витальевна — человек исключительно положительный. Племянница в университете обучается, и вообще девушка-ромашка, никаких тебе вредных привычек, кавалеров подозрительных, никаких шумных компаний, мухи не обидят. Маруся слушала, и ей было стыдно, что Гриша тоже слышит. — А третий кто? — Ты сказал, их в доме трое вроде. Бывший сосед ихний. Академика Яхонтова, внучок. Яхонтовы участок уж лет двадцать, как продали, а внучок приехал бывших соседей навестить. Ну, то есть Лиду и племянницу ее. Мне так Лида объяснила. Они, видать, и в городе дружат, а может, и соседствуют. То есть обстрелянные не при делах, получается. По моему мнению, нет не при делах. А потерпевший был мужик вздорный, характером вредный. Крови многим поперепортил. Жена и та раз в год по обещанию наведывалась. — Гош, ты снимаешь? — Ясное дело, тачка-тан. Бодро ответил невидимый Гоша. — Орудие убийства где? — А вот тут загвоздка, тачка-тан. Нету его? — Как? — Убийца с собой забрал, что ли? — Выходит, забрал. — Марат Яковлевич, чем его шарахнули? Возникла некоторая пауза. А потом заговорил язвительный и отчетливый голос. Как всегда тяжелым, тупым предметом. Череп раскроен, по всей видимости, смерть наступила мгновенно. Как говорил моя бабушка Сара, когда приходили нежданные гости, эффект внезапности. Похоже, в момент смерти потерпевший что-то писал. Вот ручка. — Писатель, — фыркнул, — товарищ капитан. — Я думал, он портвейн пил, а он писал. Какая разносторонняя личность. Из двустволки пострелял, портвейницу попил, потом пописал. — А там чего, Илья Семенович? — Кухня и спальня. — Сейчас они выйдут из комнаты, — зашептал Гриша Маруся на ухо. — И мы уходим. Очень быстро и очень тихо. Я первый. Ты за мной, поняла? Маруся кивнула. — На счет три. — Раз. — Два. Маруся зажмурилась. — Три. Гриша, пригибаясь, побежал к сетке, перемахнул ее. Маруся тоже сорвалась с места и побежала, как могла. Ей казалось очень быстро. Он уже приподнял нижний край, и Маруся, обдирая колени, кое-как протиснулась. — Что ты еле шевелишься? — прошепил Гриша. Раскопал в траве свой рюкзак, и они бросились к деревьям. Бежали они довольно долго и остановились только, когда дом Валерика скрылся за поворотом дороги. — Я сейчас умру, — сказала Маруся, наклонилась и уперлась ладонями в колени. — От жажды и еще от страха. Гриша вытащил из рюкзака бутылку воды и подал ей. Вода была теплой, почти горячей, изумительной на вкус. Обливаясь и постановая от наслаждения, Маруся выпила половину, а половину отдала Грише, и он тоже стал жадно пить. — Давай на траве посидим, — допив, — предложил он. Они сели под дерево на колку и траву, и Маруся подолом юбки вытерла горящее лицо. — Вы молодец, Джон, — сказал Гриша и обнял ее одной рукой. — Ваше умение лазать под заборами достойно кисти самого лучшего каррикатуриста в мире. — Гриш, — Маруся укоризненно посмотрела на него, — ну что ты все дразнишься? — Ну я знаю, что я размазняй тетеха. Ну не умею я быстро бегать, скакать через козла и брать препятствия. И что теперь? — Какая ты не тетеха, — сказал он удивленно. — Я совсем не то имел в виду. — Да, не то. Мне школьная физкультура всю жизнь отравила. Вот всю жизнь. Может, я совсем другая была, если бы не физкультура. — Маня, при чем тут школьная физкультура, я не понял. — Да при том, что это одни страдания. Прыгать не могу, в волейбол не умею. Ну неловкая я. И нечего на меня смотреть. На козле-то я всю жизнь застревала. А другие девчонки, знаешь, как перепархивали. И мне физкультурник орал — Александрова! Что вы на него лезете, как куль с мякиной? И все смеялись. И ты вот тоже смеешься. Я не смеюсь. Он как будто всерьез растерялся. Ты ничего не поняла. Наоборот, я хотел сказать, что ты очень ловкая. И собранная, и хладнокровная. Ты же не начала орать и не побежала сдаваться, когда эти приехали. На газике. Ты в окно выскочила? Выпорхнула. Поправился он и улыбнулся. Марусь посмотрела. Не смеется ли все же? Но он и впрямь не смеялся. А потом побежала. Не, ты мчалась, как стрела. Маруся улыбнулась. А про карикатуриста я просто так сказал. Не, ну правда. Все это должно быть было очень смешно. Как мы с тобой подслушивали, а потом понеслись. Благодарю вас, Шерлок, сказала Маруся. Они помолчали. Очень хочется есть, сказал Гриша, сорвал травинку и стал ее жевать. Я тебе яйцо варила, спохватилась Маруся. Вкрутую, как ты любишь, и забыл про него. Хорошо бы тетя его выключила, а то оно, наверное, давно на потолке. Вот кулемы и есть кулемы. Марусь, ты мне надоела. Ты вроде идиотическими припадками никогда не страдала. Это не идиотические припадки, объяснила Маруся серьезно, а комплексы. Медицинский термин. Я считаю, что комплексы и есть идиотизм. Повезло тебе. Ты человек без комплексов. Я как никогда в этом не задумывался. Повезло тебе еще раз. Они помолчали. Солнце светило, где-то трактор гудел, стучал мяч. Мальчишки вопили восторженно. Есть! И радио пело длинную песню. Пойдем на речку, вдруг предложил Гриша. Последние дни такая теплынь, потом дожди зарядят. Как пить дать? Маруся, ни секунды не думая, потерлась щекой о его плечо. Плечо было твердым и от футболки приятно пахло. Надеколоном и немного потом. Гриша пристроил подбородок ей на макушку, и они некоторое время сидели молча и неподвижно. Разве можно двигаться и разговаривать? Когда твоя щека лежит у него на плече, а его подбородок упирается в твою макушку. Двигаться и разговаривать в таких случаях — преступление. Вам так не кажется? Они сидели довольно долго. Потом он отстранился. Маруся вздохнула. На речку, — быстро сказал он. Только по дороге зайдем еще в одно место, ладно? В какое место? К Наталье, у которой, по слухам, имеется телефон Валерикиной жены. Зачем? Мы попросим телефон и поговорим с женой. Может, это она приезжала вчера. Маруся была согласна на все. Идти куда угодно и делать что угодно. В конце концов, они ведь собрались на речку. В первый раз с тех пор, как они плавали вместе на тигре по имени Васька. Он очень быстро прохудился и потом все время сдувался. Они пошли по дороге обратно в сторону Валерикиного дома, возле которого так и стоял газик. Видимо, егоревские сыщики продолжали расследование. Наталья, похожая на маленькую кудлатую баллонку, вешала во дворе своего дома белье. — Здравствуйте, Наталья! — прокричал из-за низкого штакетника Гриша. — Бог в помощь! Маруся быстро на него взглянула, фыркнула и покрутил головой. Женщина оглянулась. — А мы к вам! — У меня давно все готово, — неожиданно ответила Наталья. — Сейчас только белье довешаю. Гриша с Марусей ничего не поняли. Маленькая женщина пристроила на веревку последнюю наволочку. — Парень, как тебя, Гриша, да? — Тащи вот ту, Рагулину! И она показала, какую именно Рагулину тащить. К яблоне на самом деле была прислонена суковатая палка. Гриша принес палку. — Ну, подцепляй, подцепляй! — Что подцеплять? — Ах ты, что за молодежь бестолковая! — Видишь, белье почти по земле получится. Веревку подцепляй, Рагулиной! — Да, я сама! Она ловко зацепила сукам бельевую веревку, утвердила палку на земле, и полотенца и наволочки вознеслись вверх, как на флагштоке. — Ну вот, внизу ты пылишь, а так хорошо. Ну, пошли. В доме Наталья скрылась за какой-то занавеской, чем-то там пошуровала и выволокла огромный медный таз. — Вот, — сказала она, любуясь Натаз, — для райских яблок самое лучшее дело. А Лида сначала сироп из Антоновки варит. Маруся призналась, что не знает. — Ну, говорю же, бестолковые. А в медном тазу сироп ни за что не потемнеет. Это главное, когда из райских яблок варишь. Лида меня еще утром попросила. Сказала, парня пришлет. — Наташа, — сказала Маруся, — а у вас нет телефона жены Валерика? Как ее зовут? Наташа вдруг как будто испугалась. Глаза у нее забегали, как у маленькой девочки, улеченной во вранье. — Какой телефон? Зачем телефон? — пробормотала она, схватила какое-то полотенчико и стала смахивать пыль с комода. — Жены Валерика, — пояснила Маруся. Она редко приезжает, а вы же тут по соседству с ними. Наверняка у вас телефон есть. Наташа ничего не ответила, продолжала вытирать пыль. Гриша снизу вверх кивнул Марусе, что означало, он что-то замышляет. — Я у вас воды выпью, — сказал он. — Жарко невозможно. И вышел на кухню. — Мы думали, ей нужно позвонить. — Жене, — оправдываясь, заговорила Маруся. Вдруг она еще и не знает, что случилось. — Нечего ей звонить, — вдруг резко сказала Наташа. Перед носом у Маруси встряхнула полотенце и забросила его себе на плечо. — Только человека было мутить. Да и наверняка сто раз позвонили без нас. — Вы не подумайте, что я не в свое дело лезу, — пробормотала Маруся. — Я просто так. Мы с тетей Лидой подумали. — Всю жизнь! Оксана с этим придурком промаялась, — махнула руку и Наташа. — Всю жизнь! Вот не поймешь, то ли лучше замужем, то ли вовсе бобылкой, если такой муж попадется. Он же хулиган. Самое натуральное. Таких на НТВ показывают. Столько лет он голову ей морочил, столько раз обещания обещал. — Не справлюсь, мол. Стану другим человеком. Как же? Стал. И помереть-то по-человечески не сумел. А ее теперь затаскают. Ох, затаскают. — Да кто ее затаскает, если она ни при чем? И вообще все время в Москве была, — удивилась Маруся. — А это не наше дело. Где она была? Вдруг взбеленилась Наташа. — Ты ее в деревне видела? — Нет? — И я не видела. И не было ее тут. С июля месяца не было. И нечего наговаривать. — Никто не наговаривает, — успокаивающе сказал появившийся из кухни Гриша. — Мы просто хотели телефон узнать. А если вы не хотите давать, так и не надо. Сами позвоните, да и все дела. — Не стану я никуда звонить. Гриша пожал плечами и взялся за таз. — Ну, мы пойдем. Они выбрались на улицу, где под жарким солнцем реяло в вышине чистое белье, и на дорожке от него шевелились и ползали тени. — Литки, скажите, чтоб на сильный огонь таз не ставила? — в окно крикнула Наташа. — Медь сильного жара не любит. Потемнеет вся. — Скажем, — крикнул в ответ Гриша. И они опять в который раз за сегодняшний день пошли по улице в сторону своего дома. — Ничего не поняла, — призналась Маруся. — Что это она так? — Расстроилась. — Она не расстроилась, а испугалась. — Это разные вещи, дорогой Джон. — Хорошо, испугалась. — Чего? — Вопрос. — И вы знаете на него ответ, Шерлок? — Да. — Как? — поразилась Маруся. — Ты спросила телефон жены и еще, кажется, как ее зовут. Гриша теперь нес таз прямо перед собой, как щит. — Щит горел на солнце, так что приходилось прищуривать глаза. И Наташа моментально перепугалась, так что мы это заметили. — Мы же заметили. Маруся кивнула. И мне вдруг пришло в голову, что они не просто соседки, а, допустим, подруги. Возможно? Вполне. И Наташа знает что-то такое, что, может быть, для подруги опасно. Например, вчера вечером Валерик угощал портвейном именно свою супругу, которая после долгого перерыва наконец-то приехала в деревню. Я решил это проверить и проверил. — Как? — опять поразилась Маруся. — У Наташи на кухне в раковине грязная посуда. На чашках следы губной помады. В точности такой же, как у Валерика дома. Я не эксперт, но и так видно. Пепельницы окурки. — Точно такие же, — перебила Маруся, — как в пепельнице у Валерика. Гриша кивнул и опять перехватил таз. Тащить его было неудобно. — Чего себе, — сказала Маруся задумчиво. — То есть жена вчера была с ним? — Примем это за рабочую гипотезу, — предложил Гриша. — Тогда, получается, это она его убила? — Возможно. Но равновероятно, что не она. Жена могла попить с Валериком чаю и уехать обратно в Москву, например. Или зайти к подруге Наташи и с ней тоже попить чаю, и уже после этого уехать в Москву. Или он стал ее оскорблять, как он тут всех оскорблял, и она ударила его по голове. — Тяжелым тупым предметом, — подхватил Гриша, — которого так и не нашли возле тропа. Или она забрала тяжелый тупой предмет в Москву. — Или выкинула в овраг, — рассердилась Маруся. — Тут у нас кругом сплошной лес, овраги, а дальше болото. Самые лучшие в мире места, чтобы спрятать тяжелый тупой предмет, и никто его не найдет. Возле забора тетиного дома стояла какая-то незнакомая машина. Должно быть, к соседям кто-то приехал и перепутал заборы. Гриша обошел машину, толкнул калитку на участок, пропустил вперед Марусю. Это было очень неудобно, потому что ему мешал таз. Но Гриша был вежливым человеком и заключил. Самое непонятное и очень странное, что чашек с губной помадой в раковине было две. Две. То есть были две какие-то женщины с одинаковой губной помадой. И одна из них пила чай с убитым. — Подожди, Гриша, — сказала Маруся быстро. — Это нужно обдумать. Это все правда очень странно, очень. И такой Грр-Васильев, которого убитый Валерик неоднократно замечал в противоправных и противозаконных действиях, наносящих реальный урон народному хозяйству с материальной стороны дела. — Ты запомнил, — поразилась Маруся. — Такую лабуду! — Гриша вздохнул. — Понимаешь, если Валерик реально портил жизнь Грр-Васильеву, а этот Грр, допустим, человек решительный, он вполне мог его убить. И нам обязательно нужно выяснить, кто это такой. — Как мы это выясним? — Для начала спросим у твоей тети. Нет ли в деревне людей по фамилии Васильев с инициалами К.Д.? — Только сначала на речку, Джон. Последние жаркие дни. Как мы можем их потерять, Джон? — Никак, — Шерлок засмеялась Маруся. — Ура! Они идут на речку вдвоем. В первый раз с тех самых пор, когда... Они обогнули дом, вышли на лужайку, и оба стали как вкопанные. На лужайке было полно народу, и все незнакомые, как в первую секунду показалось Марусе. — А у нас гости! — непривычным фальшивым голосом объявила вынырнувшая из кустов тетя Лида. — К тебе приехали, Марусенька! На самом деле гостей было всего двое, а вовсе не толпа. Но ни одного, ни другого Маруся не узнавала. — Здрасте! — поздоровался вмиг помрачневший Гриша. — Лидия Евгеньевна, Наташа прислала вам таз для сиропа из Антоновки. — Вот спасибо, я про него позабыла совсем. — Ты чего оставилась, как неродная, Марин? — спросил шезлонго статный красавец, засмеялся и сдернул темные очки. — Мы-то надеялись, ты будешь визжать от счастья! — Мы ни на что такое не надеялись, — объявила девица, объедавшая с куста черную смородину. — Привет, Маруська! И тут Маруся узнала в ней профессорскую внучку Агриппину, с которой виделась один раз в жизни. Они с Гришей приезжали к профессору Астрову после того, как Маруся нашла труп в планетарии, и внучка угощала их шикарным обедом. — Агриппина? — как бы не веря своим глазам пролепетала Маруся. — Откуда ты взялась? — Из Москвы, — сказала внучка деловито, подошла и чмокнула Маруся в щеку. От нее изумительно пахло. Духами и чуть-чуть смородиной. — Меня дед послал тебя проведать. Правда-правда? — Такая, — говорит, — хорошая девушка. Надо ее и молодого человека в гости пригласить. — Привет, отличник! — поздоровалась она с Гришей. — Привет. — А я про тебя ничего не знаю, — энергично продолжала Агриппина. — Ни телефона, ничего. Только что ты в Иньязе преподаешь. — А от деда не отвяжешься. Ну, ты знаешь моего деда. — Знаю, — прошелестела Маруся. — Ну, я поехал и в Иньяз. Там, на твоей кафедре, мне сказали, что ты в отпуске под Егоревском. — А я вызвался проводить, — вставил Антон Галантно. Не отпускать же девушку в одиночественную какую-то дачу под Егоревском. Тут он сделал большие глаза, как бы в насмешку над самим собой. — А твоя подруга дала нам адрес. Как ее? Глаша... Маша... Даша, — поправила Маруся. Ситуация была до того неловкой, что у нее защипало в глазах. Вот она, Маруся, в кедах, пыльной юбке и кофте, вымазанной спереди желтой глиной. Вымазалась, когда под забором лезла. Вот Гриша в рваных мятых джинсах и несвежей футболке с каким-то дурацким идиотским тазом наперевес. Вот тетя Лида с каким-то дурацким идиотским блюдом. Вот вкопанные под яблонями столы лавки, покрытые домотканными дорожками. Вот гамак между деревьями, совсем старый и серый от дождей. Вот змеица по земле грязный черный шланг. Должно быть, тетя смородину поливает. И через него нужно перешагивать. А вон у сараи главный позор и ужас. Мотоцикл с коляской, кастрюльного цвета. — Ты что? — спросил Антон. — Не рада нас видеть. А вот твоя гостеприимная бабуля нас обещала пирогами угостить. — Это моя тетя, — сказала Маруся. Пока Антон не назвал Лиду бабулей, она знала, что тетка в свои 48 лет выглядит просто превосходно. Загорелая, подтянутая, зубы белые, волосы пушистые, а сейчас ей показалось, что Лида и вправду бабка. Ногами шаркает, сутулится, какие-то на ней вечно нелепые штаны и бейсболки. — Пироги еще поставить нужно, — отозвалась бывшая только что молодой, а теперь ставшая старухой Лида. — Гриш, может, пока самовар и на речку сходите? Такие погоды стоят. А Грепина переводила взгляд с одного на другого, прищурилась и сказала, что они вполне могут уехать, если не ко времени. — Дед просил передать приглашение, — сказала она, — на первое сентября к нам в Малаховку. Все свои будут. Маргошка, Мишанев, Искресенский. Бабушка из Карловых Вар наконец-то вернулась. У нас первое сентября всегда большой сбор. Но дед только самых-самых приглашает. Самых близких и любимых. — Я тоже приеду, — сказал Антон весело. — А вас мой дед тоже приглашал? — удивилась Грепина. — Маруся, приглашай гостей к столу, — хлопотала бабушка Лида. — Неси варенье, ягоды. Я сейчас быстренько блинчиков напеку. — Я помогу, — вступила Грепина, засучивая рукава. И Лида посмотрела на нее. На самом деле дед меня страшно ругает, что я на журналистику пошла. Он считает, что журналистика — это вообще не профессия. А повар из меня вышел бы хороший. Лида засмеялась и превратилась из старухи в молодую. — Ну, посмотрим, — сказала она весело. — А ты как печешь? На воде, на молоке? — Если на скорую руку, на молоке, конечно. А дрожжевые на воде заводим. У вас такие цветы шикарные. А у нас с бабушкой ничего не растет. Деда говорит, что мы необразованные, нужно книги читать по почвоведению. А там ясно сказано, что под соснами растет, а что не растет. Продолжая говорить, Грепина следом за тетей Лидой скрылась в доме. А Гриша поволок самовар под уличный кран. — Ты что, не рад меня видеть? — спросил Антон. Подошел и взял Марусю за руку. — Я думал, ты счастлива будешь. — Я счастлива, — уныло сказала Маруся. Антон был настолько блестящий молодой человек, да еще юрист, да еще выглядел точь в точь, как те самые из журналов, что рядом с ним она чувствовала себя убогой замарашкой. Ей было стыдно за дом, за участок, за Гришу и тетю. В Москве на работе все было чуть-чуть по-другому. Там она старалась принарядиться, как-то улучшиться, немного распрямить плечи. А здесь все было какое-то примитивное и первобытное. И сама Маруся с ее забранными в хвост волосами казала себя такой же примитивной и первобытной. — А где ты взяла такую подругу? И Антон кивнул в сторону садового крылечка. — Я и не знал, что ты водишь дружбу с такими людьми. Я видел ее один раз в жизни. Антон выркнул. — Не выдумывай, зачем? Она к тебе поперлась за сто километров, в гости зовет. — А ты чего, интересничаешь? Гриша притащил самовар. И Маруся осторожно вытянула свои пальцы из Антоновой ладони. — Мы что, отсюда будем пить? — весело удивился Антон. — Это ж полная антисанитария. На кухне есть вода в бутылках, — проинформировал Гриша. — Не, а что, в деревнях до сих пор пьют из таких штук? А с желудком потом что делать? — Понятия не имею, — признался Гриша. Стал на колени и принялся дуть в самоварное днище. Оттуда во все стороны полетела зола. Антон отскочил. На нем были белые льняные брюки. — Ты думаешь, разгорится? — по-прежнему уныло спросила Маруся у Гриши. — Там еще угли тлеют, я посмотрел. Мы ставили-то недавно. Из самоварного горла пошел тоненький дымок. И Гриша стал колоть и по одной опускать в него щепки. — Там же вода! — издалека предупредил Антон. — В воде деревяшки не горят. Гриша и Маруся на него оглянулись. — Марусь, давай корзину с шишками. Видишь, пошел. Маруся принесла корзину, которая всегда стояла на поленице под крышей. Антон вернулся в шезлонг и наблюдал за их манипуляциями с интересом. — У вас на кафедре день рождения праздновали, — сказал он. — Меня звали, но я не пошел. А твоя подруга, Наташа, по-моему, на тебя сердится. — Даша она. — Когда я стал спрашивать, где этот твой Егорьевск, она слова через губу цедила. Еле добился от нее, как деревня называется. А дальше уже просто был. Дальше по навигатору. — Да Егорьевск отсюда еще километров тридцать в сторону. Какая разница? — А ты вот тут каждое лето отдыхаешь, да? А на море чего? Я так люблю море. Я без моря прям болею. Тут же со скуки сдохнешь. Маруся бросала в самовар шишки. Гриша установил трубу и из нее сразу повалил густой белый дым. — Ух ты! — восхитился Антон. — Разгорелась. — Там, наверное, не просто вода, а с чем-нибудь, да? — С керосином, — пояснил Гриша. — Ну, тогда, конечно, разгорится. Слушайте, что они там так долго, бабуля с Игрипиной? Может, нужно помочь? Антон поднялся из шезлонга, посмотрел на самовар и опять восхитился. — Нам просто первобытно общинный строй, а! Сейчас селфи сделаю. Сеть взорвется. Он вытащил мобильный телефон, посмотрелся в него, как в зеркало, и стал пристраиваться поближе к самовару. — Так, так, — приговаривал он. — Только что дым видно и паровоз этот. Маруся не хотела смеяться. Вот совсем не хотела. Она почти впала в отчаяние. Только что все было прекрасно. И они с Гришей, Шерлок и Джон собирались на речку. И вдруг свалились на нее такие неожиданные испытания. Нет, она не хотела смеяться. Но, глядя, как Антон, извиваясь всем телом, пытается поймать в объектив телефона себя, вместе с ничего не подозревающим самоваром, символом первобытности, осторожно хихикнула. Гриша посмотрел на нее и тоже хихикнул. Антон ничего не замечал. Он фотографировал себя. — Вот, отлично! И чтоб дрова тоже попали! Какая прелесть! — Дым-дым, ты куда? Куда тебя понесло? Дым, ты нужен для красоты! Он еще танцевал, задел локтем самоварную трубу, которая с жестяным грохотом обрушилась ему под ноги, изрыгнув на белые льняные брюки облако черной сажи. — Черт! — завопил Антон и отпрыгнул. — Черт! Что такое? — Труба упала, — проинформировал Гриша, нацепил рукавицы и водрузил трубу на место. Антон отряхивал брюки. Тонкая черная пыль расползалась по белоснежной ткани все больше и больше. — Не трогай! — закричала Маруся. — Что ты делаешь? Они сейчас все в саже будут! — Блин! Да что это за... Что за хрень? — Нет, как я в Москву поеду? — Вы на машине поедете, — сказал Гриша. — У вас машина исправна? — Да иди ты в пень! Что теперь делать? С крылечка сбежала Агриппина. В руках у нее была большая тарелка с горкой блинов. — Мы на двух сковородах нажарили! — похвасталась она. — Как нам самовар? — Антон, вы что, чистили каменные трубы? — Маруся! — из дома закричала Лида. — Прими у меня сметану и варенье земляничное! Маруся забежала в дом и тут только захохотала. — Ты что? — озабоченно спросила тетя, подавая ей холодную тяжелую крынку. — Это кто такие? Первый раз вижу. — Агриппина, внучка профессора Астрова, — быстро сказала Маруся. Мы с ней недавно познакомились. Антон из нашего университета, только юрист. — Он твой кавалер? — осведомилась тетя. — Или он кавалер этой профессорской внучки? — Тетя, что ты? — Разве он может быть моим кавалером? — Не размахивай сметаной, выронешь. — А почему он не может быть твоим кавалером? Маруся закатила глаза. — Да мы об этом с тобой уже говорили. Это совершенно другие люди, с другой планеты. Ты посмотри на него. — Смотрю. Хлыч какой-то. И, по-моему, не очень умный. — Сама ты, тетя... — Ничего не понимаешь. — Где мне? — Он на все выставки ходит. В гараж, на Красный Октябрь. По кондитерской части, на фабрику. — Тетя, там сто лет нет никакой фабрики. Там крутые выставочные залы, галереи. Там концептуальные группы выступают. Вообще, такие модные хипстерские места. — И ты с ним в эти места ходишь? — Ну что ты, тетя? — Даже развеселилась Маруся. — У них свои девушки. У таких молодых людей. Вроде Агриппины. — Не знаю, куда твоя Агриппина ходит, а блины она ловко жарит. — Видно, дедушка с бабушкой у нее порядочные. — Тетя? — Какое отношение порядочность имеет к блинам? — Самое прямое, — отрезала тетя. — Значит, не ту неядку вырастили, которая только делает вид, что в современном искусстве разбирается, а человек приспособленного. — Почему делает вид? — спросила Маруся озадаченно. — Может, на самом деле разбирается? — Чтоб в искусстве как следует разбираться, — сказала тетя, и прихлопнула дверь холодильника. — Нужно, дорогая моя, хорошее образование иметь. Нужно сначала византийское искусство изучить, потом греков, потом средневековье от начала до конца. И не только Брейгеля с Босхом их все знают, но и посложнее кого-нибудь. Ну, Рафаэля, Караваджи мы пропускаем, это даже не первый класс, это подготовительная группа. А уж потом. Библейские сюжеты, романтизм, реалисты всех возможных школ, авангард, абстракционизм. И еще когда мы до современного искусства доберемся? Самовар выкипит весь, пойдем. Маруся проводила тетю глазами, а потом поскакала за ней. — Тетя, ты что, разбираешься в искусстве? — Я? — удивилась Лида, напяливая уличные шлепанцы. — Нет, конечно, — и закричала. — Гриша, самовар вскипел? — Агриппина, заваривай чай. Они пили чай с блинами, и профессорская внучка все подпускала Антону шпильки по поводу его штанов, а тетя предлагала принести с чердака дедушкины брюки. — В деревне разве можно в эдаких шальварах и штиблетах? У нас тут кругом трава, земля. Запачкаться, расплюнуть, попроще надо что-нибудь. Антон сначала дулся, а потом углубился в свой телефон, повеселел и стал показывать селфи с самоваром. Селфи вышли замечательные, особенно дым. Он очень натурально валил из трубы. Антон еще раз сказал, что это взорвет сеть. Чаю он не пил. Пил воду из бутылки. А когда заглянул Агриппине в кружку и спросил, почему в чаю не плавают щепки и угли, тетя объявила, что пора на речку. — Вы идите, а вечером мы шашлык пожарим. Гриш вчера такую шейку привез, хоть сырой ешь. — Сырую свинину есть нельзя, — перепугался Антон. Он на самом деле не знал, чего от них можно ждать. Дикие люди в диких местах. Понесло красотку Агриппину к диким. Только говядину и только особых сортов. — А-а-а, — сказал Гриша, — тогда мы сырую не будем. Красотка Агриппина почему-то засмеялась и сказала, что пока Маруся будет мыть посуду, она шашлык замаринует. — Только я по-старинному мариную без глупостей, — предупредила она. — Никаких кефиров и майонезов. Соль, перец, травки всякие. Меня так академики грузины научили. У деда много друзей грузин. И все почему-то академики. — Ты, Грунечка, как хочешь, так и маринуй, — сказала Лида. И Маруся поняла, что профессорская внучка покорила тетя на сердце навсегда. На кухне, когда девушки остались вдвоем, Агриппина озабоченно спросила, не слишком ли она не кстати. — Да, конечно, кстати, — воскликнула Маруся почти искренне. — А ничего, что я этого придурка с собой привезла? Я как раз без машины. Она в сервисе чего-то застряла. Там запчастей каких-то ждут, а деда считает, что моя безопасность самая главная. А придурка говорит, я вас подвезу, а я ленивый, ты же знаешь. И в городе сидеть неохота было, а в Малаховке нет никого. Дед с бабушкой в Стокгольме. У деда там конференция. Он бабушку взял, а меня не взял. — Почему не взял? Агриппина резала розовое мясо аппетитными толстыми кусками и махнула рукой с зажатым в ней ножом. А я в Италии уже была этим летом, а дед считает, что туда-сюда бестолку раскатывать не годится. Отдохнула за границей и на дачу. Там всегда дел полно. Ну, ты же знаешь моего деда. Он у нас строгий, но справедливый. Вы первого-то приедете? Маруся расплылась в улыбке. Это было так заманчиво и шикарно отмечать начало учебного года на профессорской даче в Малаховке среди интересных и важных людей. — Я не знаю, — сказала она. — Я бы с удовольствием. — Спасибо. Надо у Гриши спросить. Вдруг он не может? — Да, конечно, он сможет, — уверенно сказала Агриппина. — Как ты скажешь, так и будет. По нему все же видно. Он с тебя глаз не сводит. — Гриша? — Или переименовали в Васю? — Агриппина. Он просто мой друг детства. Называй меня Груний. А просто друг детства не может в тебя влюбиться или не сводить с тебя глаз? Это разве запрещено законом? — Ты все выдумываешь, — сказала Маруся, перемывая под краном чашки. — И дед тогда тоже все выдумывает, — согласилась Агриппина. Он мне тогда сказал, — какая прекрасная пара. Вот у тебя вечно в кавалерах какие-то обмылки. А тут сразу видно, что у ребят все хорошо, и сами ребят хорошие, достойные. А если он тебе не нужен, так скажи, я его себе заберу. Он мне подходит. Маруся вытаращила глаза. — Дай мне соль. У вас есть крупная? — У нас сколько угодно крупной соли. Мы только что закрывали огурцы. Я купальник с собой взял, а он в машине. Надо достать. В северке вода очень холодная. Зато она чистая, наша речка. И даже бобровая плотина есть. Покажешь? — Покажу, — обрадовалась Маруся. — Только нужно обуваться. До нее в босоножках не найдешь. — Дашь мне кеды или сапоги резиновые? Когда девушки вышли на улицу, Маруся обнаружила, что случилось самое страшное. Гриша раскочегаривал мотоцикл. Антон издалека фотографировал его на телефон, но не приближался. Гриша ногой дергал стартер. Мотоцикл взвывал и глох. — Гриша! — закричала Маруся с крыльца и топнула ногой, но за грохотом ее не было слышно. — Гриша, остановись! В это самое время мотоцикл, наконец, взял. Изрыгнул дым, затарахтел и затрясся. — Мы что? — перекрикивая шум в ухо Маруси, закричала Агриппина, как будто в ужасе. — На нем поедем? — Нет! — проорала в ответ Маруся. — Ни за что на свете! — Как? Почему? — Гриш выключит его, ради бога! — Зачем? Поехали! На речку только на нем и проедешь. Или пешком? — Я не хочу пешком! — завопила Агриппина. — Я хочу на мотоцикле с коляской! Это мечта моей жизни! У деда с бабушкой такой был. Можно я в коляске поеду? Мотоцикл тарахтел. Тетя Лида смеялась. Гриша уселся за руль, а профессорская внучка взгромоздилась в коляску. Маруся и Антон оказались как бы по другую сторону невидимого барьера. Гриша выкрутил газ, описал круг по двору. Счастливая Агриппина тряслась и подпрыгивала в коляске. И тетя откатила воротину, чтобы мотоцикл выехал. — Маруська, садись! — Давай, давай! Маруся в нерешительности приблизилась. — Я на этой таратайке никуда не поеду! — прокричал Антон, делая шаг назад, как бы из опасения, что его засунут на мотоцикл насильно. — Это даже не смешно! Это даже показать никому нельзя! Маруся кинулась вперед, перекинула ногу, устроилась на сидении и обняла Гришу за бока. — Вы езжайте, а я молодому человеку покажу дорожку! И тетя Лида махнула рукой. — Эх! — крикнул Гриша залихватски. Мотоцикл надал и покатил. Маруся показалось, что покатил он очень быстро. Даже страшно стало. И теплый августовский ветер засвистел в ушах. За ними по дороге клубилась пыль. Агриппина придерживала на голове дедушкину каску, которую напялила тут же, как только оказалась в коляске, и громко пела широка страна моя родная. Они выехали на опушку, и Гриша повернул в лес. Дорога сразу стала мягкой, пыль пропала, колеса катились по примятой траве. Стало попрохладней и запахло цветами, листьями, грибами. — Какая красота! — придерживая каску, громко восхищалась Игриппина. — Марусь, я у тебя жить останусь. Тут наверняка грибов полно. У нас в Малаховке никакого леса нет. Весь давно свели и домами застроили. Как я люблю лес! Они выкатились на пригорок, макушка которого была залита солнцем, а внизу в лопухах лежала плотная тень. Здесь было много цветов, и просторно стояли березы. — Как я люблю лес! — подумала Маруся. Примятые колеи сбежали с пригоркой, и некоторое время они ехали в тени под соснами. Здесь было как будто внутри огромного органа. Сосны казались янтарными, почти прозрачными посередине и темными там, откуда они поднимались, а поднимались из плотного зеленого мха, казавшегося бесконечным. Кое-где на зеленом виднелись яркие акварельные кляксы, разноцветные шляпки сыроежек. Даже Агриппина притихла и ничего не говорила. Теперь катились как будто по толстой подушке из иголок, и в воздухе сильно пахло хвоей. Потом начались кусты бузины и заросли брусничника, и они выкатились на берег неширокой и быстрой речки. Этот берег был пологий, вдоль него стояли серебристые ивы, а тот — высокий, изрытый ласточкиными гнездами. Впереди показался маленький пляжик с белым песком, и Гриша заглушил мотор. — От счастья-то, — говорила Агриппина, выбираясь из коляски. Гриша взял ее за руку, помогая вылезти. И Маруся вдруг подумала, «А что, если Агриппина заберет его себе? Она ведь так и сказала. Если он тебе не нужен. Как это может быть? Как может быть так, что ей Марусе не нужен Гриша? А что она тогда станет делать? Как жить? Она же останется совсем одна. Нет, папа и тетя останутся тоже, но это совсем другое. Ей никогда и в голову не приходило, что может когда-нибудь случиться так, что Гриша пойдет своей дорогой, а она своей». А поезд пойдет своей, как всегда подумалось, несуразная. Гриша был частью ее жизни, привычной, иногда удобной, иногда раздражающей, но всегда постоянной. Он никогда и никуда не мог от нее деться. Он был рядом всегда. Вполне можно подыскивать себе кавалеров, сетовать на то, что их нет, встроить глазки Антону, все это время зная, что Гриша есть, и он рядом. Шерлок и Джон всегда вместе. Ну, не всегда и не до конца вместе, но... Но... Какой-то человек проехал по пригорку на мотороллере. Маруся оглянулась и сбилась с мыслей. Этот человек с мотороллером почему-то показался ей зловещим. Она проводила его глазами. Ясно одно. О Гриппине она Гришу не отдаст. Она сама еще как следует не знает, что с ним делать, но не отдаст. Или знает и просто притворяется. Перед самой собой притворяется. Я каждое утро купаюсь, говорил Гриша, прыгая на одной ноге и стаскивая джинсы. Вода холодная, но если быстро плавать, ничего. Быстро плавать, это как? Как Майкл Фелпс? А Гриппина расстелила захваченный из машины коврик и еще клетчатый толстый плед. Все это было новое, добротное, английское. Расстегнула платье, как будто вышло из него. Маруся вздохнула и отвела глаза. А Гриппина была вся загорелая, стройная, золотистая, ровная и длинная. Какой-то ужас. И вселенская несправедливость. А вдруг Гриша сам захочет, чтобы А Гриппина забрала его себе? Если Марусе нравятся молодые люди из журналов, почему Грише не могут нравиться такие девушки? Их красота безусловна и безупречна. В них нет изъянов. Они состоят только из совершенств, как будто собраны из материалов самого высшего качества. Ей, А Гриппине, даже украшать себя не нужно. Ей не нужны косметики, драгоценности и наряды. Она и без них так прекрасна, что глаз невозможно оторвать. — Что ты на меня смотришь? — осведомилась профессорская внучка и нахмурилась. — Со мной что-то не то? Маруся пожала плечами. Она уже была совершенно уверена, что Гриша уедет вечером в Москву с Агриппиной. Тем более она в таком восторге от его дурацкого мотоциклета. — Вот тебе и Шерлок с Джоном. Выходит, это их последнее дело. — Ты обещала мне бобровую плотину показать. — Это дальше поручу я. — Сходим. Маруся опять пожала плечами. Никуда ей не хотелось идти с Агриппиной. — С Агриппиной теперь везде будет ходить Гриша. — Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Снимать юбку и кофту при таком совершенстве профессорской внучки демонстрировать старенький купальник было невозможно. И Маруся села в песок, прям так в чем была. Песок был теплым, приятным. Гриша подошел и сел рядом. — Вон там мы прыгали, помнишь? Он показал рукой, и Маруся чуть не заплакала. Она изо всех сил прощалась с ним. Отпускала его, а он ничего об этом не знал. — А еще ты на тот берег за бабочкой поплыла. Плавать не умела, зато еще хотела бабочку поймать. И поплыла. Родители, как увидели, перепугались. Твой отец сразу в воду кинулся тебя спасать. А ты доплыла, и на тот берег вылезла. Маруся покивала. Только бабочки все улетели. И ты потом весь день ревела. Маруся опять чуть не заревела. — Марусь, ты чего сидишь? — спросила Агриппина разнеженным голосом. — Давай позагораем немножко. А потом быстро поплывем, как Майкл и Фелпсы. — Я сейчас, — сказала Маруся и поднялась. — Я погуляю немножко. Вы загорайте. — Ты куда? — удивился Гриша. — Да ничего она не могла придумать. — Пойду сыроежек соберу. Сыроежки с картошкой так вкусно. — Марусь, мы на обратной дороге лучше. Они, небось, все червивые. Август месяц. — Ничего, я хороших соберу. Ничего перед собой не видя, думая только о том, что нет больше никаких Джона с Шерлоком и Гриши с Марусей, она зашла в лес и стала подниматься на пригорок. В речке шумела вода и слышно было, как Гриша и Агриппина разговаривают. Только слов не разобрать. Из-за поворота вынырнул человек на мотороллере, оглянулся по сторонам и покатил прямо к Маруси. Она все смотрела под ноги на желтые иголки. Он подкатил и спрыгнул с мотороллера, выдернул непонятно откуда железяку и коротким сильным движением стукнул Марусю по затылку. Она ахнула и неслышно повалилась на иголки. Он еще оглянулся, никого не было видно, прислонил к дереву свой транспорт, поднял под мышки бездыханную Марусю и сноровисто перевалил ее через широкий багажник. Подумал, не привязать ли, и решил, что если понадобится, привяжет потом, подальше. Марусины ноги и руки волочились по земле, но человек не обращал внимания. Налегая на руль, он ходко повел мотороллер по дороге, а потом, когда кончились мох и папоротник, и началась твердая усыпанная хвоя земля, свернул в лес. Когда он свернул с дороги, его заметил Антон и очень удивился. Он некоторое время постоял, глядя ему вслед, а потом пошел вниз к реке, которая была уже совсем близко. Откуда-то взялись комары, и он сломал ветку бузиной, чтобы отмахиваться. Через полчаса Гриша начал беспокоиться, а минут через сорок отправился Марусю искать. «Может, она домой вернулась?» — предположила сонная Агриппина. Она дремала на своем клетчатом пледе. Рядом, растянувшись, спал Антон. Набрала сыроежек и решила отнести. «Здесь же все близко, да?» «Да», — согласился Гриша. Возвращаться домой Марусе было совершенно незачем. Да и не ушла бы она просто так, не предупредив его. Что-то сильно ее расстроило. И Гриша подумал, что, должно быть, она расстроилась из-за того, что Антон застал ее в таком непрезентабельном деревенском виде. Девчонки такие странные. Вечно им кажется, что они плохо выглядят, как-то не так одеты, причесаны не слишком хорошо и, главное, не на шпильках. Вот когда они не на шпильках, значит, все плохо. Гриша ничего не понимал в красоте шпилек и однажды даже спросил, в чем тут дело. Маруся долго и скучно толковала что-то про тонкость щиколотки, про легкость походки, про устремленность ввысь. Гриша быстро надоело слушать, и он сказал, что читал однажды в научно-популярном журнале, что самка павиана, когда хочет понравиться павиану самцу, ходит перед ним на цыпочках, и шпильки, видимо, это что-то оттуда. Маруся тогда разобиделась и сказала, что больше ни за что не станет с ним разговаривать, как с нормальным человеком. Вспомнив про павиана, Гриша улыбнулся. Некоторое время он ходил между соснами, похожими на органы, звал «Маруся! Маруся!» Но никто не откликался. Только высоко-высоко шумел ветер, и янтарные стволы, похожие на органные трубы, качались величественно и неторопливо. Гриша беспокоился все сильнее. Он сбегал к бобровой плотине, и там тоже покричал никого и ничего. Вернулся на пляж, но Маруся там не появлялась. Агрепина уже не дремала, сидела на пледе, смотрела встревоженно. Антон кидал в быструю речку камушки. — Я в воду зашел, — сказал он, едва завидев выскочившего из лесу Гришу. — Она ледяная. Вы как хотите, а я купаться не стану. Не возвращалась, — проинформировала Агрепина. — Да подожди ты психовать. Дома она, скорее всего. Гриша завел мотоцикл, сказал, что сейчас вернется, и напрямик через горушку поехал в деревню. Мотоцикл натужно ревел, но все же в горку залез. Тетя Лида, собиравшая в кустах смородину, сказала, что Марусе дома нет, и с речки она не приходила. Тут Гриша растерялся. Что-то случилось. Случилось только что, совсем недавно, и у него под носом, а он проглядел, пропустил. Просто так потеряться она не могла. Все же они выросли здесь, и окрестные лесочки были исхожены вдоль и поперек. Кроме того, Маруся никогда не уходила в лес одна. Вообще по одному в лес ходить было как-то не принято. Несмотря на то, что заблудиться всерьез в нем было довольно сложно. С двух сторон автомобильной дороги, с третьей деревни. Впрочем, лес был велик. И лоси в нем водились, и кабаны. Ходили слухи, что и медведь перебрался с той стороны однопутки, по которой когда-то бегал дизелек с торфяных разработок. Вновь усевшись на мотоцикл, Гриша понял, что у него мокрые ладони, и по очереди старательно вытир их из штаны. Тетя Лида так и осталась в смородине, взявшись рукой за сердце, а он вернулся на речку. Агриппина уже давно оделась и свернула свои пожитки, а Антон ходил вдоль берега и спрашивал, почему это ласточки живут в земле, в каких-то дырах, а не в гнездах. В итальянских фильмах ласточки живут в гнездах, под потолком старых палаццо. — Нужно искать, — сказал Гриша. — Дома ее нет, поедем. — Не возвращалась? — глупо спросила Агриппина. Понятно было, что не возвращалась. — Из-за чего сыр-бор? — Антон, рассматривая ласточки на гнезда, пожал плечами. — Чего вы переполошились-то? Ну, погулять придет, она же взрослая тетенька. — Поехали, — повторил Гриша и опять вытер ладони о штаны. Сердце у него сильно колотилось, мешало дышать. Он еще старался вздохнуть поглубже. — Да зачем? Может, у нее тут местный парубок завелся, и она с ним как-то, говорят, гуляет. Вот, на танцы в соседнюю деревню ушла. Я однажды кино смотрел какое-то доисторическое, типа 85-го года или 72-го. — Так вот там, по сюжету, ты остаешься? — перебила Агриппина. Она уже устроилась на сиденье за Гришиной спиной. — Да еду, еду. Позагорать не дали, черти. Марусю искали до вечера и бестолку. Постепенно к поискам подключились все, кто мог передвигаться. А один из соседей, у которого был трехлетний малыш, ушел в лес, посадив малыша в рюкзак. Саня на Гришином мотоцикле, его собственная машина с порванными колесами была на приколе, поехал по дорогам в надежде, что Маруся может выйти в другую сторону. Прокопенко супруг тоже поехал, сказав, что в лесу от него толку мало, ничего не видит. А Прокопенко супруга присоединилась к женщинам, которые вереницей пошли от деревни вдоль реки. И приехавшие из Егорьевского убойного отдела тоже отправились. И участковый. Лида осталась дома. Ее не держали ноги, идти она не могла. Илья Семенович велел ей караулить и звонить, если вдруг Маруся вернется. И Антон остался. Он сказал, глупо искать человека, который, может, просто ушел на прогуг. Он сказал, что, может, у человека свои дела, и вообще все они свободные личности и могут гулять, где хотят. Участковый Илья Семенович посмотрел на него странно, как будто собирался дать подзатыльник, но раздумал. Вечер наступал теплый августовский синий с плотными тенями. В тени земля сразу становилась холодной, а трава влажной. И Марусю найти не могли. Лида стояла у ворот и смотрела в лес, не отрываясь. Только иногда забегала в дом, чтобы накапать себе еще волокордину. Телефон она прижимала к груди, но... Что от него было толку? Сначала из-под горушки звучали голоса, но постепенно стали удаляться и, наконец, стихли совсем. И Лида подумала, что Маруся пропала. И эти люди, которые стараются ее выручить, все пропали тоже. Всех поглотил туман, поднимавшийся от реки. И туман показался ей зловещим, плотным, глухим и холодным, как мокрая вата. — Парень, — сказала она Антону в очередной раз, пробегая мимо за волокордином, — видишь, все в лес ушли. И ты пошел бы, может, найдешь? — Да она не иголка в стоге сена, — бодро отвечал Антон, покачиваясь в гамаке. — Вот помяните мое слово, сама найдется. Придет, никуда не денется. Ему хотелось есть. И он все время помнил, что Агриппина мариновала к вечеру шашлык. Он хотел было спросить, когда будет шашлык, но постеснялся. Тетка уж больно распсиховалась, неудобно спрашивать. Уже почти стемнело, когда вернулись Гриша и Агриппина. — Ну! — едва завидев их, крикнула Лида, и Гриша издалека покачал головой. — Мне бы штаны какие-нибудь и куртку, что ли, — тяжело дыша сказала Агриппина и присела на плетень. — В платье далеко не уйдешь. И дайте попить, а? Весь подол ее цветастого платья был мокрый, сплошь залепленный зернышками травы и репейными колючками. И схлестанные травой ноги горели. Один и другой она стянула кеды, сползла с плетня и села на землю, привалившись спиной. — Агриппин, ты же умная девушка, — сказал Антон, подавая ей стакан с водой. — Ну тебя-то куда несет? Маруся наша здесь живет, всех знает. У нее, может, романтическое свидание на пригорке. А ты тоже. Втягиваешься в коллективное безумие. Лучше в Москву поедем. Посидим где-нибудь, поболтаем. Времени позднее, завтра выходной. — Ну что, ты опять, что ли, в лес сейчас кинешься? — Я буду искать Маруся, — сказала Агриппина и облизнула губы. — Она пропала, мы должны ее найти. — Да придет она, вот увидишь. — Хозяева! — закричали с той стороны дома. — Есть кто? Рида выронила свой волокордин и бросилась на голос. И Гриша загремел сапогами по крыльцу, и Агриппина поднялась стремительно. Из-за дома вышел высокий мужик в камуфляжных штанах, на первый взгляд совсем незнакомый. — Здорово, хозяева! — сказал мужик громко. — А что это у вас, как вымерли все? Или сегодня кино новое в клубе показывают? — Не нашли? — выдохнула Лида. Она уже все поняла, но еще надеялась. Мужик помедлил. — А что искали? — Маруся у нас пропала, — сказал Гриша, подошел и сунул мужику руку. — Еще днем. Сказала, что сыра Ежик наберет, а с тех пор нет. Мы ищем. — Константин! — ни с того ни с сего представился мужик. — Меня вот Григорий в гости приглашил. Я и пришел. Лида кивнула, села на чурбак и закрыла лицо руками. Мужик прошагал к столу, поставил на лавку рюкзак, в котором отчетливо звякнули бутылки, огляделся по сторонам и тоже уселся, уперев в колено руку. — Излагай! — велел он Грише. — Все подробненько. — Мы на речку поехали! — издалека сказала Грифина. — Искупаться хотели! — Мы это кто? — перебил мужик. — Маруся, Груни и я, — хмуро сказал Гриша. — Да мы побыль там от силы минут десять. А потом она решила не купаться, а пойти за сыроежками. — Поссорились. — Нет, — сказал Гриша, — никто не ссорился. Просто она сказала, что не хочет купаться и ушла. — Так. А потом чего? — Потом почти сразу пришел Антон. — Мы на мотоцикле поехали, а он пешком пошел. — Гриша подбородком показал, кто такой Антон. — Ну и через полчаса, может, минут через сорок я побежал искать. И с тех пор ее нет. Константин немного подумал. — Вы на том пляже были, где белый песок? — Гриша кивнул. — А ты, парень, с горки шел? — Да, — сказал Антон, насторожившись. Что-то в тоник камуфляжного показалось ему странным. — У нас ведь утром человека убили, — негромко сказала Лида, и Константин повернулся к ней. — Марусь хотела сразу в Москву уехать, а я ее остановила. И она заплакала. Тяжело навзрыд, прижимая кулаки к лицу, а Гриппина ахнула. Антон попятился. Константин посмотрел на Гришу. — Кого у вас убили? — Валерика, — объяснил тот, морщась, который возле магазина буянил. — Да знаю я Валерика вашего как родного, — сказал Константин. — Допрыгался, значит, сволочь. — Ну, покой, Господи, как говорится. — И убийца где-то здесь ходит, — проекала Лида. И Маруся пропала. И ночь уже почти. А я ее остановила. Она ведь в Москву хотела. А я... Теперь нет ее. Теперь они рыдали уже обе. А Гриппина тоже заплакала и тоже громко. — Ну, ну! — негромко сказал Константин. И они как-то моментально примолкли. — А ты, парень, если из горки шел, должен был ее увидеть. Ну, если она от пляжа-то поднималась. На тот берег она же не перелетела. А там лес такой, все далеко, видать. Вон Григорий говорит. Ты сразу же подошел, как она ушла. Маруся-то. Ты ее видел? Антон подумал, что дело принимает, пожалуй, неприятный оборот. До этого ему все было понятно и ясно, как день. Марусин, деревенский жених, возревновал ее к городским приятелям, к их машинам, нарядам, к их веселью и свободе. И вообще... Короче, у него взыграла классовая ненависть. У первобытных ненависть выражается очень просто. Бабу нужно приструнить, а конкурентов избить. Антон однажды смотрел такой замшелый фильм. Там на деревенских танцах подрались парни. Как раз из-за какой-то кисули. То ли учительницы, то ли библиотекарши. Деревенский Марусин-кавалер залепил Маруси в глаз и увез ее от конкурентов подальше. Возможно, сейчас в своей деревне он собирает таких же дружков-алкоголиков, чтобы отомстить свободным и красивым городским людям и их машинам. Вообще-то давно пора в город уехать. Только Гриппина все тянет. А уехать без нее Антон не мог. У него имелись на нее виды. Но он ничего не знал об убийстве. Оказывается, первобытность здесь зашла совсем далеко. Пятикантропы убивают друг друга. Нет, нужно уезжать прямо сейчас, в секунду. Уезжай от него, что не вмешиваясь, еще не хватает. Если профессорская внучка заортачится, придется уехать без нее. У Антона стало озабоченное лицо, и он похлопал себя по карманам, проверяя автомобильные ключи. — Я прошу прощения, — начал он деловито, — но нам давно пора в город. А Гриппина, я тебя жду в машине. Как раз она пока прогреется. И он пошел к воротам. Константин переглянулся с Гришей и поднялся с Чурбака. Чурбак, покачнувшись, повалился на бок. — Парень! — Ты куда помчался-то? — В какой город тебе понадобилось? — Ты на взгорке Марущу видел, когда на пляж шел, или нет? — Я ничего и никого не видел. Ему оставалось-то всего ничего. Прошмагнуть до ворот, прыгнуть в машину и запереться на все замки. Спасение было совсем близко, но спастись ему не удалось. Константин, даром что огромный, как кабан-сикач, в секунду оказался рядом с ним и легонько взял Антона за грудки. Затрещала тонкая ткань рубашки. — Говори, чего видел? — мягко попросил Константин. — Быстро говори и четко, чтобы мы поняли. Совсем рядом с собой перепуганный Антон видел свинцовое лицо и плоские, как у ящерицы, глаза. Чувствовал чужой, отвратительный, опасный запах. — Отпустите меня, — на всякий случай сказал он и чуть-чуть пошевелился. Ни слова не говоря, мужик взял его за горло и подержал. — Видел я ее! — задыхаясь, сказал Антон, когда тот ослабил хватку и стало можно говорить. — Ну и что? — Ей какой-то парень по морде съездил, посадил на скутер и увез. — И что из этого? Я и что, нянька? — Какой парень? — пролепетала подскочившая Лида. — Что ты говоришь? Я не знаю. Я их тут никого не знаю. Его видел только со спины. Константин свободной рукой перехватил Лиду, которая бросилась на Антона. И тут Гриша подоспел, оттащил. — Почему она не кричала, на помощь не звала? — Так она это... — Антон сглотнул. — Она, походу, без сознания была. Он ее через сиденье перебросил и повез. — Понятно. — почти нежно сказал Константин. — Скутер это, стало быть, мотороллер. — Он его что, не заводил? Антон помотал головой. — Нет, не заводил. — Мы бы мотороллер услышали, — подал голос Гриша. — Не факт. От речки ничего не слыхает, шумит она. — И куда он мотороллер покатил? — Налево! — закричал Антон, постепенно вретавший почву под ногами. — Там дорога вниз идет, а потом в лес свернул. — Я тут при чем? — У нее какие-то разборки с кавалером. А я что, должен вмешиваться? — Если вниз от речки, значит, в сторону Елкина, — проговорил Константин и отпустил Антона. Тот стал торопливо заправлять вылезшую рубаху в штаны. Руки у него тряслись. — Там только по старой дороге и можно проехать. Ниже бурелом. Никакой мотороллер не пройдет. Когда-то по ней с лесопилки ездили. — Тебя как звать-то? — Вдруг обратился он к Лиде. — Ты, Лидочка, кончай рыдать и звони ментам. — Участковому звони, пусть они к старой лесопилке Елкинской подгребают. — Гриш, а мы с тобой напрямую сбегаем, тут недалеко. Хорошо бы транспорт какой, но темно уже в лесу, ни над чем не проедешь. Гриша кивнул. Он сбросил сапоги и обувался в высокие ботинки на шнуровке. — Агрепина, — сказал Антон бодро. — Нам в Москву пора возвращаться. Они тут без нас разберутся, ты же видишь. Они все тут знают, лесопилки всякие, дороги. Гриша потопал ногами, проверяя, хорошо ли сели ботинки. — Гриша, — осторожно сказала Лида, как будто предупреждая. Но было поздно. По звериному рычаг Гриша прыгнул на Антона, ударил в лицо, моментально сбил с ног. Антон катался по земле и выл. Агрепина смотрела в сторону. Лида тыкала в кнопки мобильного телефона. Константин наматывал на локоть какую-то толстую веревку. Гриша избивал Антона какое-то время, а потом Константин сказал. — Ну все, хорош. Получил малости достаточно. Пойдем. Стемнеет сейчас совсем. Гриша еще пнул Антона вбок, вопреки всем правилам. Лежачий убить не полагался. Плюнул в него и ушел следом за Константином. — Илья Семенович, — говорила в трубку Лида, — тут наши на старую лесопилку побежали, на Ёлкинскую. Может, она там. Просили вам передать. Слышишь, Семенович, да, да, туда. Она сунула телефон в карман, обошла лежащего посреди двора Антона и сказала Агриппине будничным голосом. — Пойдем, девочки, я тебе одеться дам. Видишь, как холодает. Ночной лес казался страшным и незнакомым. Шумел и вздыхал тревожно. И Гриша то и дело натыкался на ветки и попадал в кусты, казавшиеся непролазными. И очень отставал от Константина. Ориентироваться в темноте он не умел, а они несколько раз меняли направление. — Здесь напрямую, недалеко, — тяжело дыша говорил впереди Константин. — Если мы правильно думаем, и он ее на лесопилку уволок, сейчас найдем. Ничего. Гриша молчал, стиснув зубы. Он отлично понимал, что найти они могут Марусин труп. Грише казалось, что шли они очень долго. И еще он думал, что в лесу почему-то не слышно голосов и не видно людей. Хотя все ушли на поиски. Где-то здесь в лесу люди, и они ищут Марусю. Вдруг деревья расступились, и открылось залитое луной пространство. Как будто на другой планете оказались. Здесь в беспорядке навалены были какие-то бревна. В широких лужах стояла вода, хотя лето было очень сухое. И по всей области горели леса. Иногда тянуло дымом дальних пожаров. Константин замедлил бег, а потом совсем остановился и стал оглядываться. — Что? — спросил подбежавший Гриша. — Вон, старушка. — Да подожди ты, парень, не трясись. И вправду на краю этой незнакомой планеты чернел домишко с провалившимися окнами. Как будто зубы были выбиты. Они подбежали, и в старушку Константин Гришу не пустил. Я вперед, — сказал он, — и Гриша не посмел ослушаться. Он сел под стену, сунул в ладони колючее горящее лицо, и его вдруг удивило, что он все еще был в очках. В старушке что-то двигалось, шуршало, сопело, и вдруг громко заплакала Маруся. Гриша вскочил и постоял, закрыв глаза. Маруся плакала. — Маруська! — заорал он и полез в старушку. — Это я, Гриша! И Костя, Маруська, это мы! Ты жива! — Тихо, тихо, тихо! — быстро проговорил Костя и, сильно толкнув Гришу, вынес Марущу на улицу. Здесь было намного светлее. Он посадил Маруся на какое-то бревно и стал быстро ощупывать. Маруся плакала и икала. — Маруся! — Маруська, ты нашлась! — Я... — Ничего, Гриша! — Испугалась только очень. И голова болит. Вот здесь потрогай. Он что-то где-то потрогал. Там, где он трогал, Маруся была живой и теплой. — Ничего, ничего! — приговаривал Костя. — Сейчас наши подгребут, домой отправимся. — Кто хоть тебя ударил-то, видела? Маруся замотала головой, охнула и схватилась за Гришу. — Гришка! — проекала она. — Как я испугалась! — Как хорошо, что ты меня нашел! Как я тебя люблю, Гришка! — И я тебя люблю! Я очнулась, никого нету. И руки, связанные ноги, я кричала, кричала, голос сорвала. Потом плакала все время. — Там, наверное, тетя с ума сходит. — Да уж сошла! — сказал Константин, как будто весело. — Все деревни ищут тебя, красавица! Маруся изо всех сил обнимала Гришу, и все плакала и плакала. И в конце концов Костя сказал, что непонятно, как в ней такой махонькой столько воды помещается. И Маруся засмеялась. Где-то вдалеке, на той другой планете, с которой они свалились, на эту лунную поляну, родился натужный глухой звук. Он медленно нарастал, приближаясь. — Ну, слава тебе, Господи, добрались! — под нос себе пробормотал Костя. — Давай, поднимайся, ноги-то разавнималось. Гриша поставил Марусю на ноги, но она сразу же села обратно на бревно. — Походи, походи! — говорил Костя. — Понятное дело, все затекло, считай, весь день пролежало веревками перетянутые. — Как сюда можно подъехать? — спросил Гриша. Ему трудно было дышать. Звенело в ушах и спрашивал он, потому что боялся упасть в обморок. Он всерьез этого боялся. Постыдного дамского обморока на глазах у Маруси и Кости. — Откуда дорога? Кругом же бурелом. — Так то с нашей стороны бурелом, парень. — А от речки тропинка идет. По ней, видать, этот похититель свой мотороллер и протащил. А с той стороны старая дорога от лесопилки. Она, конечно, заросла малость, но проехать можно. Да вон они. По стволам деревьев заплясали и задвигались длинные лучи, казавшиеся дымными от поднявшегося тумана. Двигатель зарычал совсем близко. И на поляну, ставшую от электрического света абсолютно темной, припрыгал Газик. — Жива! — закричали из Газика. — Жива, жива! — прокричал в ответ Костя. — Давай, Гриш, ты с левой стороны, я с правой. Как в кино раненых носит, видел? Подхватив Марусю, они в два счета доволокли ее до Газика. Она жмурилась от света, отворачивалась, и слезы все текли. — Ну-ка, хлебни, хлебни, дочка! — хлопотала Учина. — Участковый Илья Семенович. — Вот, из фляжечки хлебника полегчает. — Тетя, хлебнув, едва выговорила Маруся. — Она там одна совсем. — Сейчас, сейчас. На горку выйдем, позвоним мы тете твоей. Тут телефон не берет. — Чего углядеть, мужики? Сажайте ее! Гриша подхватил Марусю на руки и аккуратно опустил на сиденье Газика и следом забрался сам. А Костя сказал, что не поедет, потом сам придет, а сейчас ему нужно немного осмотреться. Никто не стал спрашивать его, что именно он собирается осматривать. Газик проскакал по корням деревьев, взрывел мотором и поехал. Маруся боком прижималась к Грише и все говорила, как ей было страшно и больно, пощупая вот тут. И как она ничего не поняла. И как она себя проклинала, что понесло ее за этими сыроежками дурацкими. И как ужасно она беспокоилась о Грише и о тете. — А папа? — вдруг спросила она, с ужасом отстранившись от него. — Папа не приехал? — Нет, нет. Вот счастье. У него сердце не очень, ему волноваться нельзя, никак нельзя. Ты не знаешь, тетя ему не звонила? Гриша обнял Марусю за голову, прижал лицом к своему плечу, и остаток дороги они ехали молча. Тетя Лида, завидев Марусю, выбирающуюся из газика, сначала села на крыльцо, но тут же вскочила, подбежала, стала целовать, ругать, хвалить, ощупывать и снова целовать и ругать. И Агриппина подбежала и тоже стала целовать. И еще какие-то люди, и все они так рады были видеть Марусю живой и почти что невредимой, и всем нужно было ее поцеловать, потрогать, погладить. Она сначала все плакала, а потом стала смеяться. — Ничего, отошла, — констатировал участковый Илья Семенович. Снял фуражку, дунул в нее и нацепил опять. — Это какой же сволоте понадобилось такие шутки шутить? — Да и зачем? — Вот именно, — отозвался Гриша. — Зачем? Он понимал, что сейчас думать об этом не имеет смысла, что он все равно ничего не надумает. У него сильно болела голова, как будто нанюхался Гарри от дальних лесных пожаров. То и дело темнело в глазах, так что время от времени приходилось за что-нибудь браться рукой, за столбик крыльца, за ствол яблони. — Гриша, — вдруг сказала Лида громко, — да на тебе лица нет. А ее умойся вон, водой холодной. — Да чего умываться? Ему б водочки граммчиков двести. — Сейчас, сейчас, Груня, вынеси бутыль, она в шкафчике. Или в холодильнике, что ли. Я найду, тет Лида. — Гришка, не переживай, — сказала Маруся, — я нашлась. — Девчонки, давай идти в баню, она с обеда топлена. Где Агриппина? Вы ее послали за водкой, тетя. Марусенька, пойдем, я тебя сама помою, маленькая. — Груня, Груня, где ты там застряла? Вчерашний день ищешь? Я уже все нашла, тет Лида. И не нужно меня мыть, я сама отлично помоюсь. Да я тебя теперь ни на шажочек от себя не отпущу. Почему-то никто не заходил в дом. Все толпились во дворе под светом того самого фонаря, который обещал разбить убитый Валерик. Но разбил другой на сарае. Агриппина вынесла поднос, уставленный стаканами и тарелками, а бутыль с водкой была у нее под мышкой. Она выставила все на стол, и вместе с тетей они подхватили Маруся и повели ее в баню. — Мы сами, — сказала Агриппина, когда тетя засветила в тесном предбаннике слабую лампочку. — Вы бегите к ним, тетя Лина, они без вас не справятся. В два счета Агриппина разделась и раздела Марусю, которая только вздыхала и морщилась. — Вот у вас тут жизнь интересная, — говорила профессорская внучка, поливая Марусю горячей водой. — Как в сериале «Золотоискатели» или «Старатели». — Ты смотришь сериалы? Маруся покачала головой. — Нет, не смотрит она сериалов. — А мы с бабушкой очень уважаем, — продолжала Агриппина, намыливая ей голову. — Здесь больно, да? Она приостановилась, потому что Маруся замычала. — По-хорошему надо бы к врачу сходить. Проверить, нет ли сотрясения. — Ничего себе он тебя стукнул. — Там и ссадина, знаешь, небольшая. — Выстрижем тебе на голове танзуру и зальем зеленкой. — Я не хочу танзуру. Да ж зеленую. Куда тебя понесло? За какими сыроежками? Зачем ты ушла? Маруся решительно не могла вспомнить, зачем она ушла, правда. Но ведь зачем ты ушла? И этот тип, который на тебя напал, выходит, он знал, что ты по лесу одна бродишь? Или просто так увидел? И сразу решил тебе по голове дать? И в какую-то сторожку отволочь? — Зачем он тебя в старушку-то поволок? — Я не знаю, — сказала Маруся, взяла у Агрепина из рук мочалку и стала яростно тереть лицо и руки. Он мне не сказал. Я в себя пришла и не поняла ничего. Какая-то солома кругом опилки. Ноги связаны, и руки тоже никого нет. — Я бы от страха с ума сошла, — вставила Агрепина. — А я не поняла ничего, — призналась Маруся. Я думала, кто-то надо мной подшутил. — Ты, Маруська, спиноза, — заметила Агрепина. — Что не мысль, то мысль гения. Потом я Гришу стала звать. Я думала, он поблизости. Звала-звала. Потом заплакала. Потом... Не помню уже. Ей стыдно было рассказывать Агрепине, как было страшно. Пожалуй, она сможет рассказать об этом Грише. И больше никому. Они долго поливались водой, сначала горячей, а потом холодной, и вылезли из бани, поддерживая друг друга и совершенно соловевшие. Кажется, тетя Лида дежурила у двери, потому что сразу подхватила обеих, накинула на мокрые волосы полотенца и, приговаривая, что после баньки и легкого пара самое милое дело полежать, немного отдохнуть, завела их в дом. Они спотыкались и путались ногами и моментально пристроила спать. Марусю на ее диванчик, а Агрепину на раскладушку, засланную толстенным, как в сказке про горошину матрасом. Маруся заснула тут же, а Агрепина еще бормотала, что просто полежит немного, встанет и будет тете Лиде помогать с гостями. Ну, конечно, согласилась Лида, погасила свет и прикрыла за собой дверь. Народ со двора почти весь разошелся, и газик ускакал во своясе. Остались только супруги Прокопенко, участковый Гриша и Константин, наконец-то вернувшийся из леса. — Я стаканы все ополоснула, — проинформировала супруга Прокопенко, и новые подала. Там колбаса была в холодильнике. Я подрезала. И вот хлеба от нас принесла. Ваш весь вышел. — Спасибо, Людочка, — устало сказала тетя Лида. И Гриша удивился, что дородную супругу Прокопенко зовут Людочкой. — Все хорошо, что хорошо кончается, — объявил супруг Прокопенко и вздохнул. Он был в болотных сапогах и комбинезоне, облегавшем солидное пусто. — Да где ж кончается? — участковый задумчиво покачал головой. — По всему, видать, начинается только. — Ну, девочка спасена и в безопасности. А если по правде сказать, — подал голос Константин, — история поганая. Так себе история-то. — Это ты про что говоришь? — Это я про то говорю, что на старой лесопилке пошуровал немного. Он взял стакан и набулькал себе из бутылки, почти полной. Там вокруг лапник сухой навален, и хворосту полно. С наветренной стороны так вообще плотно уложено, спичкой чиркнуть, и... Все готово. Тетя Лида сдавленно ахнула, и супруга Прокопенко ахнула тоже. — Сжечь, что ли, девку хотели? — поразился Илья Семенович. Константин опрокинул в себя водку, взял кусок хлеба и силой втянул в воздух, занюхал. — Да будет страху нагонять, — неуверенно сказал участковый. — Без тебя тошно. — Завтра же в Москву увезу, — быстро сказала Лида. — Первой электричкой. С самого утра как встанем, так уедем. — Погоди ты, Лида, — участковый сунул свой стакан под нос Константину. Тот налил. — Разобраться надо. А как мы разберемся, если вы обе того тютю? — Вот этого я не знаю. Как хотите, так и разбирайтесь. Такая ваша работа. А племянницу я увезу. — Поджечь, — думал Гриша. — Поджечь сторожку, где лежит связанная, живая Маруська. Там и вправду все сухое, вспыхнет, как порох. Через пять минут не останется и следа. От Маруськи ничего не останется. Смерть в огне чудовищная, страшная, такая страшная, что лучше не думать и не представлять. Но он уже подумал и представил. Отчетливо. В подробностях. От подробностей сводило затылок. Участковый выпил еще стакан и ушел звонить в Егорьевск. Супруг Прокопенко проводил его глазами и вдруг попросил, чтобы ему налили тоже. — Витенька, — встревоженно сказала супруга, — ты не забываешь о своем состоянии? — Ах, оставь, Люда, я в прекрасном состоянии, — объявил Прокопенко. Тетя Лида сказала, что надо бы вещи собрать, чтобы завтра прямо с утра уехать. Прокопенко осторожно отпил из стакана водки, как чаю, словно боялся обжечься, вздохнул и обратился к Грише. — Я ведь все понимаю, Григорий Михайлович. Гриша поднял на него глаза. — Вы нас терпеть не можете. Мы же, так сказать, вторглись на вашу малую родину. Но ведь мы с Людмилой не захватчики. Ваши родители продавали дом, а мы, так сказать, покупали. — Я не хочу об этом говорить, — сказал Гриша. — Какая теперь разница? — Большая, — твердо сказал Прокопенко. — Очень значительная. Ведь симметрия действует повсюду. Мы, так сказать, симметрично не питаем к вам теплых чувств. — Витенька. — Это правда, Люда. Мы испытываем взаимную антипатию. Так ведь? Гриша вздохнул, и Константин вздохнул тоже, как бы предвидя, что разговору не будет конца. — Вас раздражает, что мы живем в вашем доме. Нас, в свою очередь, всегда раздражало, что дом был доведен до самого плачевного состояния. — В нормальном он был в состоянии, — пробормотал Гриша. — Да не об этом речь, — продолжал Прокопенко и еще отпил из стакана, будто чаю. — Мы вложили в этот дом средства, значительно превышающие его стоимость. И это тоже не подогрело в нас нежных чувств к вашему семейству. — Хорошо, хорошо. Морщась и думая о том, что Маруську могли сжечь заживо, — сказал Гриша. — Я все понял. Что вы от меня хотите? — Денежной компенсацией за причиненное неудобство? Супруг Прокопенко покосился на него, а тетя Лида пробормотала. — Какой еще компенсации? Не дворец покупали? — Пожалуй, да, — вдруг сказал Прокопенко. — Пожалуй, компенсации. — Скажите мне сколько, а я прикину свои возможности. — Я имею в виду компенсацию нашей взаимной антипатии, — строго произнес Прокопенко. Ей давно пора положить конец. Мы с Людочкой намереваемся сделать это прямо сейчас. Мы обещаем вам, что с сегодняшнего вечера будем относиться к вам и вашему семейству, как и полагается, добрым соседям. То есть с уважением и пониманием. Даже если в следующий раз вы приедете еще через десять лет. — Спасибо, — пробормотал Гриша, не ожидавший ничего подобного. — Мы приглашаем вас в гости, Григорий Михайлович. И вы сами убедитесь, что с вашим домом не произошло ничего плохого, кроме самого хорошего. — Спасибо, — опять глупо пробормотал Гриша, а тетя Лида положила руку ему на плечо. — Ну вот-с. С облегчением, как будто сделал тяжелую работу, которая давно тяготила, сказал Прокопенко. — Вы утром спрашивали меня о Валерии, убитом. — Да, — встрепенулся Гриша, спрашивал. — А я не стал с вами разговаривать в силу нашей взаимной антипатии, с которой мы только что покончили. Константин отвернулся и кашлянул в кулак. — Так вот, накануне убийства к Валерию из города приезжала супруга. Гриша некоторое время соображал. Все подробности убийства, казавшиеся такими занимательными и важными, теперь не имели никакого значения. — Нужно соображать, — сам себе сказал Гриша. — Все началось именно с убийства. — Вы видели ее, супруга Валерия? — Так же отчетливо, как вас, Григорий Михайлович. Я отправился на велосипеде, на ферму, чтобы приобрести десяток яиц к завтраку. В магазине мы не берем, предпочитаем. На ферме там несколько дороже, но... — Витенька, — перебила супруга. — Да. И при выезде на дорогу я как раз увидел супругу Валерия. Она шла с автобусной остановки. Гриша еще немного подумал. Утром, когда участковый явился в дом дебошира Валерика и нашел его мертвым, никакой супруги там не было. Зато была чайная чашка со следами губной помады. А у соседки Натальи в раковине таких чашек обнаружилось целых две. — Вы не видели, когда она уехала? — спросил Гриша. — Или, может быть, ушла куда-нибудь? — Нет, больше мы ее не видели. Прокопенко допил водку, как чай. Гриша поднялся, загородив с собой фонарь и всем корпусом поклонился. — Вы не поверите, — сказал он, — как нас с Людочкой угнетало это взаимонепонимание. Ведь оно распространилось и на Лидию Витальну, и на ее племянницу. Теперь, я надеюсь, все пойдет как следует у порядочных людей. Гриша тоже поднялся, и они пожали друг другу руки. — Ну, доброй ночи. Оставшиеся долго молчали. — Дела, — сказал Константин, когда в соседнем доме загорелись окошки, и это означало, что супруги вернулись к себе. — Делишки. — Ничего не понимаю, — призналась чётя Лида и обратилась к Константину. — А сам-то откуда? — Что-то мы раньше не встречались никогда. — Из Нового Егоревского лесничества, — пояснил тот. — Мы вам с Гришей на пару того хулигана приструнили, который потом в труп превратился. Сегодня на почту ходил, да и думаю, зайду, раз приглашали. И вот зашёл. — Хорошо, что зашёл, — подал голос Гриша. — Без тебя ее не нашли бы. А там, сам говоришь, всё приготовлено для пожара. — Благослови тебя, Господь, — с гороговоркой сказала Лида. — А мы завтра в Москву. — Разобраться бы надо, — осторожно сказал Константин. — А уж потом в Москву. — Вы тут без нас разберётесь, — отрезала Лида и ушла в дом. Гриша посмотрел на Константина. — Утро вечера мудренее, — сказал тот. — Утром и поглядим, кто куда поедет или, может, не поедет. — А ты что? — спросил Гриша. Гриша потёр лицо и опять удивился, что на нём очки. За весь этот длинный и страшный день ни разу не свалились и не потерялись, хотя обычно то и дело съезжали с носа. — Может, у нас переночуешь? Какой смысл ночью возвращаться? — Да, — согласился Константин. — Ночью дорога вдвое длиннее, а я без транспорта нынче. — Бери мой мотоцикл, хочешь? Или лучше ночуй. Ночевать Константин отказался. Оседлал мотоцикл с коляской, пообещав завтра вернуть, и укатил. Стрекотание затихло в поле за деревней. — А сколько до этого лесничества? — спросил Гриша, когда Лида вышла и стала собирать посуду. — На километров пятнадцать, наверное. — Я потому этого и не знаю лесничего или кто он. Из лесничества к нам редко ходят. Они за водкой и за хлебом на Егоревское шоссе ездят. Им там ближе. — Гриш, что мы делать-то станем? Он посмотрел на нее. — В Москву, конечно, надо ехать. Но если ее, Марусеньку мою, убить пытались, так ее и в Москве найдут. Чего нас искать-то? Адреса все известны. Отца, что ли, сюда вызывать? Или чего делать? — Подождите, отца вызывать. Перепугался Гриша. — Вы, Сергей Витальевич Илыч, мы его знаете. Шума будет много, а толку никакого. — О, хоть точно, — согласилась Лида. — И кому она понадобилась-то? — Наша. Она из-за ворота редко выходит. Приедет, так и сидит на участке. Я понимаю, скучно ей. А я с ней тоже не могу то и дело на речку ходить или в лес. У меня же дом на руках. Она подумала и добавилась сердцем. — Будь они проклятые. Лес — это ты, речка. — Что-то она узнала, — сказал Гриша медленно. — Что-то такое, из-за чего можно решиться на убийство. А я или не понял, или не догадался, или она мне не сказала. — Да она все тебе рассказывает. — Конечно, — согласился Гриша. — Я же друг детства. — Друг, друг, — подхватила тетя Лида. — Старый друг лучше новых двух, это нам известно. — А девчонка откуда взялась? Грунь-то это, новый друг. И кавалер фасонистый. — С Груней мы недавно познакомились. — А кавалер из института. — Кстати, куда он делся? — А после того, как ты его до смерти избил, — сказала тетя с удовольствием, он полежал немного, потом поднялся, сел в свою тачку и отбыл. Он все в Москву собирался. Туда, должно быть, и отбыл. Не бил я его до смерти. В общем, отбыл. — Иди, Гришенька, помойся. Там воды горячей, прорва осталась, в бане-то и ложись. — Бог милостив, ночью ничего не стрясется, а на завтра посмотрим. Гриша, который вдруг очень устал, кивнул и нога за ногу поплелся в баню. — А соседи наши каковы? — в спину ему сказала Лида и засмеялась. — Устранили взаимонепонимание. — Видно, неплохие люди, а, Гриш? Он обернулся на пороге бани, улыбнулся и махнул рукой. Маруся проснулась от того, что страшно хотела спить. Так что, казалось, сохлось горло и слиплись все внутренности. Она немного посидела, дыша ртом и стараясь немного охладить горящее небо. За окном было темно, и в доме ни звука. Слышно только, как спокойно и редко дышит Агриппина на своем матрасе, похожем на матрас из сказки о горошине. И стучат ходяки. Маруся поднялась, ощупью двинулась на кухню и жадно попила воды из-под крана. Вода показалась ей теплой, хотя насос качал из глубины, и вода всегда была ледяной. Маруся пила долго и поняла, что не напьется никогда. Нужно выйти на улицу и немного подышать прохладным воздухом. Вся кожа у нее горела, как от температуры. Стараясь не стучать дверью, она вышла в холодную часть дома и немного постояла, наслаждаясь прохладой и запахом сена. Тетя каждый год устраивала сеновал. Хотя ни коровы, ни козы никогда не держали. И сеновал был никому не нужен. Только отец изредка ночевал, когда выбирался из города, и в этот приезд спал Гриша. Но сена каждый год косили на лугу за домом, и на покос, как это называлось в семье, Маруся с отцом обязательно приезжали. И это было самое лучшее время в году. Середина лета, длинные дни, короткие расистые ночи. И отец радостно и бодро работал, и не называл Марусику Лемой, и не ссорился с тетей по политическим вопросам. Почему-то они то и дело ссорились именно по политическим вопросам. Маруся решила, что выйдет на улицу и попьет из бочки. Там наверняка холодная вода, полная бочка холодной воды. Откинула щеколду и стала потихоньку открывать дверь. — Кто там? — Маруся замерла. Где-то зажегся свет, что-то заскрепело, зашуршало, и дверь сама распахнулась. На пороге оказался Гриша в трусах и галушах на босу ногу. Он щурился от света, в руке топор и вид воинственный. — Привет, — сказала Маруся, и, потеснив его, вышла на крыльцо. Луна валилась за горушку и казалась огромной, как на картинках из сказок. Воздух был прохладным и плотным, и ей уже не было так мучительно жарко. Маруся вдруг за спиной удивился Гриша, как будто только что ее увидел. — Ты куда? Она добрела до бочки, сунула в нее голову и стала пить. Заломила лоб, и показалось, что вода затекла в уши, и там в ушах тоже стало немного прохладнее. Она вынырнула, тяжело дыша, утерлась, потом опустила в бочку руки по самые плечи и немного так постояла. — Простынешь, — сказал Гриша. Маруся отрицательно помотала головой. Тем не менее он вытащил ее из бочки и стал вытирать полотенцем, сдернутым с веревки. — Мне жарко, — сказала Маруся. — Сейчас уже не очень, а в доме просто невозможно, внутри все ссохлось. — Должно быть, у тебя температура. И он потрогал ее лоб. — Ну что? — Не знаю, — сказал он сердитый. — Я не врач. — Давай на лавочке посидим. Они уселись на лавочку и молча смотрели, как луна потихоньку падает за вершины елок. Там, куда она падала, небо становилось похожим на широкую серебряную реку. — А может, там и есть река? — задумчиво спросила Маруся. — Где? — Может, луна опускается в реку? — Тут не в нашу северку, а на небе тоже есть река. Из нее луна выныривает и в нее потом опускается. — А? Гриша промолчал. — Гриша, ты меня не слушаешь? — Никакой реки там нет, — сказал он сухо. — Луна опускается за горизонт. Земля поворачивается, и луна скрывается за горизонтом. Это называется смена дня и ночи. — Понятно. — Зачем ты ушла сегодня в лес? Все же было хорошо. Куда тебя понесло? Мы собирались купаться в первый раз за лето, и вдруг ты ушла за какими-то грибами. — Я подумала, что больше нет Шерлока и Джона. Вдруг вспомнила Маруся, уразумев, о чем он спрашивает. — Что Шерлок и Джон больше никогда не отправятся на задание. Он тоже не сразу вспомнил Шерлока и Джона, а, вспомнив, пришел в изумление. — Почему? — Потому что приехала Грибина, — сказала Маруся. — Потому что она пришла на пляж, разделась и улеглась. — Так, при чем тут Джон и Шерлок? — Ты не понимаешь? Он с силой выдохнул и помотал головой. — Нет, он не понимал. — Она такая необыкновенная, — объяснила Маруся. — Очень красивая, очень умная, очень свободная. И она сказала, что лучше заберет тебя себе, если ты мне не нужен. — Гриша наклонился вперед и взялся руками за голову. — Так, — сказала она опять, — при чем тут Агриппина такая свободная? — Я подумала, что нас с тобой больше не будет, — продолжала объяснение Маруся. Выходила какая-то глупость, и она понимала, что это глупость. Но других объяснений у нее не было. — Ну, никогда не будет. Мы с тобой уже взрослые. Мы больше не можем вдвоем прыгать на тигра Ваську. И я ушла, чтобы тебе не мешать. Он выпрямился и посмотрел на Марусю. — Так, — сказал он в третий раз, — ты ушла, чтобы не мешать мне делать что? Она не знала что. Понятия не имела. В то, что он взялся бы ухаживать за Агриппиной, она не могла поверить. Сейчас ей казалось, что и тогда на пляже она в это не верила. Но ушла-то она из-за этого. Из-за того, что появилась Агриппина. Кто угодно мог появиться. Дело не в ней. И все кончилось. Как детство навсегда. Вся Марусина жизнь кончилась сегодня на пляже. И должна была наступить какая-то другая жизнь. Которой не будет никаких Джона и Шерлока. И уж тем более тигра Васьки. — Я так понял, что ты решила отдать меня Агриппине, потому что она свободная и прекрасная. Маруся сердито посмотрела на него. В его изложении получалась даже не глупость, а просто идиотизм. — Из этого следует, что я тебе не нужен, — заключил Гриша. — Как? — поразилась Маруся. — Это вытекает из логики твоего рассказа. Агриппина сказала, что заберет меня, если я не нужен. И ты решила меня отдать. И несколько из-за этого расстроилась. Все же ты ко мне привыкла за долгие годы. — Ты мне нужен? — сказала Маруся. Теперь ей было холодно. — Зачем? — спросил безжалостный Гриша. — Чтобы ты была Джоном, а я Шерлоком? Или чтобы прыгать на тигра Ваську? — Гриш, ты на меня сердишься, да? — Я? С чего ты взяла? — Я ликую. Она посмотрела на него. И луна посмотрела на него. И, кажется, усмехнулась. — Ты ликуешь? — уточнила Маруся. — Что-то незаметно. — Как могу, так и ликую. — Отрезал он. И они замолчали. — Гриша, скажи что-нибудь, — предложила Маруся. — Или сделай. — Что я могу сделать, если я тебе не нужен, и ты даже приняла по этому поводу решение? — Какое решение? Не принимала она никакого решения. Она страшно отчаянно страдала и даже ушла, чтобы не мешать Грише. Оценить, насколько прелестной может быть девушка Агриппина или не Агриппина. Совершенно неважно, любая девушка может быть прелестной, только не Маруся. Ей казалось, она сделала и сказала все для того, чтобы он ее остановил. Вернул. Но ведь он не остановил и не вернул. Он даже ничего не понял. Похоже, он до сих пор ничего не понял. — Ты ничего не понимаешь, да? — уточнила Маруся на всякий случай. — Нет, почему? — Я все понимаю, — возразил он. Нужно собраться с силами, встать, проводить ее в дом и вернуться на свой сеновал. Это и будет означать то, что она пытается ему сказать. Все кончилось. Дальше пойдет какая-то совершенно другая, новая жизнь, и ему придется с этим смириться. Ничего у них не получится. Так бывает, что не получается. То, что очевидно и понятно ему, что они предназначены друг для друга, они и родились, чтобы быть вместе, ей неочевидно и непонятно. Это был единственный шанс правильно и надежно устроить жизнь, так как она была устроена в детстве, только уже взрослыми. И этого шанса не стало. Так бывает. Ничего не поделаешь. Нужно собраться с силами и расстаться. Она вернется в дом, а он на сеновал. Ничего не поделаешь, так бывает. — Понятно, — повторил Гриша. — Все понятно. Пойдем? — Куда? — Я провожу тебя в дом, и ты закроешься с той стороны. Ему опять было трудно дышать, и хотелось вдохнуть поглубже. Все же не каждый день кончается жизнь. — А ты? — спросила Маруся, поднимаясь. — А я еще пощажу немного. — Смотри, не простудись, — сказала она заботливо. Он кивнул. Держа его за руку, он так чувствовал ее ладонь в своей, как будто не пальцами, а душой, как будто в последний раз, Маруся добрела до крыльца, потрогала свою голову и сказала, что ей там больно. Она опять кивнул. Маруся взялась за скобу двери, повернулась и спросила. — Гриша, ты меня совсем нисколько не любишь, да? И никогда не любил? Я же просто старый друг, да? — Я люблю тебя всем сердцем, — ответил он нелепейшей фразой, и они уставились друг на друга, и луна уставилась. — Как? — поразилась Маруся. — Ты же только что сказал. — Это ты только что сказала, — рябил он, и они замолчали и опять уставились. — Гриша, я подумала, что страшно тебе мешаю, — сказала Маруся, нашарила его рукой и поцеловала. Именно сегодня подумала. Вокруг столько красивых девушек и совершенно разных и прекрасных, а я все время торчу у тебя на глазах. — Это я все время торчу у тебя на глазах, — возразил он. Теперь уж никак невозможно было дышать. И порчу тебе жизнь, и распугиваю кавалеров своими очками и длинным носом. У меня нет никаких кавалеров. Ну, они же могут быть. За разговором о Марусиных кавалерах они незаметно для себя начали целоваться. И теперь уже целовались вовсю, как полагается, как нужно. Даже луна хихикнув, укрылась за какое-то дерево повыше, чтобы не смотреть, но все же подглядывать оттуда. Маруся обнимала Гришу за шею, привставала на цыпочки. Все же он был значительно выше. А когда опускалась, он подхватывал ее, приподнимал, чтобы ему было. Удобнее с ней целоваться. И Маруся ничего вокруг не видела и не слышала. Как будто оказалась в середине черной дыры, где не было ни единого проблеска света, ни единого движения материи. Только они с Гришей. От него приятно пахло, разнотравьем, чистой кожей и немного потом. А от волос баней. И заросшие щеки были колючими, очень приятными, странно, необъяснимо приятными. Маруси все хотелось потрогать его щеки как следует. И она положила на них ладони и стала трогать. Он был совсем близко. Так близко он еще ни разу не был. И от этого она чувствовала неловкость. Ей хотелось, чтобы он отступил немного, чуть-чуть. Не совсем, но все же так, чтобы она смогла перевести дыхание и потрогать его щеки, которые ей очень нравились. Но он не отступал. А наоборот, оказывался все ближе и ближе. И Марусе от этого было неудобно, непривычно. За всю свою девичью жизнь она перечитала кучи груды и кипы любовных историй. И там, в этих историях, все было описано совсем не так. Не так. Она уперлась в него руками и слегка оттолкнула. Все равно, что уперлась в стену дома и попыталась оттолкнуть дом. Ничего не изменилось. Человек, здоровенный, сильный, почти голый, показавшийся ей совсем чужим, продолжал наступать на нее. А ей хотелось от него освободиться. Нет, не навсегда, но хоть на время. «Гриша», — сказала она с отчаянием, — «отпусти меня». «Я не могу». «Отпусти!» Он моментально перестал сжимать ее, как в тисках, и заглянул в лицо. «Что?» И вправду этого человека она не знала. Вместо глаз у него были темные впадины. Причем хорошо, что она не видела его глаз. Щеки потемнели от щетины и тяжелого румянца. На шее надулись какие-то жилы, и он не был, не был похож на ее милого, привычного друга Гришу, с которым они вместе. Рядом с ней сейчас был чужой человек. Маруся зажмурилась, а потом открыла глаза. Он трудно дышал рядом с нею, и его горячая сухая ладонь, как будто отдельно от него, провела по ее голой руке. Прикосновение было неприятным, словно болезненным, и Маруся отдернула руку. «Ты что?» — шепотом спросил он. «Я не знаю», — сказала она с отчаянием. «Нет, не так. Не так, не так все было написано в тех любовных историях, которых прочитано миллион. Сейчас, согласно инструкциям, она должна пылать от вожделения, внутри у нее должно дрожать и холодеть от страсти и предвкушения, и она должна страстно слизывать каплю пота с его шеи. Фу, какая гадость! Да еще и шептать ему на ухо «Займись со мной любовью! Я хочу тебя прямо сейчас!» Единственное, чего хотелось Маруси, это чтобы он прямо сейчас куда-нибудь делся, раз и нет его. «Нет, пожалуй, целоваться она согласна. Пожалуй, целоваться — это довольно приятно. Маруська!» — незнакомым голосом сказал рядом незнакомый человек. «Ты что, боишься меня?» «Я не знаю», — повторила она. «Нет, пожалуй, убежать прочь она бы не хотела. Ее разбирало любопытство, ей нравилось его трогать, он был приятный на ощупь, и ей хотелось понять, о чем все-таки речь в любовных историях. Наверное, если бы Гриша оставался Гришей, старым другом, милым парнем, вечно носившим за ней ее сумку, это все не имело бы вовсе никакого смысла, но Гришу не было. Был этот новый, чужой, и с ним можно было попробовать». Маруся решила посмотреть, что дальше. Она снова обняла его за шею, снова пристроилась целоваться, и они опять целовались долго, так что даже она устала немного, и ей захотелось сесть. А лучше лечь и продолжать целоваться лежа. Он опять был очень близко, ближе, чем можно себе представить. Но сейчас это уже не было неприятно, а, пожалуй, интересно. Он был весь длинный, твердый, словно состоящий из какого-то другого материала, не из того, из которого была сделана Маруся. И эта разность неожиданно оказалась привлекательной. «Я тебя люблю», — сказал незнакомец, и Маруся на секунду усомнилась. Как он может ее любить или не любить? Он ведь ее совсем не знает. Ее может любить Гриша. Но Гриши здесь не было. «Я тебя тоже люблю», — на всякий случай сказала Маруся. «Это правильно. Так положено говорить». Она читала. Они еще немного поцеловались, и он стал ее трогать. Очень осторожно, очень медленно. Но все же как-то так, что Маруся опять захотелось, чтобы он куда-нибудь делся, раз и нет его. И чтобы она опять стала свободной, легкой, прохладной, принадлежащей только самой себе, и снова принялась бы размышлять о несправедливости жизни и отсутствии кавалеров. Оказывается, в присутствии кавалеров нет никакой обещанной романами красоты. Оказывается, в жизни все это совсем не так привлекательно и изящно. Оказывается, в жизни больше неловкости, неудобства и дурацких мыслей, которые никак не удается выбросить из головы, и нет никакого пожара в крови и дрожи глубоко внутри. «Маруська, ты где-то очень далеко», — сказал рядом незнакомец, немного похожий на Гришу. «Я здесь, здесь», — торопливо откликнулась Маруся, решив, что нужно довести дело до конца. «Иначе как она узнает, в чем тут штука?» «А, может, если бы ее не ударили сегодня по голове железякой, она была бы совсем другой, чувственной, дерзкой, пылающей от страсти. Хочу я шелка атласной груди, мы два дыхания в одно сольем». «Нет, ничего не получается». Маруся отодвинулась от него, и он дал себя отстранить. Вздохнула, обняла за шею и положила голову на плечо. «Вот так еще туда-сюда». «Я так испугался», — признался вернувшийся Гриша, и потерся щекой о ее макушку. «Я думал, мы тебя не найдем». «А я как испугалась», — откликнулась Маруся, благодарная, что он перестал ее трогать, и сказал нечто простое и понятное, имеющее смысл. «Я думала, зачем я, дура, ушла? Если бы не ушла, ничего бы не случилось». Они помолчали, обнимая друг друга, и черная дыра расступилась, и вокруг был знакомый темный двор, и круглая щека луны выглядывала из-за елок, и вон самовар на чурбачке и корзина с яблоками, и медный таз на столе. Нельзя ставить медный таз на сильный огонь. Стало легко дышать, и оказалось, что прижиматься к нему, почти голому, так приятно и радостно, и хочется прижаться еще теснее, ведь это же Гриша, ее Гриша, и он никуда не делся. И вот-вот наступит утро, и продолжится прежняя прекрасная жизнь. Оказывается, жизнь Марусина всегда была прекрасна, потому что в ней есть Гриша, и этот двор с самоваром и яблоками, как бы продолжение его, как бы его часть. По-другому Маруся не могла объяснить. Она изо всех сил стиснула его шею, погладила по спине, спина была прохладной, твердой, и потрогала ноги. Ноги оказались волосатыми. Маруся никогда не обращала внимания на его ноги, хотя видела сто раз, или даже двести. «Что ты смеешься?» «У тебя волосатые ноги». Гриша взял ее за бока, приподнял, поцеловал и сказал почти умоляюще. «Пойдем со мной, а?» «Куда?» — не поняла Маруся. «Идти ей никуда не хотелось. Так хорошо было стоять. Ко мне. На сеновал. Пойдем, пожалуйста». Маруся поняла, что это опять из романа. Там, на сеновале, должно совершиться главное. Собственно, то, о чем эти самые романы и написаны. «Нужно довести дело до конца». «Пойдем», — сказала она решительно и взяла его за руку. По приставной лестнице, как коты, они кое-как забрались на чердак. Маруся на сердце колотилось. Во-первых, она боялась, что лестница завалится. А во-вторых, продолжение ее волновало. Гриша первым перелез внутрь и ловко снял ее с корявой ступеньки. Маруся бухнулась прямо на него. Здесь так пахло травой, что немного закружилась голова. Сена было много, почти под двускатную крышу, и в середине немного утоптано, как будто берлога или пещерка. Маруся сюда к нему и не заглядывала никогда. Берлога или пещерка была застлана байковыми солдатскими одеялами, а сверху на них наброшены простыни и несколько ситцевых подушек. И еще какая-то перина, видимо, накрываться. Маруся упала прямо в середину берлоги на Гришу. И тут же попыталась сесть и стала поправлять волосы. Он лежал, не делая никаких движений. Маруся поправила волосы, немного посидела. Она, независимо оглядываясь по сторонам, кругом было сено, и за распахнутой дверью сирело предутреннее холодное небо, и луна уже почти совсем завалилась за лес. А потом легла рядом с ним и пристроила голову ему на плечо. У него сильно бухало сердце. Так сильно, что грудная клетка вздрагивала, и Марусе было неудобно лежать. Лежали они довольно долго, а потом она все же кое-как повернулась к нему. Еще немного полежала, а потом поцеловала в подбородок. «Маруська, ты совсем дурочка», — сказал Гриша. «Почему я раньше не догадался, что ты такая дурочка?» «Я просто не знаю, как правильно», — призналась Маруся. «Что нужно делать, чтобы все было правильно?» «Обними меня». Маруся его обняла. «И больше ничего не делай, вот совсем ничего не делай». У него был такой голос, что она отстранилась, чтобы посмотреть, не смеется ли он над ней. Но он не смеялся. В предутренних сумерках выражение его лица определить было трудно. И они опять лежали довольно долго. А потом Гриша сказал сердито, «Все, я больше не могу». И как-то напал на Марусю. Он навалился на нее всем телом, придавил ноги, захватил обе ее руки одной своей ручищей, а другой стал гладить, трогать, прижимать. Поначалу Маруся уговаривала себя, что так и надо. Как раз сейчас все происходит в соответствии с описанием из романов. Немного неудобно и, главное, ужасно стыдно, потому что его руки были там, где им уж точно быть не полагалось, и он трогал ее так, как никто и никогда не трогал. Но Маруся знала, что так нужно, что в этом суть. Поначалу Маруся просто старалась не вырываться и не отпихивать его. И у нее получалось, потому что она то и дело напоминала себе, что так правильно и была в страшном напряжении. И вскоре, может, и не вскоре, от напряжения она очень устала. Она устала. И перестала думать о правильности и неправильности, и об описаниях в романах перестала думать. И о том, насколько все это красиво выглядит, ведь непременно должно быть красиво, а потом и о красоте она позабыла. Можно ничего не изображать, никого из себя не строить и ничему не соответствовать. Ведь рядом Гриша и ее Гриша, вместе с которым они когда-то прыгали на тигра Ваську. Маруся стала веселой, как будто щекотно внутри. Она кое-как освободилась от его хватки, вцепилась в его волосы, откинула голову назад и стала целовать шею, выпирающую ключицу, а потом грудь и живот. И тут уж он вцепился в нее. И подтащил повыше. Маруся засмеялась. Ведь это уже была игра. Играть в которую было весело и немного опасно. Его ноги были очень тяжелыми. Они же, как оказалось, были сделаны из разных материалов. И она трогала и гладила его ноги, удивляясь, что они такие тяжелые и твердые. А она раньше никакого внимания не обращала на его ноги. Потом Маруся сообразила, что на них обоих не осталось никакой одежды. Куда-то подевались его трусы и ее рубашонка. И это тоже было приятно. Все тело у нее дышало и двигалось, как будто зажило какой-то новой, отдельной жизнью. Она вытянула вверх собственную руку и не узнала ее. Это была какая-то новая рука. Гриша ее перехватил и положил на себя. И Маруся продолжила свои изыскания. И чем дальше, тем больше ей нравилось его трогать. И это казалось так естественно. Трогать его там, где уж точно трогать не полагалось. Какая-то утренняя птаха пискнула под крышей сердитым голосом. Когда Гриша прижал Марусью изо всех сил, перекатился и оказался сверху. Маруся захлебнулась, тоже пискнула. И он сказал, глядя ей в глаза, «Держись». Она схватилась за него, чтобы держаться. Но уже нельзя было ни бояться, ни размышлять, ни наблюдать со стороны. Она с силой выдохнула, стиснула его руками и ногами. Она зажмурилась изо всех сил. И нечто странное, почти болезненное, очень далекое от наслаждения или удовольствия, стало нарастать, увеличиваться, раскрываться. И опять вокруг образовалась черная дыра, без единого проблеска света и движения материи. Только теперь она была заполнена этим новым и болезненным, требовавшим какого-то выхода немедленного и решающего. Маруся застонала, заметалась, задвигалась, ища выход. Но выход вдруг нашелся сам. Что-то случилось во Вселенной. Она куда-то сдвинулась немного, качнулась из стороны в сторону, замерла и обрушилась на Маруся. И опять в этом не было ничего похожего на наслаждение или удовольствие, больше на разрушение, болезненное, но отчего-то необходимое. Словно в старой Вселенной невозможно было больше пожить ни секунды. И это болезненное разрушение было долгим и трудным. И когда оно закончилось, когда все разрушилось до конца, Маруся поняла, что вместе со Вселенной разрушилась и она сама, прежняя Маруся. Рядом с ней тяжело кто-то дышал, как будто всхлипывал, и не сразу стало понятно, что дышит и всхлипывает она сама. Гриша откуда-то издалека нашарила ее руку, и они долго лежали, сцепившись вялыми пальцами и не говоря ни слова. А потом Маруся что-то сказала, а он что-то ответил, и они опять замолчали. Вдруг Маруся спохватилась. — Ты что-то сказал? — он поднял голову и посмотрел на нее. — Ничего. Птаха возилась под крышей, попискивала, и полоска неба в дверном проеме наливалась голубым утренним светом. — А где луна? — спросила Маруся. Гриша в сене пожал плечами. Луна его не интересовала. — Была же луна! — не сдавалась Маруся, рассматривая утреннее небо. Тогда он на коленях подполз к ней, прилег рядом и обнял. Маруся моментально пристроилась так, чтобы чувствовать его всего, как можно ближе. — Ты как? — спросил Гриша. — Как-то странно, — призналась Маруся. — Очень странно. Гриша хотел спросить, не сделал ли он больно или еще какую-то ерунду в этом же духе, но понял, что спрашивать не нужно, нельзя. И он сказал, — Маруся-ка. Единственное правильное, что он мог сказать. Она погладила его по груди и по шее. Ей еще предстоит обжиться в собственном новом теле и в новой вселенной, и понять, куда делась луна, и поговорить с собой, и поговорить с ним. На это уйдет много времени, просто уйма времени. Пожалуй, вся жизнь. Пожалуй, некогда теперь будет читать роман о том, как у нее что-то задрожало внизу живота, потому что у Маруси там ничего не дрожало, а все было совсем по-другому, и ощущение придется еще сто раз повторить, или тысячу раз повторить, хотя бы для того, чтобы осмыслить. Маруся была думающей девушкой. Но самое-самое главное — вот же она, а Маруся чуть было его не упустила, это главное. Гриша остался с ней, ее обожаемый Гриша, ее единственный Гриша, тот самый, с которым они вместе прыгали на... Господи, сколько можно вспоминать этого самого тигра Ваську, с которым они вместе с самого детства. Они же родились для того, чтобы быть вместе, и у них это получилось. Они вместе именно так, как нужно для взрослой жизни, и это и есть самое главное. — Гриша, — прошептала Маруся, вдруг осознав счастье и единение, — как я тебя люблю, если бы ты знал. — Если бы ты знала, как я тебя люблю. Ты меня чуть с ума не свела этим своим Антоном. А еще потом ты решил меня бросить, но Маруся не хотела слушать никаких глупостей. Она хотела сказать ему, как она его любит. И не умела. Не знала слов, да и стеснялась. — Ты поговоришь со мной? — спросила она. — Потом, не сейчас. Когда-нибудь. — Я буду разговаривать с тобой всю жизнь, — пообещал Гриша серьезно. — Даже если ты будешь говорить глупости про лунные реки. — Я тоже буду с тобой разговаривать, даже если ты будешь говорить скучности про производную, которая рвется на стенки. — Неужели я и про производную тебе рассказывал? — удивился Гриша. — Сто раз, — зевнула Маруся. Ей жалко было спать. Ей хотелось трогать и гладить его уже по-другому, не так, как в первый раз. Но спать тоже очень хотелось. И когда он потянул на них обоих перину, она прижалась покрепче, куда уж крепче, и заснула. И снилась ей какая-то веселая производная, которая скакала по деревьям, а потом почему-то раздваивалась, и они скакали уже парой, и луна с ямочками на щеках выглядывала из-за елки, и весь мир сужался до горячей Гришиной руки, которая лежала у нее на груди. И от руки Маруся становилась жарко и щекотно, и проснулась она от того, что где-то источник закричали. — Гриша! Гриша! Он подскочил, и несколько секунд сидел, ничего не понимая. И Маруся тоже подскочила. Сеновал был залит солнцем по самую двускатную крышу. Птицы пели вовсю, близкий лес шелестел по-утреннему жизнерадостно, и небо голубело, настраиваясь на большую жару. — Гриша! — надрывались где-то. — Гриша! Как был голый, он проворно подполз к двери. — Что случилось? — Ма... — Маруся пропала. — Гриша, она опять пропала. Маруся ахнула и тоже подползла. Внизу, задрав голову к чердаку, стояла тетя Лида. И у нее было такое лицо, как будто надвигается всемирный потоп. — Я не пропала! — пискнула Маруся из-за Гришиного плеча. — Я здесь, тетя! — О, Господи! — сказала Лида внизу. Держась за стену дома, Гриша с Маруся смотрели на нее сверху. Она добрела до лавочки, села на нее и перекрестилась. — Тетя, я сейчас! — зачистила Маруся. — Я сейчас спущусь. Ты что, тебе плохо? И она полезла было на лестницу, но Гриша схватил ее за ногу. — Что? Он кинул ей рубашонку, которую с трудом отыскал в сене. Маруся полезла было с чердака, в чем мать родила. Маруся покраснела до ушей, стала натягивать рубашонку. Гриша ей помогал, как мог. Трогал ее грудь, гладил, снова трогал. И рубашонка никак не надевалась. — Тетя, ты как? Тебе плохо? — спрашивала совершенно красная Маруся, взгромождаясь на верхнюю ступеньку лестницы и придерживая подол рубашонки. — Мне отлично! — проинформировала Лида, рассматривая, как Маруся спускается спиной вперед, нащупывая босой ногой очередную ступеньку. — Хворостиной тебя по заднице, вот было бы дело! — Тетя! — предупредила Маруся с середины лестницы. — Ты смотри! — Ты ничего мне не говори, ладно? — Лида кивнула. — Совсем ничего не говори, поняла? — А хворостиной можно? Гриша в шортах и вчерашней футболке перелез через порог сеновала, повис на руках, покачался немного, спрыгнул на землю и галантно подал Маруся руку. Лида посмотрела на них набок, склонив голову, что-то пошептала про себя, как будто молитву сотворила, и ушла в дом. Маруся ринулась в баню, где еще была теплая вода, наскоро помылась, ощущая собственное тело чужим и неловким. Впрочем, она же знала, что к нему, к новому телу, придется приспосабливаться. В доме полным ходом готовили завтрак. А Гриппина, о которой Маруся совсем позабыла, жарила оладьи на огромной чугунной сковороде, и небольшая горка готовых отдыхала на расписном блюде. — Привет! — сказала она и чмокнула Маруся в щеку. — А я проснулась, тебя нет. Но я-то сразу поняла, что ты к Грише убежала, а тетя твоя шум подняла. А ты Гриппины пахла свежим тестом и ягодами. — Маруся, оденься! — велела тетя Лида. — Того, гляди, участковый явится, а ты в рубашке. — Сейчас, сейчас. Пока готовили и подавали завтрак, Гриша не показывался. И правильно делал. Потому что Маруся непременно стала бы к нему приставать и вышла бы некрасиво. А когда вышли к столу, он явился. Это был какой-то новый Гриша, совсем не такой, как вчера. Маруся на него засмотрелась. Он оказался очень красивым. Куда там, юношам из журналов. Загорелым. Белые зубы сверкали, когда он улыбался. И улыбался он как-то особенно одной стороной рта. И ему это очень шло. И очки ему подходили, и щетина, и отросшие волосы, из которых он, видимо, повыдергивал солому. — Не смотри на меня! — велел он Маруся, усаживаясь за стол. — Я подавлюсь. Странно, но тетя, вчера собиравшаяся в Москву, нынче утром об отъезде не обмолвилась ни слова. Как будто опасность, нависшая над Марусей, за ночь миновала. Все с аппетитом ели. И вспоминали вчерашнее, как будто оно случилось давным-давно и уже превратилось в приключение. Опасное, но пережитое и оттого не страшное. — Странные дела творятся, — говорила Агриппина, щедро накладывая на горячий ладушек холодное земляничное варенье. — Убийство, похищение? — У вас тут что, криминальная столица? — А этот ваш... — перебила тетя. — Видел же, как Марусеньку уволокли. И ведь ни слова не сказал, скотина. — Да ну его, тетя Лида, что о нем говорить? — Спасибо, Лисничево. Нашел девочку. — Кстати, мотоцикл-то твой. Он когда вернет? — Когда вернет, тогда и вернет. Я все равно на нем сегодня никуда не собираюсь. — Ну, как знаешь. — Девочки, нам сегодня нужно варенье сварить. Наталья Тасс не навеки вечный отдала. Он ей самой небось нужен. — Как варенье? — перепугалась Маруся. — Ей не хотелось варить варенье. А хотелось играть с Гришей, Джоном и Шерлока. И еще в разные другие игры. Сначала сироп из Антоновки, — начала Лида, решив, что племянница спрашивает, как именно они будут варить варенье. Потом, когда чуть подостынет, на райские яблочки в него запустим вместе с хвостиками. В них самый вкус. Вот они полежат, а потом еще раз вскипятить. — А можно мы с Марусей сходим по делу? — Тут недалеко, — перебил Гриша. — Вы не волнуйтесь, мы ненадолго. Маруся умоляюще уставилась на Лиду. — А подружка как же? — удивилась тетя. — Бросишь ее? — Ничего, ничего. Моментально отозвалась Агриппина и засмеялась. — Я варенье с вами варить стану. Я люблю, правда. А могу в Москву уехать, чтобы не смущать никого? Тут все разом заговорили, что никого решительно никого. А Агриппина не смущает, а с ней, наоборот, гораздо веселее. И Маруся даже мимолетно подумала, как ей могла прийти в голову такая глупость, что Грише нужна Агриппина. Или наша, или любая другая. Когда ему, может быть, нужна только одна Маруся. И больше никто, никто и никогда. Когда Гриша с Марусей ушли за ворота, а Агриппина попросилась до варенья полежать в шезлонге с книжкой, Лида забежала в дом, нашарила на этажерке телефон и нажала кнопку. — Все хорошо, — сказала она ликующим голосом, когда ответили. — Да точно говорю. Сама не ожидала. — Теперь можно. Тут у нас, правда, не все, слава богу. Ну, ничего, ничего. Разберемся потихонечку. — В самом главном-то разобрались. Потом она пошла в свою комнату, которая именовалась Светелкой, долго рылась в старинном дубовом гардеробе, достала из гардеробных глубин пакет, долго на него смотрела и аккуратно и бережно положила на кровать. — Смотри, — говорил Гриша, — он держал Марусю за руку и качал ею туда-сюда. Нам нужно установить две вещи. Кто такой Гр. Васильев К.Д., который неоднократно замечен в противоправных и противозаконных действиях, наносящих реальный урон народному хозяйству с материальной стороны дела? — Гриш, какой Васильев? — У Валерика на буфете лежала Кляуза, помнишь? Черновик Кляуза. — Эх, жаль, я не могу посмотреть его компьютер, все бы объяснилось. Маруся, которая обо всем на свете позабыла, даже о шишке на собственной голове, попыталась вспомнить. — Ах да, Васильев, точно. — А зачем он нам? — Джон, соображайте быстрее. И Гриша поцеловал ей руку. — Еще вчера. Он не мог просто так поцеловать ей руку. Сегодня мог. И это все меняло. — Может быть, этот Васильев и есть убийца. — Если Валерик достал его своими Кляузами, такое вполне возможно. Маруся подумала немного. — Хорошо. Это первое, что нам нужно установить. — По-моему, можно просто спросить участкового и дело с концом. — Если участковый его знает. А если нет? — А второе что? — Мы должны выяснить, куда делась жена Валерика. Прокопенко сказал, что видел ее собственными глазами. Валерик пил чай и портвейн с какой-то женщиной. Потом эта женщина, скорее всего, жена, куда-то из деревни делась. Куда она могла деться и зачем? Ее что-то напугало? Или она убила мужа и исчезла? — И оставила на столе чашку с отпечатками своей губной помады. — Она что, дура последняя? — Она могла просто дать ему по башке, а он взял и помер. Так бывает. И она испугалась и убежала. — Куда убежала, Гриш? Ночь была. Автобусы ночью не ходят. Она на автобусе приехала. Прокопенко сказал. — В лес? — Вот именно. Это все нам и нужно выяснить. Тут он остановился прямо посреди улицы, взял Марусю за щеки, поднял ее лицо и посмотрел в него. — Маруська, — сказал он, — как я рад тебя видеть. Ты даже не можешь себе представить. И поцеловал. Маруся вся потянулась к нему, привстала на цыпочки, обняла, и тут мимо проехал велосипедист. Проехал и даже прозвенел в звонок, поприветствовал. Маруся отшатнулась от Гриши и открыла глаза. — Здрасте, Виктор Павлович! — вслед округлой спине велосипедиста прокричал Гриша. — Наше взаимонепонимание полностью устранено! — сообщил он Маруся и захохотал. — Мы теперь абсолютно взаимопонимаем друг друга. Вдруг он стал абсолютно серьезен и даже суров. Маруся смотрела на него, не отрываясь, так он ей нравился. И нам нужно установить, кто на тебя напал. — Вот это совсем непонятно, как сделать. — Все это звенья одной цепи, Джон, — сказал Гриша важно. — Ухватившись за одно звено, мы вытянем всю цепь. Пошли скорее. Он рванулся вперед, потащил за собой Марусью, как козу на веревочке, потом увернулся и немного пошел спиной вперед. — Тебе понравилось у меня на сеновале? Маруся смотрела на него. — Ты сегодня придешь ко мне? — Она все смотрела. — Ты же больше не станешь прогонять меня из своей жизни? Она покачала головой. — Нет, не стану. — Вот и хорошо, — сказал Гриша серьезно, повернулся и толкнул калитку. — Мы пришли. Маруся как будто очнулась от забытья. Он ввергал ее в забытье. Они пришли в дом к Наталье, которая одалживала тете медный таз для варенья. — Она нам ничего не скажет, — пробормотала Маруся. — Она нас выгонит. На этот раз на дворе не было никакого белья, и двор оказался просторным, ухоженным и чистеньким. Дорожки по краям обсажены бархатцами, яблони до половины побелены, под окнами георгины и золотые шары. — Люблю эти цветы, — сказала Маруся про шары. — Мама их тоже очень любила, — тетя говорит. Гриша погладил ее по голове, пожалел и громко позвал. — Наташа, Наташа, можно к вам? С крылечка скатился рыжий пыльный кот, потом занавеска во всей деревне, двери всегда занавешивали от мух, отлетела в сторону, и выскочил загорелый мальчишка в шортах и кепке. — Здорово, — сказала ему Гриша. — Привет, — отозвался мальчик, хватая прислоненной к лавочке велосипед. — Слушай, это ты вчера в лесу пропала? — Я, — призналась Маруся. — Мы с пацанами тоже однажды решили пропасть, — сказал мальчишка, усаживаясь на велосипед. — Шалаш построили, всякое такое. — А вечером есть так захотелось, — ужас! Даже в животе трещало, и мы по домам рванули. — Правильно сделали, — похваляла Маруся. — Да где здесь пропадать-то? — сказал мальчишка с легким презрением. — Это тебе не тайга! — и покатил со двора. — Доброе утро! — поздоровались с крыльца. — Таз принесли. Раздумала ли до варенья варить? — Таз не принесли, — сказал Гриша. — К варенью только приступили. Женщина на крыльце сразу как будто насторожилась. — А чего пришли? — она посмотрела на Маруся и немного смягчилась. — Ну как, девочка, отошла немного? — Ничего, — бодро сказала Маруся. — Даже голова не болит. — Еще заболит, — почему-то пообещала Наталья. — Какие твои годы, еще заболит голова. — Можно войти? — А что надо-то? На улице как хорошо. Можно и на улице потолковать. Гриша посмотрел женщине в лицо. — Наташа, — сказал он очень серьезно. — Мы можем где угодно разговаривать, хоть на улице, хоть в доме. Но вряд ли ваша подруга захочет выходить. Она же прячется. Наталья дрогнула очень заметно. Она дрогнула и испугалась. Испугалась и отступила. — Какая подруга? — пробормотала она. — Нет у меня никакой подруги. Я что-то придумал, парень. — Вы не переживайте, — продолжал Гриша так же серьезно. — И главное, ничего лишнего не говорите. Я знаю, что жена Валерика у вас с самой ночи убийства. Вы ее прячете. — Никого я не прячу, — пробормотала Наталья упрямо. — Оксана в ту ночь была у вас. Она была у вас дважды. И пила чай. На следующий день в раковине были две чашки со следами губной помады. Точно такой же, как на чашке в доме у Валерика. Вы так за нее переживали, что даже не помылись вечера посуду. Соседи видели, как она приехала, шла с автобуса. Гриша говорил негромко и очень убедительно. — Никто не видел, как она уезжала, да она и не могла уехать. Ночью автобусы не ходят, а утром участковый уже обнаружил тело. Вся деревня узнала о происшествии. Она не могла пройти по деревне и сесть в автобус. Ее обязательно бы заметили. Так что она у вас. И мне хотелось бы с ней поговорить. Штора на распахнутом окне дрогнула, и оттуда из-за шторы женский голос сказал. — Да пусть они заходят, Наташ. Все ясно. Да и прятаться больше сил нет. — Вот привязался, — в сердцах сказала Наталья. — Как слепень, коровьему к хвосту. И все он замечает, все сопоставляет. Кто куда шел, кто кого заметил. — Ну, проходите, ладно. Гриша поднялся на крыльцо. — Ни слепень и ни к хвосту, — сказал он. — Марусь, у вчера тоже чуть не убили. Я должен разобраться. В веселой комнате с розовыми занавесками, полосатыми деревенскими обоями и выцветшим ковром стояла, прижавшись спиной к стене, унылая женщина. Она стояла как-то безнадежно, свесив руки, и хотелось переставить ее поудобнее, куда-то деть руки, чтобы не висели так безвольно, и вообще хотелось как-то ей помочь. — Здравствуйте, — сказала Маруся. Женщина улыбнулась. — Это ты потеряшка, — Маруся кивнула. — А я Оксана, — сказала женщина. — Все ты, парень, правильно рассказал, как своими глазами видел. Приехала я на автобусе. Так с тех пор у Наташки на чердаке и сижу. — Боюсь. — Чего вы боитесь? — спросила Маруся. Ей было очень жалко женщину. — Тюрьмы боюсь, — просто ответила она. — Даже от Димки прячусь, чтоб не сболтнул друзьям, что я тут. Посадят меня, да и все дела. — Вы мне все расскажите, — попросил Гриша. — Я же не участковый, и я вас никуда не посажу. — Вы расскажите, Оксана, — вступила Маруся. — Гриша очень умный, правда? — Он придумает, как помочь, если... — Если нужно. — Да чего рассказывать-то, — сказала Наталья сердито. — Жизнь прожить не поле перейти. Вот она и промаялась с этим своим... Козадоем. — А чего маялась? — Вот чего маялась? — вдруг накинулась она на Оксану. — Развелась бы сразу. Была бы сейчас свободная и веселая сама себе хозяйка. У Оксаны из глаз ни с того ни с сего потекли слезы. Крупные и отчего-то мутные белесые. Они текли вдоль носа, и она их не вытирала. Они капали на грудь, носит свою кофту, оставляя темные следы. Наталья подошла и сунула ей полотенце. — Утри лицо-то. Чего теперь плакать? Теперь уж все позади. Оксана крепко вытерла лицо и приткнулась на табуретку. Тоже как-то очень неудобно, так что сразу захотелось ее пересадить получше. — Ну, муж моего, вы знаете, — сказала она. — Что ни утро, то скандал, что ни вечер, то скандалище. Ладно бы по делу. Или за правду какую-никакую человек бился. А то ведь так, только от дурости и скверности характера. — Он вас бил? — спросила Маруся из своей новой вселенной, взглянув на старую, в которой остались все эти люди. В ее вселенной не могло быть так, чтобы Гриша ее избил. Это было так же невозможно, как если бы небо упало на землю. Но оно ведь не может упасть, правда? — Да не бил, — с досадой сказала женщина. Так, по мелочи, ну, толкнет, за волосы оттаскает. Лицом в кашу макнет, если там она пересолена или недоварена. Маруся передернула. — А у меня дети. Куда я пойду? Обратно к матери? Так и мать в общежитии всю жизнь живет, и всю жизнь одна. И опять. И слезы опять полились. А Валерик, ему слушатели были, нужны зрители. Вот уедет сюда, на дачу. А я не еду, отдыхаю от него. Он так уговаривает, так уговаривает. Приезжай, все по-другому будет. Но я приеду. Уговором-то я не верю давно, все про него знаю. И знаю, что если не приеду, только хуже сделаю. Будет месяц скандалить. Это он любит. — Позавчера вечером вы приехали, да? — спросил Гриша. — Он вас не встречал. Вы сами пришли. — Пришла, — кивнула Оксана. А у него и стол накрыт. Он всегда так скандалить начинал. Подготавливался. Вроде все для меня делает, старается изо всех сил, а я ему жизнь порчу. Ну, сели мы за стол, а я, как на иголках, знаю же, что дальше-то будет. Он вина какого-то сладкого налил чаю. Я глоток выпила. Ну, рассказывает он мне, как тут в деревне все мука рот дает. Я молчу, чай пью. Он дальше рассказывает, а я все молчу, боюсь его. Ну, тут он не выдержал, конечно. Ты, — говорит, — стерва старая, — чего молчишь? Не веришь, что я их тут всех заставлю по струнке ходить? И пошло-поехало. И поехало, и пошло. Долг скандалил, — спросил Гриша. Оксана подала плечами. Да не очень, как обычно все. Ну, за волосы меня оттаскал, на диван кинул. А как вышел, видно, в туалет захотел. Я к Наташке избежала. А он не догадывался, что вы у нее. Да нет, откуда? Мы при нем двух слов друг другу не сказали, все боялись. Да и Димка моего он терпеть не может, все грозит с его. О, Господи. Ну, ладно, все уже. И обе женщины переглянулись и замолчали. Ну, а вы вернулись, — продолжил Гриша. Вы посидели здесь у Наташи, тоже чаю попили и вернулись домой. Правильно? Правильно, все правильно. Куда мне деваться, обратно надо. А то стал бы искать, по деревне носиться, орать, позорить на весь мир. Я думаю, вдруг заснул. Тогда пройду потихоньку лягу, а утречком уеду в Москву. И что? Оксана вздохнула. Я зашла, свет горит на столе, посуда все, как я оставила. А Валера на полу лежит, мертвый. И ружье постороннее рядом с ним валяется. Я подумала, что его из этого ружья и... Подождите, перебил Гриша. Двустволка не его, не вашего мужа. Оксана покачала головой. Нет, что ты. У нас никакого оружия в доме никогда не было. И ружье это не наше, не Валерина, точно. Я же и говорю, думала, из него убили. Это уж потом Наташка мне сказала, что вовсе не из ружья и убили, а вроде по голове стукнули, я не знаю. — Тогда в нас кто стрелял? — спросила изумленная Маруся у Гриши. — Выходит, кто-то другой? Не Валерик? — Не беги впереди паровоза, — скороговоркой сказал он. — Подожди, мы все выясним. Я когда поняла, что он мертвый и что не поможешь никак, обратно к Наташке убежала, — призналась Оксана с горечью. — Подло я поступила, да? Только так я решила. Если узнают, что я в тот вечер приехала, меня в убийстве и обвинят. Все знают, как он народ изводил, а надо мной больше всех старался. Он же муж мой. Вот и решат, что я сгоряча и... Убила. Она вздохнула и посмотрела в окно, где было просторно и солнечно, и август был таким прекрасным, как в подарок. А я за него в тюрьму не хочу. Всю жизнь он мне испортил, и за него еще в тюрьме сидеть не хочу и не могу. Дети у меня выросли хорошие, сочувствующие. Позор ты им какой. Мать за отца посадили. Маруся взяла Гришу за руку. Он посмотрел на нее и снизу вверх кивнул, утешил. И решили мы с Наташкой сделать вид, что я вообще не приезжала. Ни про какую губную помаду мы и не подумали. А мало ли с кем он чьи-то распивал. Не обязательно же со мной. Оксана снова вздохнула. А убивать я не убивала, богом клянусь, детьми клянусь. Я знаю, сказал Гриша. Не нужно ничем клясться. Он немного походил по веселой комнате. Участковому все равно придется рассказать, начал он, и обе женщины накинулись на него. Как же ему расскажешь? Он сразу в камеру посадит. Зачем ему рассказывать-то? Что ты придумал, парень? Ей уехать надо, да и все. Нет, не все, твердо сказал Гриша. Не все. Телефон у вас наверняка выключен, да? Оксана кивнула. А вам наверняка сто раз звонили. Вас соседи видели, когда вы от автобусной остановки шли. И из пассажиров кто-нибудь наверняка вспомнит, если дело до этого дойдет. И помада на чашке. Экспертиза покажет, что ваша она, помада эта. Он еще походил немного. Так что рассказать все равно нужно. Только не сейчас. Он повысил голос. Я разберусь сначала. А уж вы потом мои выводы подтвердите, если надо будет. Так что посидите еще денек на чердаке, хорошо? Оксана кивнула в некотором затруднении. Хорошо. А я забегу и скажу, что осада снята и можно выходить. Парень, задумчиво проговорила Наталья. Ты чего, сам хочешь до всего докопаться? Прям как разбирает тебя. Он Маруся чуть не убил. Гриша улыбнулся так, что Наталья вдруг ойкнула и зажала рот рукой. А это один и тот же человек, я уверен. Он подумал немного. И самое в этом деле главное, что из дробовика по нашему дому стрелял вовсе не Валерик. Да и вообще дробовик не его. И что, спросила Маруся, а то, что преступник дробовик возле тела оставил, чтобы убедить всех, что из него стрелял именно Валерик и именно по нашему дому. Зачем? Вот именно, сказал Гриша. Зачем? Они вышли на улицу и некоторое время молчали. Гриша, я ничего не поняла, призналась Маруся в конце концов. Он ничего не ответил, и она ткнула его кулачком в бок. Слышишь? Еще и дробовик не его. То есть, получается, дробовик ему подкинули. Зачем? Да что с вами такое, Джон? Спросил Гриша задумчиво. Вы утратили нюх? Гриш, говори по-человечески. Некий человек решает убить Валерика. То есть, ему нужно убить, но обезопасить себя. Налет цивилизации очень тонок, помнишь? Если можно убить и не попасться, значит, можно убить. Он берет дробовик, идет ночью в осины к нашему дому и сидит там в засаде. Это местный человек. Он знает, что я до вечера вожусь на заднем дворе. Тут начинает смеркаться. Ты выходишь, и он два раза стреляет. Разбивает лампу. Он что, собирался заодно убить кого-то из нас? Да ну, Марусь. Из дробовика с такого расстояния, да еще в сумерках, не убьешь. Но мы делаем единственный возможный вывод. Вывод стрелял Валерик, потому что именно он утром напал на Лиду из-за этого фонаря и обещал фонарь разбить. Тот же самый вывод должны сделать и все остальные, то есть менты и участковый. Зачем? Чтобы навести на меня. Как зачем? Сказал Гриша совершенно спокойно. Валерик в меня стрелял. Я его убил. Все логично. То есть после выстрелов я помчался к нему в дом и дал по голове, чем там, тяжелым тупым предметом. Похоже на правду? Марусь хотелось ответить, что нисколько не похоже, что это все выдумки, притянуто за уши, но она промолчала. Пожалуй, вполне могло быть так. В качестве запасного варианта могла бы сработать и чашка со следами губной помады. То есть, если не я убил, значит жена. Я же тебе говорю, этот человек местный и все знает про всех и знает, как Валерик с женой скандалил и как она его боялась. Но жена его не убивала, твердо сказала Маруся. И я не убивал, продолжил Гриша. Тогда кто его убил? И за что, за скандальный характер, за кляузы? Или он на самом деле кому-то или чему-то помешал или мог помешать? Гриша взял Марусю за руку и притянул к себе. И за что он собирался убить тебя? Ты-то чему и кому могла помешать? — Гриш, — сказала Маруся жалобно. — Может, нам лучше оставить это дело? Егорьевским сыщикам. Может, они без нас разберутся? — Может, и разберутся, — согласился Гриша. — Но мы тоже попробуем. Вывеска отдела полиции была новенькой. Черные буквы на синем фоне, а сверху под козырьком выцветшие, но бодрые буквы сообщали. — Отделение милиции, пос им тсюрупы. — Милиция, полиция, — проговорила Маруся, приставив ладонь козырьком к глазам. — Слушай, Гриш, кто такой тсюрупа? Он потянул на себя обитую черным дерматином дверь. Внутри было полутемно, пыльно и пахло канцелярией. Тсюрупа Александр Дмитриевич, нарком продовольствия, пламенный борец за уничтожение крестьянства как такового, очень настаивал на введении продотрядов. Собственно, был их непосредственным организатором, прославился кристальной чистотой, ведал едой и то и дело бухался в голодный обморок. Маруся посмотрела на Гришу. Вид у того был серьезный, даже печальный немного. Как и подобает при изложении биографии тсюрупы Александра Дмитриевича. — Слушай, — вдруг спросила Маруся, — откуда ты все это помнишь, а? — Никто не помнит, а ты помнишь. — Я некоторое время учился в школе, — объяснил Гриша быстро. Ему страшно польстило Маруся на восхищение. — Потом еще некоторое время в институте. В обоих этих местах я именно учился, а не размещал свои красивые фотографии в инстаграмме и не постил свои умные мысли в блогах. И потом. У меня же еще были бабушка и дедушка, а они были куда умнее меня. Мне было интересно их слушать. Весь отдел полиции и милиции состоял из одной комнаты. Крашеная дверь распахнута настиж. — Кого принесла? — закричали оттуда. Как только Гриша закончил краткую справку, как будто тоже слушали с интересом. — Илья Семенович, это мы! — Гриша сунул в проем голову и зачем-то постучал в распахнутую дверь. — Разрешите войти? — Разрешаю. Чего тебе? Илья Семенович сидел за желтым столом, на котором не было ни бумаг, ни блокнотов, ни записок, ни фотографий, ни томов Уголовного кодекса, а лежала только одна картонная папочка и пластмассовая ученическая ручка. Рядом фуражка. И вид участковый имел до крайности раздраженный. — Протокола пишу! — сообщил он язвительным тоном, как будто это Гриша с Марусей заставили его писать протокола. — Сейчас опрашивать пойду. Кто где был, кто что видел. — Садись, вас тоже опрошу. Штукари обратно в Егорьевску катили, а мне вон пиши, Семенович, протокола. — Илья Семенович, кто такой Васильев К.Д? — Это откуда такой? Из Кроссморда? — Вроде художник был Васильев. К.Д он там или не К.Д, это уж я не помню. Да не художник, а на которого Валерик кляву записал. Тот участковый немного подумал, пошевелил бровями, взял свою фуражку, дунул в нее и довольно грозно спросил у Гриша, откуда ему известно, на кого Валерик писал жалобы. — Ну, известно и известно, — сказал Гриша и улыбнулся улыбкой мальчишки-озорника. Подцепил у стены стул, уселся перед участковым, спина столбиком, руки сложены на коленях, вроде озорник, но сейчас образец послушания и внимания. Вы мне скажите, кто это такой, да и все. — А ты сам-то кто такой? — Чтоб я тебе отчет давал. — Илья Семенович, — заскулил Гриша, — вы же всех тут знаете, про каждого можете рассказать. Лидия Витальевна говорит, что лучше вас участкового, но ее памяти не было. — Да будет врать-то. — Вот честное слово, она говорит, наш Илья Семенович, мало того, что человек умный, так еще и понимает все и не ленится никогда. Она говорит, мы прошлых участковых ни в лицо, ни по имени не знали, а Илья Семенович, наш родной и любимый... Родной и любимый посмотрел на Гришу и вдруг засмеялся. — Ну, певец, — сказал он, пожалуй, с одобрением. — Целую песню сложил. — Ты чего, решил расследование вести? Вместо штукарей из отдела? — Ты отдел брось, парень. У тебя вон девчонка под боком. Тебе заняться нечем, что ли? Маруся немедленно потупила глазки, а Гриша нисколько не утратил своего бравого вида. — Вы профессиональные сыщики, — не моргнув глазом, продолжал он обольщать участкового. — А мы-то просто дачники. Нам со стороны может многое по-другому видеться, не так, как вам. Я ж к вам в помощники не набиваюсь, Илья Семенович. Я ж не прошу, к примеру, покажите мне место преступления. Тут участковый и Гриша уставились друг на друга. При этом Гришины глаза были чистыми и правдивыми, как у отличника боевой и политической. Илья Семенович покрутил головой, потом поднялся из-за стола, погремев ключами отпер несгораемый облезлый шкаф и вынул оттуда растрепанную кипу бумаг. — Вот он у меня где, этот ваш Валерик! — сказал он с сердцем и швырнул кипу на стол. — Это же надо! Столько бумаги извести, столько сочинений сочинить! Все его творчество! Гриша едва удержался, чтобы не потянуть на себя один из листов, отлетевший на край стола. Нельзя было потянуть, никак нельзя. И он не стал. — Про всех писал, — продолжал участковый. — Даже он про Лиду, про Лиду Витальевну, что, мол, фонарь у ней на дворе незаконным образом горит в обход счетчика. А я по каждой жалобе ответ давай. Мол, жалоба проверена, факт нарушения закона не установлен. Да ладно бы он только мне писал-то. А то он и в район, и в область. Оттуда директивы давай, Семенович. Разбирайся дальше. Дел-то мне нечего. А на кого еще он жаловался? Почти перебила Маруся. И этим испортила все дело. Илья Семенович насупился, собрал со стола бумаги, подровнял их и прикрыл сверху большой ладонью. — Про кого ты спрашивал-то, я забыл. — Васильев, КД, вы такого не знаете? Участковый взял верхний лист и пробежал его глазами. — Тот преискурант у меня обозначен, — выяснил он. — На кого и сколько раз написано? — Васильев, Васильев, где-то у нас Васильев. — А, да это же Костян. — Вот он сам и есть. — Какой, — Костян, — не понял Гриша. — Да из лесничества Новоегорьевского. Но Константин, который вчера невесту твою нашел, фамилия его Васильев, звать Константин Дмитриевич. И жалоб на него по преискуранту аж восемь штук. У Гриши вдруг изменилось лицо. Из отличника бывшего зорняка он вдруг превратился в обычного встревоженного человека. И в чем Валерик его обвинял. Илья Семенович махнул рукой. — Да, во всем подряд. — Ёлки зимой незаконно на продажу рубят древесину государственную, налево продает, как лес валят. Чуть не наркоманов каких-то себя привечает. — А я ему, Валерику, ты еще раз говорил, лесничество не в моем ведомстве. Там свой участковый есть. Ему и пиши. А он все равно мне спарил. — Того, — говорит, — я не знаю, а ты обязан проверить. Я, мол, налогоплательщик, а ты на государственной службе. Следовательно, мне должен. Вот всем я должен. И супруге, и детям, и государству. И Валерику еще. Они вышли из отделения милиции и полиции и медленно пошли по жаркой и пыльной улице. Маруся ни о чем не спрашивала, и Гриша ничего не говорил. Так они дошли до хлипкой лавочки, торчавшей на берегу затянутого ряской деревенского пруда. Тетя Лида рассказывала, что, когда была маленькая, этот пруд был чистый, прозрачный, светлый, до самого последнего донного камушка и холодный. В нем бил единственный ключ. И особой заслугой у ребят считалось донырнуть до дна, открыть глаза и увидеть, как он бьет, размывая вокруг плотные мелкие волны желтого песка. Потом в пруд стали валить всякую гадость. Это когда вокруг строительство коттеджей началось. Приезжали ночью грузовики и вываливали. И ключ погиб, и пруд погиб тоже. Теперь в нем даже лягушки не жили. Гриша пристроил на лавочку свой рюкзак, который немедленно свалился в траву, сел верхом на гнилую доску, взял Марусю за обе руки и притянул к себе. — Хорошо, — сказал он, глядя на нее снизу вверх. — Ну, предположим. — Предположим, что это он. — Похоже, — сказала Маруся и прижалась к нему. Неудобно было прижиматься, но она все равно прижималась. — Понимаешь, еще и дробовик. — Вот именно. У лесничего наверняка есть дробовик. И он наверняка умеет им пользоваться. Скорее всего, у него не один дробовик. И об этом, оставленном на месте преступления, никто не знает. — Гриша, это не может быть кости. Он меня нашел в лесу. Гриша помолчал, глядя на чуть колыхавшуюся жирную ряску. — Может, он нашел, потому что знал, где искать. И просто опасался, что тебя найдут другие, а так... Он нашел, его никто ни в чем не подозревает, он герой. Мы ему благодарны по гроб жизни, мы ему доверяем. И ничто не мешает ему повторить попытку. Маруся погладила его по голове. Она понимала, как ему нелегко. Ей самой было трудно и страшно. — Подожди. Он вывернулся у нее из-под руки. — Давай еще подумаем. Значит, Валерик пишет на него кляузы. И что-то, видимо, в этих кляузах есть такое, чего Костя действительно опасается. Допустим, Валерик случайно или нарочно узнал какую-то его тайну. Костя решает Валерика убить. Он приезжает утром в деревню, застает скандал возле магазина, вмешивается в этот скандал, и я вмешиваюсь тоже. Он понимает, что время подходящее и для того, чтобы убить, и для того, чтобы навести на меня. Дальше все по предыдущему сценарию. Похоже. Маруся изо всех сил старалась придумать что-нибудь такое, что отвело бы от лесничьего всякие подозрения. Он же ее спас. На самом деле всерьез она обязана ему жизнью. И сейчас она должна что-то придумать. Может быть, не спасти, но помочь ему. Подожди, Гриш, тогда при чем тут я? Зачем он хотел убить меня? Я его увидела в первый раз в жизни возле магазина. И больше не видела. Почему он решил, что меня тоже нужно... Маруська, замолчи, велел Гриша. Как только он вспоминал, как искал ее, как почти отчаялся, как потом под стенкой той развалюхи думал, что там внутри может оказаться морочен труп, ему становилось трудно дышать и не получалось вздохнуть поглубже. — Мы должны тебя спрятать, — сказал он какую-то глупость. — На чердаке? — спросила Маруся с нежной насмешкой. — Вместе с Оксаной? — Ты не понимаешь. Если мы правильно думаем, это очень опасно. Он знает лес вдоль и поперек, и он не остановится. — Гришка, — сказала Маруся и взяла его за уши. — Посмотри на меня. Что ты так запаниковал? Ты думай, думай. Ты же хорошо это умеешь. Пока что это все наши предположения, да? Ни на чем не основанные. Кляуза и дробовик. С чего мы взяли, что это его дробовик? Может, это, я не знаю, Санин. Тут у половины деревни дробовики, и что с того? И ведь именно Костя меня нашел. Это можно повернуть в любую сторону. Нашел, потому что знал, где искать, потому что сам спрятал. — Нет, — убежденно сказала Маруся. — Мы что-то упускаем. Точно тебе говорю. — Где? В чем? Ему не было никакого смысла нападать на меня. Ну, никакого. — Хорошо. Тогда у кого он был? — Я не знаю. — Но мы можем попробовать установить, где был Костя той ночью, когда убили Валерика. Я должен тебя спрятать от него. Маруся, которая не отпускала Гришиных ушей, хорошенько потрясла его головой в разные стороны. — Не выдумывай, — сказала она. — Ты как тетя Лида. Странно, что она сегодня с утра не верещала, что мы немедленно уезжаем в Москву. Хочешь, привяжи меня на веревочку и води за собой. Я согласна. Вряд ли он пристукнет нас обоих. Маруська, ты не понимаешь. Он поднялся с лавочки. Маруся пришлось отпустить его уши. Отряхнул задницу у рваных и грязных джинсов, подхватил рюкзак и забросил его себе за спину. — Я съезжу к нему в лесничество. Маруся фыркнула. — Я тебя не пущу, не мечтай даже. — Марусь, я сам разберусь, ладно? — Ладно. — Но в лесничество я тебя не пущу. — Мне нужно с ним поговорить. — Очень прекрасно. — Поговорим вместе. — Гриша вдруг понял, что она от него не отстанет. Все изменилось нынешним утром. Еще вчера он мог сесть на свой любимый мотоцикл с коляской, сказать, что ему надо по делу и уехать в любом свободно выбранном направлении. Маруся и ухом бы не повела. Надо так надо. Но с сегодняшнего дня это стало невозможным. Отныне и навсегда. Он вынужден будет давать отчет, сообщать о времени прибытия, оправдываться, если опоздал. Это показалось ему странным и неправильным. И он пока не знал, как именно следует поступать в таких случаях. — Кстати, — сказал он с досадой, — привязать тебя — хорошая идея. Варка варенья шла полным ходом, а Маруся-то начисто позабыла про варенье. Тетя с красным разгоряченным лицом, крепко повязанная косынкой, мешала в тазу над жаровней прозрачный, как шампанское, сироп. В нем, как раньше в деревенском прудике, тоже били ключи, со дна поднимались тоненькие пузырьки, а Грепина тоже была в косынке, она чистила Антоновку для следующей партии. — Марина, куда вы пропали? — начала тетя. И потому что ее назвали Мариной, а не Марусей, она поняла, что дело серьезное. — У нас работы полно, а ты ходишь где-то. — Это я виноват. — тут же вступился Гриша. — Извините, Лидь Витальевна, а Константин мотоцикл не приводил? — Как же, приведет он. Теперь не дождешься, вот помяни мое слово, сам за ним поедешь. — Так может, я прямо сейчас съезжу? — Гриша, — тревожно сказала Маруся, — я с тобой. — Ты остаешься варенье варить. — Вот именно, — подхватила тетя Лида. — Подружку бросила варенье, бросила, так не годится. — Гриша, я с тобой. А Грепина посмотрела с подозрением. — Что такое? Подумаешь дело в лесничество съездить? — Ты на чем поедешь? Руки у нее работали очень проворно. Гора начищенных яблок росла. — На палочке верхом? — На велосипеде, — буркнул Гриша. — Груня, давай яблоки, пока не потемнели. Несу, тетя Лида. Маруся заступила Грише дорогу. — Ты никуда не поедешь, ни на каком велосипеде. Ты меня слышишь? — Слышу. И Гриша обошел ее, как какой-нибудь чурбак, торчавший у него на пути. — Маруся, займись вареньем. Я скоро приеду. Маруся топнула ногой. — Да что такое-то? — Издалека спросила тетя Лида. А Агриппина добавила. — Милые бронятся или тешатся? Гриша вывел из сарая велосипед. — Мы не бронимся и не тешимся, — сказал он, не глядя на Маруся. — Я скоро вернусь. Но Лида вдруг догадалась, что дело серьезное. Племянница чуть не плакала. Изо всех сил старалась не зареветь, хотя слезы дрожали в глазах, и вид был странный, словно она провожала близкого человека на войну. Гриша же, напротив, был решителен сверх всякой меры и впрямь воин перед битвой. Как бы чего не натворили. — Гриш, подожди, — сказала Лида, придумывая на ходу. — Успеешь ты за мотоциклеткой своей. Гриша закатывал штанину. Маруся так и стояла посреди дорожки. — Грони, а посмотри за сиропом! Вытирая руки фартуком, Лида обошла жаровню, взглянула на Марусю, та все еще собиралась зарыдать, стояла посреди дорожки, закрывая Грише путь и упрямо наклонив голову, и видно было, что с места она не сойдет, и спросила. — Ты в прошлый раз сколько сахару в сель побрала? — Вроде три килограмма. — Гриша! — Сходите, принесите еще. Сейчас варенье доварим, компоты будем закрывать. — Я потом успею, — попытался увильнуть Гриша. — Я сейчас быстренько съезжу, а на обратной дороге заскочу в магазин. — Не потом, а сейчас, — перебила тетя. — Мы без простоев работаем. — Да, Грунечка? — Это точно тетлид! — Вот послал Бог помощницу, — похвалила тетя, поглядывая на Марусю. — Родная племянница все увильнуть норовит. — А подружка, пожалуйста, как золушка. — Все утро в трудах. — А я это люблю, — безмятежно сказала Гриппина, отправляя в рот кусок яблока. Дед говорит, — зря я на журналистику пошла. Он считает, что из меня вышел бы превосходный повар. — Только что это за профессия, повар? — Никакой красоты, никакого изящества. И она скорчила смешную гримасу. — Дед твой абсолютно прав, — сказала тетя Лида. — Гриша, слезай, кому говорю, с драндулет. Сходите в магазин. Она одна не дотащит. Килограммов пять возьмите. Да, и томатного сока трехлитровочку. Мы сегодня мясо-то будем жарить? Или все закормленные, никто не хочет? — Будем, будем, — оживилась и Гриппина. — Пойду маринад попробую. — Свинина лишнего маринада не любит. Она ушла в дом, а тетя Лида стала совать Марусе деньги. — У нас есть, — сказал Гриша мрачно. Теперь они оба были надутые и мрачные. Лиду это беспокоило. Он отставил велосипед, подхватил рюкзак и пошел к калитке, не оглядываясь. — Давай, давай, дуй за ним, — зашептала Лида. — Что такое сделалось-то? Поссорились, что ли? — Никто не ссорился, — сказала Маруся, и, медленно стараясь сохранить остатки достоинства, пошла за Гришей. Она догнала его у поворота дороги. Впрочем, он остановился и подождал ее. Она пошла еще медленнее, нога за ногу. — Маруська, ну что такое? — спросил он негромко. — Ты же умный человек, должна понимать, что если это он, значит ты в опасности. — И ты тоже. — Но я тут ни при чем. — Да? — крикнула Маруся. — А если он тебя убьет? — Я не дамся, — сказал Гриша с невыносимым высокомерием. — Ты что, железный человек? И у тебя есть суперкостюм? — Гришка, я тебе серьезно говорю, никуда ты не поедешь. Ни в какое лесничество. Или я с тобой поеду. — Вот, выбирай. — Ты какая-то невыносимая стала, — сказал Гриша с досадой. — Что такое? — Да ничего такого. Не могла же Маруся ему признаться, что она страшна, необъяснима, да дрожи в животе. Хотя дрожь, согласно любовным романам, должна была происходить вовсе от другого. За него боится и переживает. Раньше не боялась. А теперь вот боится и не знает, что с этим делать. Они пошли рядом, как будто вместе, но очень далеко друг от друга. Не мог же Гриша ей объяснить, что лесничий кость — это не скандалист Валерик. Это противник серьезный и опасный. Что он знает лес, как свои пять пальцев. Что ему ничего не стоит повторить попытку заманить Маруся в ловушку и убить. — Стоп, — вдруг сказал он и на самом деле остановился. И взял Маруся за руку. — Стоп, подожди. — Зачем? — Что зачем? — Нет, я как-то не думал всерьез. Он скинул с плеча рюкзак и стал копаться. Привычка, которую Маруся терпеть не могла. — Зачем он на тебя напал, если это на самом деле он? Зачем стрелял по нашему участку, понятно. Зачем подкинул дробовик, понятно. Но ты-то тут при чем? — Вот, — воскликнула Маруся. — Я тебе об этом и говорю. В этом месте у тебя производная рвется. Он распрямился и вытаращил глаза. — Что ты сказала? — Помнишь, — зачастила Маруся, — у тебя на какой-то стенке то и дело рвалась какая-то производная. Ну, в эксперименте. Ты мне рассказывал. И в этом месте тоже получается дырка. Ему незачем меня убивать. Гриша, позабыв, зачем полез в рюкзак, бросил его, шагнул к Марусе и поцеловал ее в губы. От всей души. Так, как надо. Маруся обняла его и прислушалась к себе. В животе ничего так и не задрожало. Даже наоборот. То, что дрожало от страха, наконец улеглось. Целоваться с ним было приятно и радостно. — Маруська, прости меня, — сказал Гриша, перестав с ней целоваться. — Я просто пока не умею заботиться о тебе как следует. А ты не умеешь меня слушаться. — Как? — поразилась Маруся. — Теперь я. Тебя я тоже должна слушаться. Не только папу и тетю, и заведующего кафедрой, и старшего преподавателя, и Марью Константину. — Шут с ней, с Марьей, — сказал Гриша решительно. — Мы потом подумаем, кого имеет смысл слушаться, а кого нет. Хорошо? — Сколько нам нужно сахару? — Пять мешков? — Пять килограммов. — И банку томатного сока. — Пошли. — Заодно, может, продавщица Зина нам что-нибудь расскажет про лесничего. Она наверняка его знает лучше всех. Он же к ней в магазин приходит. Но продавщица Зина рассказала совсем не то, что ожидал услышать Гриша. — Хороший мужик, — сказала она, насыпая сахар. В пакет и не отрывая глаз от стрелки весов. — Не пьет особенно. Слов этих ваших матерных не употребляет. Я их терпеть ненавижу. Как придут мужики, так после них хоть уши с мылом мой. Такие гадости наговорят. А чего он дался-то тебе? — Говорят, он Валерика терпеть не мог. — Вступила Маруся. — Помните, когда он тут возле магазина буянил, как Константин ему нападал? — Да еще сильнее нападать бы надо, — сказала Зина, сняла пакет, старательно завязала и стала насыпать сахар в следующий. — Извел тут всех. На меня только и делал, что жалобы писал. И хорошо, что тем разом Костя тут случился, а то бы Валерик до вечера орал. — Вечером Валерика убили, — напомнил Гриша. — Да и упокой, Господи, да и ладно. Найдут, кто убил, и дело с концом. — А может, Константин и убил? — вдруг ляпнула Маруся. — Ударил по голове, да и все вполне возможно. Зина от возмущения даже перестала сахар насыпать и бросила пластмассовый совок в мешок, и уперла руки в боки, и выпрямила спину, выкатив вперед необъятный бюст. — Да кто же это выдумал, глупость такую? Егорьевские менты, что ли? — Нет, но вы поглядите, Костя Валерика убил. — Вы думаете, не убивал? — осторожно спросил Гриша. — Да чего мне думать, чего мне думать? Пусть за нас правительство думает, может, чего и надумает. — Только я точно знаю, что Костя никакого Валерика не убивал и убить не мог. — Откуда вы знаете? — Маруся так обрадовалась, как будто у нее на глазах близкого человека освободили из-под стражи и выпустили на волю. — Зина, откуда? — А чего мне тут знать-то? — она повела плечами. — Он в тот раз в деревню зачем приезжал? — Зачем? — эхом повторил Гриша. — За лещами, — объявила Зина. — Он на старой запруде всегда лещи ловит и сам вялит. — Угощал меня. У них там свое озеро в лесничестве, только лещи там плохонькие, а у нас как лапти. Так он как нападал Валерику, так и ушел на запруду. А вечером, значит, обратно идет с куканом. А я как раз магазин запираю. Ну, ловил, спрашиваю. Он мне кукан показывает, а я и говорю. Ну, с тебя пара лещиков, к пивку-то. А сама на дорогу и к остановке. А он мне. — Ты куда собралась на ночь, глядя? А я ему. — В Егорьевск мне надо. Сын-то в лагере, так мне там подкупить кое-чего надо, вещичек собрать. А Костя мне. — Так давай я тебя подвезу. Чего тебе в автобусе трястись? Хороший мужик, говорю же. А вы согласились? — Нет, — сердцем сказала Зина. — Отказалась. Сначала полем до остановки, потом жди там, сколько неизвестно, потом час с лишним стой да трясись. Они под вечер полный, автобус это, народ с работы едет. А потом еще до домушка надебай. — То есть вы с ним поехали? — Уточнил Гриша. — Ясное дело поехала. Он сказал, в лесничество заедем, рыбу выложим, все равно быстрее выйдет и удобнее, чем на автобусе. Ну, мы и поехали. Ой, всю дорогу хохотали. Он мне какие-то байки травил. Я ему тоже порассказала про покупателей своих. Вон одни про Копенки. Это ж анекдот целый. Фильм с ваты. А потом еще пели. — Пели? — не поняла Маруся. — Катюшу пели. — Синий платочек, — обстоятельно объяснила Зина. — Сколько сахару-то сыпать я забыла. И вновь взялась за совок и пакет. — Горную лаванду тоже. Ну, тут уж я пел, он помалкивал. Так и доехали. Это ж двенадцатый час был. А он меня до самого подъезда проводил. Даже дверь мне придержал. Вот какой мужчина. Я ему говорю, у него есть поздно в лесничество-то ехать. А он мне отвечает, да я и не собираюсь. В городе переночую, маманю проведаю. У него в Егоревский дом, в частном секторе, маманька старая совсем. А про жену, про детей не знаю ничего. Тут Зина фыркнула так, что сахарный песок полетел в разные стороны. — Когда ему было Валерика-то вашего убивать? Утром, если только. Он сюда только к утру вернуться мог. — Оп-пля, — сказала Маруся и засмеялась. И Гриша посмотрел на нее с удовольствием. — Что я тебе говорила? — Говорила, говорила. — Чего еще давать, кроме сахару? Они взяли томатный сок и четыре мороженых. Два съесть по дороге, а два отнести Лиде с Агриппиной. — А какая у него машина? — уже в дверях спросил Гриша. — А такая кургуза двухдверная. Нива, что ли? Навстречу им попался Саня, который пожаловался, что колеса у него порваны. Как пить дать, придется новую покупать. А Зина сообщила ему, что Гриша, чего удумал, подозревает костью лесничего в убийстве Валерика. Саня отмахнулся и сказал, что наплевать сто раз, кто Валерика прикончил, а ему нужны полиэтиленовые пакеты. — Ты их жуешь, что ли? — удивилась Зина. — На прошлой неделе брал. На это и опять берешь. — Твое какое дело. Я в них приманку рыбью насыпаю. Я же рыбак. — Рыбак, рыбак, — отозвала Зина, доставая упаковку пакетов. — Горе одно о ней рыбак. Вон, кость пойдет, сразу наловит, а ты... — Так он места знает, а еще, небось, браконьерничает. Тут Зина заругалась на Саню, и Гриша с Марусей вышли на улицу. Маруся сняла бумажку с мороженого своего и Гришиного. У него одна рука была занята банкой, которая не полезла в рюкзак. Они шли и ели мороженое. — Костя ни при чем, — констатировала Маруся. — Ла-ла-ла. — Ты его прям всей душой полюбила, а, Марусь? — Потому что у меня женская интуиция. И я знаю, кто хороший человек, а кто плохой. — А твоя интуиция что говорит про убийцу Валерика? — Кто из местных плохой человек? Маруся пожала плечами. У нее было превосходное настроение. Выступая на этот раз единым фронтом, они насели на Лиду и с горем пополам уговорили ее отпустить их в лесничество. Ненадолго. Лида сопротивлялась как могла, но все же отпустила. — Гриш, вы только лесом не ездите, — попросила она напоследок. — Мало ли что, хоть вас и двое, а кто ж знает, вы по дороге. Гриша обещал ехать исключительно по дороге и, подумав, сказал, чтобы ни Лида, ни Агриппина с участка не выходили. Они пообещали. — Господи! — сказала Лида, когда Гриш с Марусей сели на велосипеды, выбрались на дорогу и скрылись за поворотом. — Вот и не знаешь, как лучше. Маленькие детки, маленькие бедки. Большие дети — большие беды. — Маруся очень хорошая девчонка, — сказала Агриппина и покивала головой, подтверждая, когда Лида на нее посмотрела. Мой дед так говорит, а дед, знаете, насквозь людей видит. — Хорошая, — повторила Лида, — конечно, хорошая. Только жизнь у нее не очень складная, грудничка. Росла без матери. Брат мой, человек хороший, добрый, но рисковат, да и в детях ничего не понимает, особенно в девочках. До сих пор считает, что она за 40 секунд должна одеваться, как в армии. И не переучишь его, и не объяснишь ничего, военный человек. А она лишнюю шмотку себе купить не может, папа не разрешает. А я все боялась, вдруг какой обмылок попадется вроде вашего Антона. Что мы делать-то станем? Ведь ей-богу, в беду попадем, в самую настоящую. — Так у нее ж Гриша, — удивилась Игриппина. — Он замечательный парень. — Да, как же, Гриша, — тут Лид засмеялась. — Это ж первый раз она у него на чердаке-то. — Да что вы! — ахнула Гриппина, и глаза у нее загорелись от любопытства. — А я думала, у них роман давным-давно. Да они выдумали себе дружбу эту, вот все, дружили. Я отцу и говорю, надо нам их как-то друг к другу подтолкнуть, что ли. А то и так вся жизнь пройдет, молодость пройдет, а потом уведет его какая-нибудь коза драная, и наш с носом останется. — Нет, его не уведешь, — сказала Гриппина. — Он ее любит. Слепому видно. Слепому-то, может, и видно. А они все кругами ходили. Да если б не детектив этот, так и не получилось бы ничего. Я уж отцу звонила, как сводку с фронта сообщала. — Ну? А ты? Есть подходящий? А Гриппина пожала плечами. — А. — Одни обмылки. — Как же так? — сказала Лида грустно. — Такие девки замечательные, а кавалеров нету. — Кавалеры есть, — возразила Гриппина. — Подходящего никого нету. И потом, я умных люблю. А умных всех давно разобрали. Да и где их сейчас возьмешь? — Говорят, нынешним девкам только богатых подавай. — Ну, деньги лишними не бывают, — рассудительно сказала Гриппина. — Только я точно знаю, что их зарабатывают, а не крадут. И с неба они не падают. — Заработать и вместе можно что-то такого. Мне дед с бабушкой так всю жизнь объясняли. — А что? — осторожно спросила Лида. — Родители где же? — Нет родителей, — легко ответила Гриппина. Лида еще посидела немного, а потом поднялась и погладила Гриппину по голове. Оказалось, девочка сирота, и ее тоже нужно жалеть, оберегать, наставлять. — Ведь на сироту не похоже. Ох, не похоже. — Давай сворачивать производство наше. — Решила Лида. — Ну его, успейте. Будем в гамаке лежать и книжки читать. А вечером баню истопим, и шикарный ужин закатим. У меня, знаешь, в подполе даже шампанское есть. Путь до лесничества оказался долгим, трудным и, главное, жарким. Очень жарко было ехать по пыльным проселочным дорогам, крутить педали, налегать, когда приходилось взбираться на пригорок, притормаживать, чтобы не улететь, когда катились горки. — Гриш, — то и дело звала Маруся, — я больше не могу. — Терпи, — отвечал он, — еще немножко. Но немножко все никак не заканчивалось. И все приходилось крутить и крутить педали. И Маруся выпила всю воду из гришиной фляжки. Вода была теплой, с привкусом пластмассы. Очень вкусной. Маруся ожидала, что лесничество — нечто вроде небольшой деревни, только гораздо красивее и ухоженнее, как в американском кино. Представлялись ей лошади, лук, огороженный длинными жердями, большие собаки, озеро с лодкой беседкой и каменная печь. Лесничество, которым заведовал Васильев Каде, оказалось большим деревянным домом посреди опушки. За домом были еще какие-то постройки, возле которых бродили куры. И больше ничего не было. Ни лошадей, ни собак, ни озер. Еще была бесконечная поленница дров под навесом, и там же рядом верстак, тоже бесконечный. Под каким-то другим навесом торчал Гришин мотоцикл с коляской, и стояла пыльная старенькая Нива. Маруся спрыгнула с велосипеда, как только завидела дом, и чуть не упала. Ноги не понимали, что им делать, заплетались, и как бы продолжали крутить педали. Маруся бросила велосипед в траву и уселась рядом. Сил у нее не было. — Костя! — крикнул Гриша и прислушался. Свой велосипед он аккуратно прислонил к поленнице. — Гость приехали! Костя! — Ты чего орешь? Из-под навеса шагнул Константин с какой-то железкой в руках. Он щурился на солнце, лоб голый, плечи и живот у него были мокрыми от пота. — Здорово, ребят! — сказал он довольно приветливо, разглядев гостей. — Ты за мотоциклом, что ли? Я к вечеру сам подогнал. Или чего? Срочно надо? — Да мы просто так приехали! — сказал Гриша и оглянулся на Марусю, которая все сидела в траве. — Ради прогулки! — Ну-ну! — Можно попить? — издалека попросила Маруся. — Очень пить хочется! — Видать, утомились на прогулке-то! — сказал Константин, сунул Грише в руки железку и пошел в дом на высокое крылечко. — Воды или, может, квасу? Квас холодный! Выпив огромную кружку кислого квасу, Маруся икнула и поняла, что может дышать, стоять и даже ходить, не крутя ногами педали. — Слушай, парень, — говорил между тем Константин, — помоги мне железку в гнездо воткнуть одному несподручно. Я уж и так, и сяк, и никак. Давай вдвоем! И они ушли за верстак. Маруся обошла опушку, прислонила свой велосипед к Гришиному. Подумала, как же они повезут их обратно на мотоцикле, на прицепе, что ли, и уселась на лавочку под куст давно отсветшей сирени. Мужики за верстаком что-то громко говорили, грохало железо, стукали какие-то трубы. Маруся сидела неподвижно довольно долго, наслаждаясь отдыхом и чувствуя только, как гудят чугунные ноги. Это было даже приятно. А потом что-то грохнуло так сильно, что она вздрогнула и, словно собака, прижала уши. Из-за верстака показались Гриша и Константин, очень довольные друг другом. — Я б до завтрака не телился, — говорил Константин, вытирая руки. — Спасибо за помощь. А теперь выкладывайте, зачем приехали. Гриша умылся из бочки, на которую ему показал хозяин, уронил в песок очки и заодно пополоскал их тоже. — Вы не знаете, кто убил Валерика? — спросил он, нацепив мокрые очки на нос. — Мне важно знать. Он же и на Маруся напал потом. — Давай на «ты», — предложил Константин. — Мне так проще. Грише так было сложнее, но он согласился. — Пошли вон там, сядем на терраски. Здесь слеп не лезут. Да и жарко. По высоким ступеням они поднялись на терраску, неухоженную и захламленную, но тем не менее уютную и обжитую. Видно было, что хозяин проводит здесь много времени, и ему нравится это место. — Он же на воскляузы писал, да? — спросила Маруся, пристраиваясь на ковровый диван. — Да он на кого только не писал, — сказал Константин задумчиво. — На всех подряд. Или ты про что, девочка? — Ты хочешь спросить, может, я убил? — Мы знаем, что не ты, — вступил Гриша, запнувшись на слове «ты». — Не, не я, — подтвердил Лесничий и засмеялся. — Я бы его еще поучил малость, уши надрал пару раз, а убивать не стал бы. Тут другое. Зачем убийца на девчонку напал? Вот что важно. Я все думал, думал, голову сломал, — он развел руками. — Я придумать ничего не могу. — И я не могу, — признался Гриша. — Смотри, Костя, дробовик, который возле тела нашли, ни его, ни Валерика. — Иди ты. — Так жена сказала, она точно знает. — Ты жену нашел? — этот вопрос Гриша оставил без ответа. — Значит, по нашему дому Валерик не стрелял, а стрелял тот другой, вроде чтобы на меня навести. Вроде Валерик нас обстрелял, ну, я сгоряча его и прикончил. — А к тебе уже являлись правоохранители? — Гриша помотал головой. — Времени мало прошло, но наверняка явится. Тут же все очевидно. В меня стреляли. Я отомстил. Но это понятно. С этим, считай, разобрались. — А зачем Марусю-то? Константин задумчиво выудил из плетеного кресла, из кучи вещей клетчатую рубаху, нацепил на необъятные плечи и начал застегивать. — Ты вот что, — сказал он Марусе, — ты вспомни все, что видела или слышала в тот день. — Чем-то ты его напугала до смерти. Он, видишь, решился среди бела дня почти на глазах у компании вашей тебя ударить, да еще на старую лесопилку свести. Это днем-то, когда полюс полно, народ шастает. Чего-то он в нетерпение впал. Понимаете, ребят? Что-то ему страшно сделалось, что ли? Марусе стала честно вспоминать тот день. Даже язык прикусила, чтобы лучше думалось. — А вообще здесь много хулиганов? — спросил Гриша. — Ну, браконьеров, поджигателей каких-нибудь. Леса-то кругом горят. Бомжи, может? — Какие в лесу бомжи? Нечего им тут делать, — отмахнулся Константин. — И браконьеров не так, чтобы, знаешь, в толпы бегали. — Кого тут браконьерничать-то? Лосей и кабанов? Их мало осталось. А особо прытких охотников я всех разогнал давно. И этих, которые с электроудочками, тоже. Он сел за стол, выложил руки. Стул под ним скрипел. Тяжелый мужик, здоровый. Как-то верилось, что он разогнал браконьеров. При таком особенно не забалуешь. — Другое дело, — продолжал Лесничий, — что у нас тут наркокартель завелся, как в Бразилии. Только свой собственный. — Это что значит, — не понял Гриша. — Коноплю дуром сажают, — объяснил Константин. — Я на своем участке делянок семь насчитал. И так предпрятаны от глаз. Грамотно. В такие уголки, куда народ не забредает. Я туда не суюсь. Это дело опасное. Всерьез. — ОМОН надо вызывать подкрепление. Там травы растет на миллион, а может и больше. — Так, — сказал Гриша. — Только этого нам не хватало. И когда дурачка-то прикончили, Валерика, я грешным делом подумал, что он на такую делянку набежал. И, может, видел на ней кого. Вот его и замочили. Гриша вскочил и стал ходить по террасе. Ходить был особенно негде, и он все время натыкался на разные предметы. — Может быть, и так, — вдруг сказал он. — Валерик любил за людьми таскаться. Может, и так. — А участковый знает про Коноплю? Константин отрицательно покачал головой. — Я же тебе говорю, это не участкового вопрос. Чем меньше народ узнает, тем лучше. Он, мужик простой, трепанет где-нибудь, так его тоже прикончит. — Дело такое, — он вздохнул, — опасное. У Валерика в доме полно всяких бумажек с кляусами. — Откуда ты знаешь? — Знаю, — быстро сказал Гриша. — Нужно среди них искать. Кого он мог шантажировать, если на самом деле как-то напал на эту делянку? — А я, — подала голос Маруси, про которую все забыли, — я же не нападала ни на какую делянку. Я вообще не знаю, как она выглядит, эта конопля. Константин махнул рукой. — А когда сушеная, обыкновенная трава, как чай аптечный? Ее в такие пакетики фасуют и продают. Гриш все продолжал ходить. — Надо думать, — повторял он время от времени. — Надо думать. А Маруся подумала про чай. Кто-то где-то рассыпал по пакетам чай. Она видела это собственными глазами, и пакетов было много. — Ты что, их жуешь, что ли? Горе рыбак. Никакой рыбы. Трава, похожая на чай. Электронные весы на столе. А я за сахаром пришла. — Гриша! — завопила Маруся, и он наткнулся на кресло. Кресло перевернулось. Я пришла. А Зина к сыну в лагерь уехала. Когда? В первый раз за сахаром. А он чай рассыпал по пакетикам. По таким... с застежкой. Помнишь, ты с Прокопенко разговаривал возле футбольных ворот, а я за сахаром. Кто? Кто он-то? — Саня! — выдохнула Маруся. — У которого колеса пропороты. Валерик на дороге какие-то звездочки раскидал, чтоб мимо него не ездили, и Саня колеса пропорол. — Точно! — растерянно сказал Гриша. — Я еще думал про эти его колеса. Там все ездят, а никто на звездочки не наехал, только он один. Он, Костя, на Ниве проехал и Прокопенко, и те соседи, которые... — Потому что звездочки не Валерик, а я разбросал, — сказал Константин решительно. — И не возле деревни, а в траве, на подъезде к одной делянке. Там машина как раз проходит. — Чего сидим, молодежь? Встаем и в деревню, быстро! А я пока в Егорьевск позвоню. Пусть подкрепление высылают. — А может, это не Саня? — дрожащим голосом спросила Маруся. — Может, там как раз чай был, а не это, конопля. — Может, и не Саня. Константин ушел в дом и говорил оттуда приглушенно. — Только уж больно похоже. И чай, и пакетики, и колеса у него пропороты. А я и не знал про колеса-то. Он вернулся на террасу, одетый в камуфляжную форму, с какой-то портупеей через плечо. — Маруська, — сказал Гриша и присел перед Марусьей на корточке. — Бедная моя, ничего не поняла. Даже не разглядела ничего. И из-за этого чуть не погибла. — Сжег бы он ее, — сказал Константин. — Точно сжег бы в старушке этой. Конопля денег больших стоит. А она могла кому-нибудь ляпнуть. Вот хоть мне. А я б догадался два и два сложить. Тем более знак я им подал, что знаю про делянки. Звездочки подложил. Ах, суки, ах, соволочья. Он поплотнее затянул на поясе штанов солдатский ремень, подошел и погладил Марусь по голове. Молодец, что вспомнила. Про чай-то в пакетиках. Может, оно все и не так. Но проверим, проверим. Видать, время пришло. Молодец, девчонка. И красивая на тетку свою. Похоже, ты мне скажи вот что. И он вдруг улыбнулся. — Тетка-то у тебя замужняя? Маруся моргнула, помолчала. — Ты что молчишь? Замужняя, что ли? Гриша вдруг засмеялся, и Маруся оглянулась на него. — Нет, — протянула она. — Тетя не замужем и не выходила никогда. А зачем вы? Почему вы спрашиваете? — Нравится она мне, — объявил Константин и поправил свою портупею. — Я в тот день, когда тебя искали, к вам на двор пришел, чтобы с ней познакомиться. Меня Григорий позвал, и я подумал, чем, черт, не шутит. Поеду, да познакомлюсь. Так просто посередине улицы подойти неловко. А? — Неловко, — согласилась ошарашенная Маруся. Так я хотел по-людски. — Очень красивая женщина, — вдруг по-гусарски добавил он. — Ну, значит, поедем следующим порядком. Ты, Гриш, на мотоцикле, а мы с Марусей на моей. — Велосипеды на крышу приладим, там у меня рейки специальные лежат, с держателями. Если он нашу кавалькаду увидит, не заподозрит ничего. Приехали из лесничества, привезли велосипеды. — Ну, если это он, конечно, — уточнил Гриша. — Вам тете нравится? — уточнила Маруся, которую этот вопрос сейчас занимал более всех других вопросов. — Очень, — серьезно сказал Константин. — Пошли, Гриш, велосипед поднимем. К вечеру волнения в деревне улеглись. Саню в зарешеченном фургоне увезли егорьевские штукари. Следом проскакал по деревне полицейский газик, притормозил у дома Натальи. Оттуда вылез участковый Илья Семенович вошел в дом и через некоторое время вышел вместе с Оксаной и Натальей. Наталья на всю деревню распространялась, что Оксана ни в чем не виновата, а участковый повторял, что ее никто и не обвиняет, только дело все равно требует протокола. И этот протокол он, Илья Семенович, сейчас и составит по всей форме. Потом, округлив глаза, прибежала к Лиде продавщица Зина и застрекотала, мол, знать не знала и ведать не ведала, что Санька такой бандит и прохиндей. А она-то его просила в магазине подежурить, а он там в магазине наркоту свою проклятую на весах вешал и в пакеты ссыпал. И не иначе теперь придется звать батюшку Евс-психия, чтоб стены святой водой покорпил и молебен отслужил. Валерик неугомонный, видишь, узнал про наркоту-то, выследил его. И плата требовал замолчания, так Саньки его и прикончил. У него такой чугунный обрезок от лома к мотороллеру приделан. Он ему этим обрезком и заехал, и дробовик возле тела оставил, как будто Валерик по-вашему фонарю-то стрельнул. А дробовик ни его, ни Санькин. Кто-то из дружков ему спроворил, чтоб на него и не подумали. А он этим обрезком и Марусь вашу. В лесу шарахнул паразит-паразитский. Лид. Что ж это делается? Какая молодежь, одни бандиты. Какой вырастили, такая и молодежь, сказала Лида. Оставайся, Зин, ужинать. Но продавщица ужинать отказалась наотрез. Ей страсть, как хотелось, еще с кем-нибудь обсудить кошмарную историю. А Лида никогда подолгу не сплетничала. И это было всем известно. Солнце уже почти село, когда явились герои Гриша и Константин. — Отпустили? — издалека спросила Лида. Она спешно накрывала на стол. А Гриппина ей помогала, и Маруся помогала тоже. — Потом еще придется в Егорьевск съездить, — отозвался Константин. — А на сегодня отделались. — Слава Богу! Ну, зажигайте, зажигайте мангал, мужики, пока еще угли подойдут, мы с голоду помрем. Маруся очень внимательно смотрела за Константином. Непонятное дело, но она очень волновалась за тетю, даже и ревновала как будто. Ей совершенно не нравилось, что явился посторонний человек, им незнакомый, да еще в дурацкой портупее, да еще объявивший заранее, что тетя ему нравится. И теперь что? Теперь он станет за ней ухаживать, что ли? За ее собственной родной любимой тетей, почти мамой? Этот человек станет говорить ей разные слова, обнимать ее и целоваться с ней, как Маруся целовалась с Гришей. И было в этом нечто оскорбительное и требовавшее неусыпного Марусиного внимания. — Перестань жечь его взглядом, — тихо сказал Маруся Гриша. — Ты же не маленький, все понимаешь. — А если он плохой человек? — Он хороший человек, — возразил Гриша. — И ты это отлично знаешь. В тебе взыграл «Enfant terrible» — ужасный ребенок. Возьми себя в руки. — Лидочка! — зычным голосом спрашивал Константин. — Может, еще одну лавочку поднести? Все поместимся? — Смотри сам, Кость. — Вот, — прошипела Маруся. — Он теперь еще и Костя. — Хорошо, что не Ев с психией, как батюшка. Маруся прыснула. И Агриппина, которой было страшно любопытно все происходящее, прыснула тоже. Лида выскочила из дому, оглядела шикарный стол. Свежий хлеб, огурцы, помидоры в большой миске. Баклажаны, разноцветный жизнерадостный перец, белые грузди пластами, буженина толстыми кусками, смородиновый морс в кувшине. — Пирог в духовке, — проинформировала она. — Гроня, притащи, девочка, подстилки. На лавочке расстелим. — Они, знаешь, в коридорчике с правой стороны, под дождевиками. Где зонты? Константин вытряхивал из самовара холодные угли и подошел, держа самовар за одну ручку. Он поставил самовар на чурбак и боком присел на лавочку, вытирая штаны большие руки. Маруся, раскладывая приборы, покосилась на него. — А я однажды девчонке знакомой зонт подарил, вдруг сказал Константин каким-то странным, размягченным голосом. — Сто лет назад это было, или двести. Мы на остановке стояли, а дождь палил проливной. И она мне говорит, как же я с автобуса до дома дойду, у меня зонта нет. Я побежал в магазин и купил зонт. Так она радовалась, девчонка, так радовалась, даже поцеловала меня. Лида смотрела на него странно. Маруся замерла с вилкой в руках. Гриша в отдалении насаживал на шампуры толстые куски розового мяса и ничего не слышал. — Тетя Лида! — закричала из дома Агриппина. — Картошку ставить? — И что потом было? — спросила у Константина Лида. — Требовательно так спросила. — Когда? — не понял тот. — После того, как ты зонты подарил. — А, она замуж вышла, по-моему, на третьем курсе. А я сессию завалил с горя и в армию ушел. Потом доучивался уже с другими, ее редко видел. — А где ты учился? — В лес техническом, — удивился Константин. — А что? — Лида вздохнула. — А я в историко-архивном. — Тетя? — осторожно спросила Маруся. — Ты что, плачешь? — Ну что ты? — воскликнула Лида. — И не думаю даже. Неси, Марусенька, свечи, которые в бокалах. Что-то, мне кажется, света у нас мало. Когда, наконец, сели ужинать, водрузив в центр стола большущую деревянную миску с шашлыком, Константин уселся рядом с Лидой, явился участковый Илья Семенович. А с ним Марусин отец. — Папа! — закричала Маруся, выбираясь из-за стола. Гриша придерживала ее за бока, чтобы она не свалилась. — Как хорошо, что ты приехал! Отец улыбался, что редко с ним случалось. Был чем-то очень доволен, и мужики немедленно выпили по первой, закусив необыкновенным пирогом с капустой агрепининого приготовления. — Ну и дела тут у вас творят, — сказал отец и налил по второй. — Пап, у тебя же печень. — Да переживет моя печень. И не такое переживала. Но за всех присутствующих и постоянных, и вновь прибывших. — Пап, мы тебе должны столько рассказать. Вот Костя, они с Гришей меня спасли. Только ты не волнуйся. — Да я не волнуюсь, я радуюсь, — отвечал отец, что тоже было на него не похоже. — Лид, Лид, а подарок-то наш подарила? — Забыла, — вскрикнула тетя, и полезла из-за стола, как давеча Маруся. Константин аккуратно, но крепко придерживал ее за бока. — И сейчас, сейчас. Она помчалась в дом и вынесла какой-то пакет. Маруся вытянула шею, чтобы посмотреть, что там, но понять было невозможно, несмотря на то, что на этот раз во дворе горели все лампы. Лида сунула пакет Марусиному отцу, тот под столом вытащил что-то, отвернулся и стал производить манипуляции. — Ну, пап! — не выдержала Маруся. Гриша сообразил первым. И у него стало растерянное доброе лицо. Отец надувал резинового тигра, родного брата Васьки, на которого они оба прыгали с берега в северку. И он очень быстро порвался. Так его и не смогли тогда, как следует, заклеить. Отец дул. Тигр расправлялся и оформлялся. И это уж точно был Васька, такой, которого ни с каким другим надувным тигром нельзя было перепутать. — Васька! — проговорила Маруся, когда отец кинул ей тигр через стол. — Гриша! — Это же он! Гриша кивнул. — Он к нам вернулся, да? — Он от вас никуда и не девался! — пробурчал отец. — Ну, мужики, чё сидим-то? Как поповны в гостях. — За любовь давайте! The End. Конец. Дорогие друзья! Вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части, без согласия права обладателя, является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены. Все права защищены.